запись пошла и поехали спасибо всем за то что пришли хотя я дальше ехал чем вы я полетел сегодня из нью-йорка голова все еще прыгает в стороны после полета из меня полиса в общем все это странно я много чего хотел бы вам рассказать начну с пара комментариев про джодана питерсона но вы тут уже и сами неплохо прокомментировали я не комментировал он работает психологии профессор это не моя область деятельности я не буду притворяться что я могу что-то там сказать что-то интересное вы и сами знаете и он знает эту область лучше меня но я прокомментирую на две-три минуты о том когда он делает замечание об экономике о капитализме его марксизме потому что это смутительные комментарии он много чего говорит чего меня удивляет я всю свою жизнь провел в американских университетах я был профессором экономики всю свою взрослую жизнь и я сильно пытался искать марксистов в университетах которых я преподавал и их очень мало и они были в основном испуганы и обычно держали свои рты на замке так что когда он описывает марксистов которые заполонили все кругом видимо мы с ним на разных планетах я не знаю о чем он говорит в этой области во вторых тенденция приравнивать марксизм между прочим он в основном говорит единственном числе с тем что случилось советском союзе при сталине вообще-то я думал что мы уже переросли эту тему в конце холодной холодной войны который закончил с 89 году не знаю где он был с тех пор позвольте напомнить вам тем из вас кто не знает карл маркс умер в 1883 году примерно 150 лет назад когда он умер он не особо был известен за делами европы немного был он большую часть жизни прожил в лондоне взрослой жизни написал все свои основные работы почти все там после его смерти его идеи разлетелись по миру за последние 150 лет они попали в каждую страну на земле и к людям совершенно разными историями культуры политикой экономиками они все интерпретировали марксизм по-разному нет одного марксизма есть только марксизм и если у вас нет времени или интереса узнать об этом это все нормально но если вы используете его в единственном числе это очень странно и больше говорит о вас чем о предмете советские товарищи под сталином считали что они марксисты заявляли да нужно нам принять это на себя отвечать за это как один из способов интерпретации марксизма да точно но уменьшить марксизм до одного именно этого нет это как все равно как сжать христианство только потому что у католика была инквизиция несмотря на то что христиане на самом деле убивали людей в разных других странах я могу продолжать но не буду потому что и вы сами понимаете да нужно принять ответственность за себя за то что было сделано от имени христианство но это не значит что можно выкинуть его просто в ведро это странно в этом нет никакого смысла я нахожу это смутительным когда такие аргументы используются но оставлю на этом хочу поговорить о том о чем вы просили меня поговорить то есть о капитализме и марксистской критике капитализма так что давайте перейдем к этому во первых критика капитализма такая же старая как и сам капитализм каждая экономическая система у нее были люди которые любили эту систему она им нравилась и те которые не любили это не уникальное свойство капитализма и не должно быть шоком ни для кого кто-то думал что рабство это хорошо кто-то ненавидел феодализм кто-то любил кто-то ненавидел и капитализм если вы не в курсе некоторые люди думают что это хорошо и те кто ненавидели его всю его историю если с этим не знакомы мы знаем почему или надеюсь что вы знаете потому что вы и я или только если вы из других стран большей части мы выросли стране где последние 50 лет было табу на критику капитализма нельзя быть такими изолированными это не американская проблема остальной мир тоже знает об этой критике и американцы тоже критиковали например на выходе из великой депрессии тридцатые годы было был огромный интерес критики капитализма неудивительно потому что в тридцатых годах для тех кто из вас не помнит капитализм очень сильно рухнул очень сильно 1929 октябрь октябрь поэтому октябрь такой страшный месяц на этом рынке на самом деле поэтому у нас такая волатильность пару недель назад было и снова будет потому что октябрь это такой дернутый месяц началось двадцать девятом и не закончилось до 41 через три года в тридцать этим году безработица 25 процентов соединенных штатах это в шесть раз больше чем сейчас 25 это означает что один из четырех без работы это значит каждой американской семьи есть кто-то кто не работает и поскольку нет работы и нет никакой компенсации безработным то человек либо зависит от церкви либо от семьи либо от соседей если ему повезло катастрофический обвал мы здесь не понимаем потому что мы тогда не жили мы только второй по величине крах пережили в 2008 году но мы тоже много из этого узнали но после тридцатых годов был огромный взрыв критики капитализма не удивительно учитывая то что происходило так что у нас это было у нас было много хорошей критики капитализма здесь соединенных штатах в конце восемнадцатого девятнадцатого века снова в конце в начале двадцатого и снова после обвала тридцатых годов я своим студентам говорю спрашиваю их угадайте где критики капитализма которые кстати тогда называли себя социалистами где они лучше всего устроились в каком штате среди законодателей было больше всего избрана социалистов из всех тогдашних 48 штатов не буду устраивать тут викторину вы не догадаетесь за миллион лет оклахома социализм в оклахоми много социализма наверное здесь в айдаху тоже было так что критика капитализма не нова критика была но критика умерла после второй мировой или если быть точным и убили потому что в конце второй мировой сорок пятом году когда умер рузвельт мы к этому еще вернемся это очень важный период в американской истории умер рузвельт война закончилась и бизнес сообщества сошло с ума потому что во время великой депрессии у нас было движение снизу я не знаю какая то реальная организация что это было самая большая волна образование профсоюзов никакой большей волны не было и большая социалистическая партия и большая коммунистическая партия и все они работали вместе и они в общем прижали мистера рузвельта в вашингтоне ему пришлось кое-что сделать для массы людей я вижу по вашим лицам что видимо ваша история знания не очень хорошие так что давайте потратим две-три минуты во время депрессии коммунисты и социалисты пошли к правительству потому что они представляли миллионы рабочих они пришли к президенту президент им не отказал потому что он умный политик он не мог им отказать это не как в америке сегодня это тогдашняя америка они собрались встретились профсоюзы социалисты коммунисты сказали президенту вам нужно кое-что сделать чтобы американским людям в общем что мы смогли прожить через эту депрессию ужасную от которой мы все страдаем и подтекст которому не нужно было проговаривать был очень простой если вы не сделаете мистер рузвельт этого то вы долго не пробудите президентом мы не только не будем за вас голосовать но эти противные социалисты и коммунисты говорят о том чтобы совершить революцию рузвельт поблагодарил всех за их мнение и немедленно созвал встречу с бизнес сообществом он же сам из этого сообщества был он из такой семьи был он знал этих людей и он сказал им что только что случилось с предсоюзами коммунистами социалистами и потом он их удивил ягод советую вам позволить мне сделать то что они от меня хотят чтобы помочь массе американских людей но не только я хочу чтобы вы позволили мне это сделать вам вы должны дать мне деньги чтобы я это сделал потому что это соединенные штаты и в общем у нас миллионы людей без работы и налога не поступают мы не можем это сделать правительство не может сделать то что нужно сделать для этих людей но я советую вам богатые американские бизнесмены заметьте я не сказал бизнес женщины потому что так далеко мы еще тогда не зашли все это были мужчины я советую вам дать мне деньги и вот почему я вам советую это сделать потому что если вы не дадите мне деньги чтобы я это сделал для американского народа то мне кажется что у вас скоро денег вообще не будет так что дайте мне много чтобы вы смогли оставить себе остальное такой простой очень разговор прямой в общем бизнес общество разделилось на две половины половина ненавидела их наследники их зовут братья кох а вторая половина в общем помогла ему и все что ему было нужно он вернулся к профсоюзам коммунистам и социалистам сказал я сделаю договор с вами я сделаю то что вы хотели и даже лучше но вот этот разговор про революцию должен прекратиться они сказали окей профсоюзы коммунисты не все они в общем их мнения разделились но в общем они сказали хорошо в общем он выступил по радио потому что этого тогда не было и в середине депрессии когда денег нет он установил систему социального страхования который раньше в Америке не было он говорит хотя у правительства нет денег я дам чек всем кому 65 лет до конца их жизни я сделаю потому что это поможет миллионам американцев не только тем кто уже старше 65 но также и детям у которых могли бы помогать своим родителям у которых нет чека на оплату вторая вещь которую он сделал он сделал пособие по безработице которого тоже раньше не было в Америке в середине депрессии он объявил что я дам каждому нетрудоустроенному мужчине которых миллионы были дам чек на год и даже больше потом он принял закон об минимальной оплате труда которого тоже не было раньше в Америке самый большой я оставил на последнюю очередь потому что ваши лица вас выдают он создал федеральную программу трудоустройства между 34 и 41 годом федеральное правительство наняло 15 миллионов американцев безработных им дала им работу и платила им зарплату это значит что они не потеряли дом потому что они платили свою ипотеку и знаете что эти люди которые у которых не было что они делали они построили многие из национальных парков которые вы все посещаете и наслаждаетесь ими самая первая работа по консервации всем безработным артистам сказали приходите вы умеете там петь рисовать вы можете сделать скульптуру если вы умеете это делать мы сделаем из вас такое типа типа таких культурных войск и пошлем вас в маленькие населенные пункты чтобы вы там сделали то чего они никогда не видели и это было огромным взрывом культуры не было ничего подобного до того и не было ничего с тех пор ух ты угадайте что дать каждому престарелому человеку чек и безработному и нанять 15 миллионов человек где он взял деньги вот лучшие лучшая часть он обложил налогами корпорациях корпорации и богатых я должен снова это сказать знаете почему потому что многие из вас представляют что это невозможно что каким-то образом это даже нельзя сделать что это жравль в небе какая-то утопия нет это ваша история он обложил налогами большими налогами он взял деньги у корпорации и у богачей чтобы сделать хорошие вещи для всех остальных остальных американцев ну чтобы быть честным для белых американцев черные ну это в общем это природа нашей страны мы их оставили за бортом вы понимаете он взял у богатых и дал бедным Робин Гуд и что случилось с президентом который посмел взять у богатых чтобы позаботиться о массах американских людей его избирали и переизбирали трижды он был самый популярный президент в истории этой страны никто даже не приближался к этому так что получается это неплохая политика в том числе нужно просто чтобы ситуация была правильная или чтобы быть точным нужно иметь движение снизу которое помогает такому произойти это не какой-то журавль в небе или мечта левых это ваша история из которой вы можете вывести следствие что если это можно если это делалось раньше значит это можно сделать снова что как вы видите когда я закончу это и есть ваша работа итак давайте займемся критикой между прочим давайте прямо скажу критика капитализма которую вы сейчас получаете это продукт марксистской теории не только марксистской теории люди которые не марксисты критиковали капитализм многие из них все что марксизм собой представляет это просто самая разработанная традиция этой критики это не единственная часть но это самое разработанное во всем мире есть марксистские журналы партии движения даже некоторые правительства которые можете вспомнить например в той страны где больше всего людей живет Китай которая во имя марксизма в общем именем марксизма управляет своей страной так что критики много но я буду основываться на марксистской теории я все очень сделаю сжато но в общем сделаю то что вы меня просили помните первое капитализм производит и повторно производит неравенство большое неравенство есть много способов как это можно выразить надеюсь что большая часть из вас это и так уже знает и вы видите это в своем сообществе или в семье но если я могу помочь то вот моя помощь капитализм произвел я люблю время от времени пнуть его Джеффри Безоса главу Амазона он в данный момент владеет в общем у него 160 миллиардов долларов я экономист так что извините я вам объясню что это значит если у вас такие деньги вы вот что делаете вы доверяете это другим людям в управление либо потому что вы не умеете либо не хотите свое время на это тратить те кому это дают называются фонды или трасты или другие в общем формы управляющих банков в общем все люди такого рода делают именно так допустим они дают ему пять процентов прибыли обычно больше но давайте в среднем возьмем скромно арифметика такая пять процентов от 160 миллиардов дает ему восемь миллиардов долларов в год я поделю восемь миллиардов в год на 365 дней в году и получается что получается число которое объясняет почему он не покупает лотерейные билеты он получает 22 миллиона долларов в день каждый день семь дней в неделю круглый год работает он или нет 22 миллиона в день я оставлю вас так сказать простым вопросом мир вы я мы у нас у всех есть выбор мы могли бы взять эти 22 миллиона долларов в день и использовать их чтобы победить бедность помочь людям лечиться как мы знаем как лечить некоторые заболевания чтобы дать образование людям или мы можем позволить аккумулироваться этим так чтобы самый богатый человек на планете становился еще богаче если бы у меня было время я бы сейчас остановился и проиграл бы национальный гимн США и просто попросил вас подумать об этом но у меня времени нет так что я не буду этого делать но есть еще кое-что несколько лет назад экономист типа меня французский которого зовут Томас Пикетти надеюсь тот из вас знает его работу он работает в Париже хотя он работает и с коллегой из Берклис МНЛ САЭС между прочим у них вместе лучший сайт в мире на плане для понимания что такое благосостояние и неравенство и в общем все экономисты этим пользуются в общем он написал книгу капитализм в 21 веке 600 страниц показывает как и почему в каждом месте где капиталистическая система устанавливалась начиная с 18 века Англии и дальше по всей Европе она производила тенденция такая воспроизводить все время ухудшающиеся неравенство единственная причина почему это не прямая линия потому что время от времени люди реагировали на это против неравенства иногда останавливали иногда разворачивали в обратную сторону некоторое время это держится потом опять исчезает и опять рост капитализма опять повторяет рост неравенства так случилось в 30-х годах мы отменили неравенство предыдущих 50 лет из-за тех вещей которые я вам сказал это некоторое время держалось где-то через 50-е 60-е годы потом оно исчезло и теперь у нас последние 40 лет и вы живете в результатах этого у нас все неравенства опять вернулись капитализм производит неравенство что несколько смутительно для системы если подумать об этом капитализм обычно говорят что он был принесен к нам французской и американскими революциями в 18 веке слоган слоган французской революции был свобода равенство и братство капитализм который сбросил феодализм через эти революции ну Америка несколько так сказать срезала маршрут свой мы люди мира нам сказали возьмите капитализм мы не заподлим капитализм но мы не получили их невам 산 нас предали капитализм нас предал мы получили капитализм но мы никогда не получили равенство оставлю вас самих подумать есть ли у вас свобода и братство бог ты мой революция соединенных штатах она добавила кое-что к этому процессу и в общем выпустила на волю колониальную экономику чтобы кормить британскую империю и надеялись что это принесет нас нам демократию мы получим демократию вы знаете в америке демократия это религия мы говорим о ней 10 раз в час или иначе мы думаем что что-то не хватает у нас в жизни давайте поговорим о демократии и дает ли капитализм демократию или нет видите следующий шаг критики мы поговорили о неравенство теперь поговорим о демократии под демократию я имею ввиду сейчас скажу что я имею ввиду это когда если решение касается вас демократия настаивает что вы должны иметь голос в этом решении поэтому мы голосуем за мэра в нашем городе потому что мэр принимает решение которое влияет на нас как жильцов и да поэтому у нас должна быть власть часть власти кто это должен быть также мы голосуем за сенатора президента и так далее в нашем сообществе мы понимаем что демократия означает что если нас решение касается влияет на нас то у нас есть власть над этим решением и участвуем в этом решении которое влияет на нашу жизнь хорошо давайте начнем мы встаем утром как большинство из нас и делает в рабочий день 5 из 7 дней мы чистим зубы наводим себе там порядок на голове и идем на работу и мы пересекаем порог на работу офис или завод не важно теперь давайте посмотрим что происходит там в этих лучшие часы дня восемь дней в восемь часов в день пять дней в году кто-то другой говорит вам где стоять где сидеть что делать каким оборудованием каким образом как долго и в конце концов когда вы свои мозги и мускулы применили вам говорят идите домой но то что вы произвели оставьте здесь если возьмете это с собой то придут люди в синих униформах и сделают вам больно и вы знаете это поэтому вы ничего не берете ну иногда разве что степлер да нет демократии на рабочем месте в капитализме никогда не было о чем вы говорите вам говорят обычно типический типичный американец работает на корпорацию корпорации ей руководят совет директоров это порядка 12 20 человек их избирают владельцы акций и поскольку 10 процентов американцев владеют 80 процентами всех акций они из избирают директоров вы как работник не избираете у вас нет власти над людьми которые будут решать что вы производите как производите где производите и что будут делать с результатами вашего труда вы просто трудень вы вернетесь домой накачаете себя пиццы и пивом и вернетесь снова повторять утром все это вы наверное это заметили потому что вы чувствуете что ваша работа это просто ноша неприятное не что-то чего вы ждете с нетерпением нет демократии на рабочем месте и никогда не было не так капитализм работает никогда не работал давайте посмотрим где взрослые люди тратят большую часть своей жизни на работе если вы верите в демократию то это первое место где вы должны были бы ее установить но вы не установили никогда и даже не задаете вопрос об этом соединенные штаты приносит демократию во все страны но вы не вы не можете дать то чего у вас самих нет о чем вообще говорите у этой страны у нее просто фетиш какой-то на демократии и работа в сообществе и но большая часть то сознание вины в том что нет демократии на рабочем месте и что это может объяснить извинить вы либо верите в демократию либо нет если вы думаете что бывают моральные принципы что люди как на которых решение влияет должны участвовать в решении вот например решение на месте вы уволены вот другое решение вам уменьшить зарплату вот еще одно решение вы будете работать с четырех утра до девяти теперь вы знаете многие через вас через это проходили вы свободны можете пойти и повторить весь процесс с другим работодателем давайте нет демократии на рабочем месте никогда не было капитализм не принес нам демократию ничего подобного когда вы слышите что какой-нибудь помпезный осел говорит вам о капитализме и демократии помните это осел я пытаюсь справедливо называть вещи своими именами дальше стабильность многие из нас в общем сильно надеются на стабильность нам нравится вернуться вечером к своему дому и найти что дом на том же месте и что в этом доме наши супруга дети друзья мы хотим чтобы была стабильность что мы рассчитываем на работу на зарплату на доход мы хотим чтобы работа и жизнь были стабильными ну есть такие люди которые в общем любят всякие неравенства но обычно нам нравится стабильность так что у нас с капитализмом по стабильности очень плохо ты из вас то не знают каждое место где капитализм вообще появлялся где он вставал на место в общем главной экономики начиная с англии 18 века и теперь это доминирующая система по всему миру в общем в любой системе где где капитализм устанавливается начинается экономический спад хорошая фраза каждые четыре или семь лет еще раз повторю каждые четыре или семь лет это экономическая система умирает иногда ужасно с ней происходит например как с 29 до 41 года или например с 2008 года вот те кто не знает между концом 30-х годов обвалом 41 до этого нового 2008 году было 11 других экономических кризисов кому интересно существует правительственное агентство которое называется национальное бюро экономического исследования который измеряет все это и в общем хранит записи каждый президент начиная с рузвельта говорил если вы примените мою политику нынешний клоун тоже это делал как и все президенты они обещают что если вы будете выполнять мою политику что мы выйдем из этого плохого экономического времени почему они говорят почему значит президенты об этом говорят потому что каждый из них является президентом во время одного из таких экономических кризисов потому что они у нас от 4 до 7 лет. Не только моя политика позволит выйти из кризиса, но мы не получим таких проблем у наших детей. Каждый президент это обещал, но никто не сделал. В конце Великой Депрессии нам сказали, что мы научились управлять своей экономикой лучше, у нас были реформы, у нас стали все регулироваться, и мы убедились, что такого больше никогда не будет. Ну, в 2008 году видно, насколько хорошо мы понимаем свою ситуацию. Это просто пустые желания, и это не работает. Самый большой банк в Соединенных Штатах сегодня это Джипи Морган в Нью-Йорк-Сити. На прошлой неделе они выпустили отчет, я один из тех, кто читает эти отчеты, они предсказали, что следующий кризис будет в 2020 году. Это меньше, чем полтора года от нынешнего момента. Добро пожаловать в нестабильность капитализма. Если бы вы жили, если бы у вас был сосед по комнате, который был такой же нестабильный, как капитализм, то вы давно бы от него съехали. Но вы принимаете это? На самом деле, многие люди думают, что это каким-то образом естественно, как будто это как дождь. Понимаете, кто из нас стоит и кричит на небо, говорит, ужасно, не лей дождь, мы так не делаем, мы принимаем это как естественный порядок ищей. И вот так же люди делают с этой нестабильной системой. Ух ты! Теперь последнее. Я могу долго об этом говорить, но не буду. Последняя проблема с капитализмом. Это что-то, что Маркс называл неравномерное развитие. Если вы никогда об этом не думали, вот причина прочитать Маркса. Вот был его в чем аргумент. Система может быть так разработана, что в ней такая логика для экономического развития. Вы не концентрируете все развитие в одном месте. Вы распределяете его. Вы пытаетесь разработать новую индустрию там, где людям нужна работа и где нет такой индустрии. Вы пытаетесь равномерно разработать весь мир. И вот почему это нужно делать. Если вы сделаете некоторую зону очень богатой, а другую зону очень бедной, угадайте, что? Это очень сложная мысль. Бедные завидуют. Бедные ревнуют. Бедные злятся. И бедные, это для сегодняшнего дня, переезжают. Угадайте, куда они переезжают? А куда вы бы переехали? Там, где богатые люди живут. Потому что там работы. И там чистые улицы. Мы жаловались о миграции. Как нужно работать с миграцией. Не стены и полицейские. Мы все это пробовали уже. Веками. Это не работает. Если вы не хотите, чтобы люди вырывали сами себя из своей культуры, из своих друзей и семей, с которыми они хотели бы жить, и переезжали на тысячу миль куда-то еще, как вот эти люди в этом караване в Гондурасе и Мексико, в страну, в которой они знают, что не хочет их, и они не говорят на стране, и не знает никто, что с ними там произойдет, в этой стране. Не делайте неравномерного развития. Не надо разрабатывать, что вот столько в одном месте, а вот там, а в другом месте так. Но так капитализм всегда работает. Даже когда он берет бедную зону и что-то в ней выстраивает, можно абсолютно быть уверенным, что недалеко от этого места есть хорошая зона, которую сносят. На границе Нью-Йорка был Гарлем. Это раньше было бедное такое все, разбитое место. Теперь это процветающее сообщество, небоскребы. Зато у нас есть Дестройд, или Кливленд, или моя любимая, если вы там не были, Кэмден в Нью-Джерси. Это места, которые когда-то были очень богатыми, а теперь, те из вас, кто не знают, Детройт. В 70-м году население 2 миллиона человек. Это место, куда с почетом приезжали президенты. Там была автомобильная индустрия, у всех была работа, даже у афроамериканцев, которые приезжали с юга, они получали работу на автомобильных заводах. Это был успех. 70-й год. Перемотка на сегодняшний день. Население Детройта сегодня. 680 тысяч человек. Вы понимаете? Большая часть людей этого города была вытеснена оттуда, потому что нет работы. Нет негде работать. Треть всех домов просто стоит, пустая, либо сожженная. Недавно была проблема, потому что у города нет проблем, потому что нет, дома все пустые, налогоплательщики уехали, и все, в общем, службы, которые следят за собаками, их тоже, в общем, уволили. И все люди, которые уезжают из города, они сели в машину, уехали, собака осталась. Есть собака, но нет надзора за собаками. И доги, собаки, я очень вежливый, я не скажу, что они делают, но они делают что-то, из-за чего получается больше собак. И эти большее количество собак, у них нет никакой службы, которая за ними следит. Так что три года назад в Детройте была серьезная проблема. Готовы? В Америке диких собак, которые нападают на людей. Это капитализм. В Гарлеме все поднялось, в Детройте все упало. Неравенство, нет демократии, неравное развитие и нестабильность. Вы хотите рассказать мне, зачем вы за эту систему? Зачем бы вы поступали ее защитникам? Что у вас такое вами завладело? Вы знаете о веб-сайте YouGov? Там опрос сделали, там задали недавним опросом американцам. Вы скорее предпочитаете капитализм или социализм? Насколько вам нравится капитализм, результат в 15-м году был 39 процентов. Сказали, что да, им нравится капитализм. К 18-му году этот ответ скатился до 30 процентов. Основываясь на том, что мы знаем о компании Берни Сандерса, то процент американцев, которые в общем сочувствуют социализму, наверное, выше. Вот эта страна, в которой вы живете. Вы не это читаете в USA Today, но это та страна, в которой вы живете. Я ничего этого не выдумываю. Я не посмел бы. Так что происходит? Вот самая сложная часть, но я все равно это сделаю. Я не не поднимаю тревогу. Думаю, что у капитализма есть большая способность самовосстановления, даже когда он спотыкается так сильно, как он это обычно делает. Я скажу вам, что вы меня не знаете лично, но честное слово говорю, что скорее всего это конец. Раньше я об этом не думал. Думаю, что все закончилось. И думаю, вам лучше об этом подумать, потому что надеюсь, что я не прав, но не думаю так. Уровень проблем, который у нас сейчас, как у экономики, такого никогда раньше не было. Я такого не видел. Я так получилось, что примечание для тех, кто не знает. Да, я марксист. Нет рогов, видите, но я марксист. И я счастлив, что я марксист. Я многое, многому научился от этой традиции. И вы бы тоже научились, если вы еще не вычитали этого. Там многому вас могут научить. Она простая, во-первых, а во-вторых, вы и так уже все это знаете. Я расскажу вам одну историю, которую я вам показываю. Предположим, вы живете на некой улице, и есть дом в конце улицы, вы знаете, что там семья, значит, отец, мать, двое детей. И по какой-то причине вы хотите узнать семью поподробнее, получше. Вы хотите написать некий отчет. И вы решили, я пойду и поговорю с людьми из этой семьи. И вы слышали слух, что один из детей думает, что это самая замечательная семья, и он счастлив там жить, а другой говорит, что их семья психологически, в общем, пипец. Предположим, вы это знаете. Вы взяли свой блокнот, постучали в дверь, вы бы стали разговаривать только с одним из детей, любым. Надеюсь и допускаю, что ответ нет. Вы бы поняли, что если вы хотите понять семью, вам нужно поговорить с каждым ребенком, спросить все вопросы, которые нужно задать и прийти к лучшему возможному выводу, основываясь на вашем исследовании. Вы бы не стали бы не разговаривать с критиком или защитником, но вы живете в обществе, это я говорю как профессор экономики, в которой 99% экономических отделов в Соединенных Штатах не имеют в себе профессора, который является критикой капитализма. Мы слишком испуганы, как страна. И это уже полвека продолжается, мы не можем этого сделать. Что, в общем-то, плохо о нас говорит. Если наш капитализм хотя бы наполовину такой сильный, каким себя выставляет, то он не должен бояться людей, которые являются критиками. Я да еще вам кое-что скажу. Если вы не разрешаете критику говорить, то вы не сможете исправить свои проблемы, вы не признаете свои недостатки, вы позволяете наихудшим вещам развиваться у вас. Давайте. Что это такое? Что это за детский страх критики? И критика, и критики. Критик находит вещи, которые вы могли бы делать лучше. Для этого критика существует, потому что она помогает. Конечно, некоторые могут выражаться слишком прямо или не дружественно, или быть злыми и обзываться. мы знаем это. Вы пытаетесь с ним как-то работать или найти критика, который не является таким, у которого нет такой психологической проблемы. Критика, которому вообще-то нравится та вещь, которую он хочет улучшить. Марксизм всегда был точкой зрения для меня. Почему я к этому, что меня к этому привязывает? Потому что это простая идея. Мы можем сделать лучше, чем капитализм делает. Зачем мы к нему привязываемся? Почему мы все время чиним то, что неадекватно? Знаете, это как такой человек, когда ваш холодильник снова ломается, вы звоните этому мужчине или женщине, они приходят в своей униформе с инструментами, они что-то там обстукивают, и потом вы уже знаете по их лицу, что они вам скажут, и вот, что они вам говорят. Конечно, я могу его починить, это будет 200 долларов, но говорю вам, через 4 недели вы снова будете на телефоне и снова мне будете звонить. Все кончено. Нужно покупать новый холодильник, потому что вы выкидываете деньги, деньги и снова деньги, но в общем, ничего вам это не даст в итоге. и я скажу вам, хотя я могу заработать на этих деньгах, я говорю, что вам лучше этого не делать. Вот я в такой позиции. Личное примечание. Одна из причин, почему маркетистский экономист, типа меня, получает работу. Я преподавал еле, и в университете мазачуствуется всю большую часть своей взрослой жизни. Сейчас я снова преподаю в школе в Нью-Йорк-Сити, потому что я ходил в правильные школы. Это Америка. И после всего этого разговора о демократии, если вы идете в правильную школу, то с вами происходят вещи, которые не происходят иначе. Так что давайте я расскажу вам об этой школе. Я учился в Гарварде сначала. Когда я его закончил, я пошел в Стэнфорд и получил там, ну в общем, он, видимо, бакалавром стал в в Гарварде, потом стал полное образование получил. Мастер, это, по-моему, больше, чем наша вышка. Это типа кандидат, короче, по-моему. Потом я пошел в Йейл, где я еще две диссертации защитил и получил докторскую степень. Видите картинку? Я мальчик с плаката про элитное образование в Америке. В Йейле, там, где я получал свою докторскую степень, одна из моих сокурсниц была леди по имени Джанет Йеллен. Она руководит сейчас Федеральным резервным банком. Понимаете, мы все друг друга знаем, это маленькая группа. Я с ними встречаюсь иногда, потому что я живу на Манхэттене в нескольких кварталах от Уолл-стрит. И когда мы собираемся вместе, я говорил кое-кому, у нас очень странный разговор происходит. мы не согласны, потому что они там и справа правые, и центристы, и так далее. Мы не согласны о том, как Америка попала в эту ситуацию, и не согласны о том, как из нее выйти. Ну, в общем, мы рассказываем другу, но не согласны. Но вот, о чем мы все согласны, и все шокированы. Мы смотрим друг на друга за кофе, и говорим, это худшее состояние американской экономики за всю нашу жизнь. И мы все согласны с этим. Об этом нужно подумать. Не из-за идеологии нужно об этом думать. Это ваша жизнь, которая будет формироваться всем вот этим вот, в общем, этой экономикой. Уровень, который сейчас долго, у корпораций, не имеет прецедентов. После обвала в 2008 году Федеральная резервная система ставку рефинансирования сделала почти ноль, а иногда даже ниже нуля. Это означает, что правительство платит банкам, чтобы они брали у них деньги. Вы занимаете тысячу долларов и отдаете меньше, чем тысячи через год. Вот как все отчаянно, чтобы экономика продолжала работать. Но если вы делаете занимание денег такими дешевыми, то каждый капиталист, который мечтает, чтобы этот последний проект сработал или инвестиция сработала, даже, хотя и выглядит не очень хорошо, пытается занять бесплатных денег, чтобы она сработала. И поэтому они заняли огромное число денег и под проекты, которые, в общем, себя не оправдывают. Так что они не могут выплатить их назад. Вам это должно быть знакомо. Скандал у них был с этими subprime industrial loan. В общем, это была большая такая пирамида финансовая, в которой участвовали не люди отдельные, а это была пирамида из, в общем, такая игра на биржах среди крупных организаций. В общем, такой большой скандал с расследованием самоубийства и так далее. Я не могу это перевести с prime industrial loan. Ну, в общем, наверное, что-то типа субоптимальные индустриальные займы, что-то в таком духе. Да. Знаете, что еще хуже? Капиталисты всегда нервничают. В капитализме нужно всегда инвестировать сейчас, нанимать рабочих, строить фабрику, но вы не увидите результат в течение года или двух или трех. То есть, вам нужно деньги подать сейчас на то, чего еще непонятно будет или нет. Никто не знает, что будет в будущем. Неуверенность это опасная вещь, капитализм. Почему? Потому что все из нас зависят о том, что будет делать маленькая общность людей, что они решат сделать. И еще одно примечание о демократии. 200 корпораций принимают решения, которые не инвестировать, у нас у всех будет рецессия. Они принимают решения, мы живем с результатами. Какая наша власть над этим решением? Никакая. Опять же, если бы у меня было время, национальный гимн. Но я не буду ставить, потому что у нас нет времени. Так что неуверенность производит... В общем, неуверенность у инвесторов. Знаете, что вызывает сейчас неуверенность? Торговые войны господина Трампа. Мы не знаем, что будут делать китайцы, что они уже сделали, что будут делать, что будут делать европейцы, что будут делать канадцы и мексиканцы в ответ. Все будут отвечать. Идея о том, что мы все будем делать то, что хочет Соединенные Штаты, нет, это такое только на Fox News бывает. Мир так не работает. Он не будет подчиняться и не получится. Эта неуверенность делает нынешнюю и так тяжелую проблему еще хуже. Это капитализм, который также предпринял очень важный шаг. Я сейчас оскорблю всех вас. Не знаю, кто из вас знает, что Германия самая успешная капиталистическая история с падения в 2008 году. Германия в прошлом году сделала все образование во всех колледжах страны бесплатно. Ноль. Не только для немецких граждан, для всех. Вы можете поехать в Германию и не будет оплаты за обучение. Соединенные Штаты противоположность нагружает целое поколение молодых людей таким уровнем долга, который они знают, что никогда не расплатятся с ним. Это сумасшествие. Мы не сумасшедшие люди, но мы ведем себя как сумасшедшие. И это подсказка. Каждый экономист, которого я знаю, правый или левый, говорит, что будущее американской экономики зависит от количества и качества образования молодых людей, которые ходят в колледж. это наша тренированная рабочая сила. В основном, если вы не знаете, три четверти наших выпускников колледжа выходят из публичных школ, не из частных. Публичных. Мы обрубаем их. Во всех штатах их обрезают и отнимают деньги. Так что вы бы хотели, может быть, взять курс, но не можете, потому что вам нужны быстро деньги, вам нужно быстро начать работать, чтобы уплачивать кредиты. Что это за жизнь такая? Это необходимо так жить? Нет. Есть восемь стран в мире, которые сделают то же, что Германия. А вы почему разрешаете делать это в своей стране? Почему вы это допускаете? Оно нагружает вас долгом до конца вашей жизни и обещает наказать вас, если вы не выплатите вовремя? в Европе? такое невозможно сделать. Там улицы не стали бы вашими больше, если бы вы так сделали. Что происходит? Типа, вроде умные люди, американские люди, американский народ, сами себе обрезают и укорачивают образовательные программы. мои студенты, мои, видимо, те, кто готовится к сдаче, те, кто готовится стать докторами, не могут получить работу в качестве профессоров. Adjunct, который, я не знаю точнее, как переводится, в общем, это типа дешевое слово, которое позволяет человеку работать, в общем, которое дает очень тяжелую работу за очень маленькие деньги. Поэтому они этим и занимаются. У них нет времени читать книги, нет времени заниматься исследованиями, поэтому они бегают из одной школы в другую, в общем, пытаются зарабатывать на нескольких зарплатах. Они могли бы преподавать, быть профессорами, сейчас они не могут. Вы же вредите качеству образования, вы нагружаете молодых людей долгами, которые вызывают тревожность, не нужно быть доктором, чтобы это понимать, это плохо для нашего будущего, зачем мы это делаем? Потому что система кончена. я предлагаю вам критику систему, но я вам не нужен. Вы живете в этой дезинтеграции, в этом развале системы. Что сдерживает вас от того, чтобы найти эту критику? Вам, в общем, нужно нагонять последние 50 лет. Хочу рассказать вам, что случилось с марксизмом и его критикой капитализма за последние 50 лет. явно вы об этом не знаете. Откуда вам знать? Кто бы вам это рассказал? Вам бы самим все это нужно выяснять. Это можно сделать, но для этого нужно иметь силы, нужно уметь просить людей о помощи, нужно найти литературу. Одна из причин, я подозреваю, одна из причин, почему Питерсон, когда говорит об этом, то говорит о Сталине, который теперь уже 75 лет назад был. Наверное, потому что он не следил за всем, что произошло с тех пор, но марксизм не стоит на месте, как и все остальное не стоит. Вот как марксистская критика капитализма продолжалась 150-200 лет. Я немножко вас, так сказать, огорошу. Маркс пишет, что капитализм это предательство. Вот откуда я взял эту идею. Маркс любил слоганы французской и американской революции. Он любил вот эту свободу, равенство, братство, демократию, но примерно 50 лет после французской и американской революции он появился. Через 50 лет после основателей экономики Адама Смита и Рикарда. И он посмотрел на 50 лет, в общем, капитализм праздновал, и все праздновали, когда он только появился, но когда прошло 50 лет и, в общем, он устраивается, побеждает феодализм, в общем, братство и демократия мы не получили, нас предали. Это стало проектом Маркса. Говорит, не хотите читать обо всем том, как, в общем, капитализм предал и не дал нам ни свободы, ни равенства, ни братства. Есть быстрый способ, как можно срезать дорогу. Читайте Диккенса. Чарльза Диккенс он имел Диккенс описывал середину 19 века. Капитализм. Это шоу ужаса. Самые богатые люди на краю Лондона. помните мистера Макабра. Помните некоторых героев Нутон про Диккенса говорит. Эмиль Золя во Франции и Максим Горький или Джек Лондон здесь в Соединенных Штатах. В общем, вы получите ощущение, что такое был капитализм. Так что Маркс сказал, я не собираюсь документировать. Писатели делают это лучше, чем ученые. Он сказал, что трюк в том, чтобы выяснить, почему, что произошло. Он как данность взял, что цель революции американской и французской был честной. Они хотели, чтобы капитализм принес свободу, равенство, братство и демократию. Они верили в это. Они думали, что это так сработает. Так что Маркс сказал, это не сработало. Так что вопрос в том, почему. Это его проект. Что случилось, что помешало капитализму, достигнуть всего этого? Что это было? Что можно сделать на этот счет? Вот какие вопросы были. И опять же, вкратце, он нашел, и это его вклад. Вот что он выяснил. Ничего внешнего по отношению к капитализму не помешало капитализму принести нам свободу, равенству, братству и демократию. Это капитализм сам, как таковой, он является проблемой. Потому что в него встроены механизмы, которые предотвращают и мешают свободе, равенству, братству и демократии. Так что, если хотите, чтобы эти вещи у вас были, то вот лозунг, вам нужно избавиться от капитализма. Давайте, вы и сами это все знаете. Где-то в глубине вы всегда это все знаете. Каждые 20 лет в Соединенных Штатах у нас война с бедностью. Знаете, почему? Потому что мы проигрываем эти войны каждый раз. Бедность не уходит. Каждые 20 лет какой-то великий человек, как Майкл Харрингтон в 60-м году или кто там следующий был. Мы не можем это выиграть. Мы не можем решить проблему с расизмом, проблему с бедностью, проблему с неравенством. Сама система. И Маркс отвечает на вопрос «А что такое в системе? Что мешает?» И я дам вам очень короткий урок по этой теме. Следите за моей мыслью. Думаю, это того стоит. Вот анализ Маркса. Когда человек в капиталистической системе идет и находит себе работу, думаю, что, наверное, многие из вас это уже сделали, вы сидите напротив своего работодателя, объясняете, что вы будете делать, вам рассказывают, и потом подходите к сложному такому вопросу «Сколько мне будут платить?» И давайте для примера возьмем, что вам будут платить 200 долларов, 20 долларов в час. Вот на что вы договорились. Вот что указывает Маркс потом. Вы знаете это, но не хотите посмотреть на это прямо. Много таких вещей в мире, которых мы знаем, но не готовы взглянуть на это прямо, потому что будет много горя, переживания из-за этого. Работодатель никогда не заплатит вам 20 долларов в час, если только следующее предложение неправда. В каждый час, когда вы работаете на этого работодателя, за который он платит вам 20 долларов, вам нужно добавить больше, чем 20 долларов в стоимости, чем этот владелец продает, потому что иначе не было бы прибыли для него в этом. И теперь я укажу, что здесь Маркс имеет в виду. те из вас, кто смотрели в зеркало в хороший день и говорили себе, я никогда ни на кого не буду работать за сумму меньшую, чем я стою. Вы не понимаете систему. Вы никогда не получите эту сумму и никогда не получали. эта система не так работает. В общем, нужно прямо посмотреть на это. То есть, что вы никогда не получите, то столько вы стоите. Вам заплатят столько, чтобы вы смогли воспроизвести себя как работник. А работодатель в свои руки забирает все эти сверхсуммы, которые ваш труд, то, что вы прибавили сверх того, что он заплатил вам, он получает, поэтому он и занимается бизнесом. Он становится богаче, а вы нет. Остальное это все сказки. Это игра слов была, это fairy tales. Fairy tales дословно означает рассказ фии. И это, говорит, недобрые фии. Когда вы об этом задумаетесь, в общем, вы поймете, что это правда. Вот мы закончим на этом. Подумайте о рабстве. Мы все об этом, мы об этом можем подумать, особенно в нашей стране, потому что у нас был период в стране с рабством. При рабстве раб делает всю работу, и все, что он произвел, полностью забирается и владеется владельцем, мастером. Но рабовладелец возвращает рабу кое-что, а иначе раб не выживет до завтра и не сможет повторить все это. если подумать об этом, то раб производит и владелец его возвращает ему назад часть того, что он сделал, но оставляет себе все остальное. Маркс называл это прибавочным продуктом. По-моему, это не точный перевод, не прибавочный продукт, surplus. То есть surplus, он имеет в виду, это то, что прибавочный продукт минус из него то, что вернулось рабу назад. Вот, значит, феодализм. Лорд и крепостной. Те, кто не знает, три дня в неделю он работал на земле, которую ему дал лорд и оставлял себе продукт. Другие три дня работал на земле лорда, который оставлял все произведенное себе. А в седьмой день, как вы все знаете, он ходил в церковь, где ему объясняли, что это правильный способ жизни. Очень важно для церкви. Три дня в конце недели. Это и есть прибавочный продукт, где он производит больше, чем получает. Капиталисты, они думали, что они избавились от феодализма, отменив крепостничество. Но чего они не понимали? Печальная новость, которую я должен вам рассказать. Мы не избавились от дихотомии маленького числа, которые управляют рабами и забирают у них весь прибавочный продукт. Или маленькое количество лордов, которые управляют крепостными и забирают себе прибавочный продукт. Мы не избавились, только поменялась форма. Теперь у нас есть работодатели, которые отнимают прибавочный продукт у работников. Поэтому у нас не будет ни свободы, ни равенства, ни братства, ни демократии. Та перемена была недостаточно. Не так ли? Некоторое время это держалось, ну, так же, как и рабство и феодализм. 300 лет это неплохой пробег. Но, в общем, это закончилось все. Больше нельзя. Слишком большие противоречия наросли. Решение одной проблемы производит другую проблему, и неизвестно, что с ними делать. Огромная масса людей злится на прошлых лидеров, так что пытается избирать новых, чтобы хоть что-нибудь было поиначе. Везде где-то происходит, не только в Соединенных Штатах. Рабочий класс Британии, который пострадал сильнее в 2008 году, они решили в своих фантазиях, что если они отрежут себя от Европы, то это решит их проблемы. Но это суможествие. Англия теперь станет тем, чем она и была когда-то. Холодным, мокрым островом недалеко от Европы. Это не решит проблемы рабочего класса Британии. Они просто решили сделать хоть что-то, потому что были разозлины. Итальянцы только что проголосовали за безумное правительство. Что они делают? Они просто злятся. Они злятся. Американцы тоже злились, и поэтому проголосовали за мистера Трампа, потому что он был другой. Он говорит что-то там, но в общем он отличается. Он по крайней мере сказал, что он более другой, чем все остальные прочие. Если вам нужно выбирать между еще одним Бушем или еще одним Клинтоном, то вы голосуйте за мистера Трампа, потому что по крайней мере он не один из них. Чем он является, это другой вопрос. Но он симптом, как и Брексит, как и итальянское правительство и так далее. Закончу тем, что чтобы вы смогли подумать, в общем, дам вам что-то, чтобы вы думали об этом, как о неком решении. Представьте логика того, чего я вам рассказывал, и логика приводит к такой идее. Если демократия была была чем-то, что мы делали, как человеческая раса, в некоторый момент мы сказали королям и королевам и царям и императорам довольно, мы либо от вас избавляемся, буквально или в переносном смысле иногда, или решим какое-то решение, типа как в Британии, в общем, вы просто будете представлять, но не более того. Мы от них избавились. короли и королевы, им это не понравилось, они угрожали, что должен быть лидер, должен быть кто-то, кто отвечал бы за все, тот, кто взаимодействует с Богом, если у вас религиозное мышление. Невозможно иметь общество, в котором нет короля. Мы избавили нас от королей, и смотрите, что весь хаос, которым они нам угрожали, не произошел, не случилось. Потом была другая история. Видите, что я раньше уже говорил это, так что следите за историей. Еще одна история. Когда молодые люди становятся молодыми взрослыми, они начинают думать об супругах. Это важное решение, понимаете, с кем вы собираетесь жить, с кем у вас будут дети, и все такое. Это очень важное решение, так что очевидно, выбор супруги должен делаться родителями человека. Такие были правила. Даже есть сейчас страны, где такое правило и сейчас действует. Сама идея, что можно позволить 17 или 18 или 19 летнему молодому человеку самому выбирать, когда у них гормоны бесконтрольные и понимание жизни слишком не проработанное. В общем, цивилизация развалится на части. Я бы в скобках сказал, что в общем-то это и так и произошло. Так что цивилизация действительно развалилась, по крайней мере по этой части. В общем, если мы позволим все это делать детям, что они будут решать, с кем они будут жить. Большинство из вас, если бы родители вам сегодня позвонили и сказали с кем вы должны заключить брак, вы бы рассмеялись, а потом дали бы им лекцию. Я даже не хочу думать о том, какие слова вы бы при этом использовали. Это невозможно про это всерьез говорить, но мир не развалился. А теперь давайте про Маркса. Предположим, что в каждом предприятии, на каждом заводе, в каждом офисе, в каждом магазине все было реорганизовано, чтобы подумать об этом, чтобы это было демократической институцией. Каждый в магазине, на заводе один человек, один голос. Мы решаем, что производить, как производить, где производить и что делать с продуктом, который мы все помогли произвести. мы делаем это демократическим образом. Ух ты! Все проблемы капитализма, неравное развитие, неравенство, все это из-за меньшинства, которое заботится только о себе, а результат вы видите сами на себе. Теперь мы другие люди, мы изменили структуру, теперь короля нет, теперь они не нужны у нас ни на заводе, ни среди соседей в районе. Давайте поиграемся с этой мыслью под завершение. Давайте. Итак, вопрос стоит о том, что не закрыт ли нам фабрику в Сен-Ценате и не перенести ли ее в Китай? Капиталистический совет директоров скажет, ух ты! Нам можно платить китайцам намного меньше, чем мы платим американцам. Это так и есть. И мы сделаем намного больше прибыли, если переедем в Шанхай. Между прочим, тысячи компаний так и сделали. А теперь представьте, что у рабочих есть демократические голосования. Как вы думаете, они бы проголосовали за исчезновение своей работы? Нет, этого не случилось никогда. Хотите решить проблему уезжающих фабрик? Я только что решил. Другой пример. Как вы решаете зарплаты, которые получают люди? Предположим, у вас демократическое решение. Вы думаете, что вы дадите одному человеку, не знаю, там, Джеффри Бизнесу миллиарды, а всем остальным не хватает денег заплатить за колледж ребенку? Так было бы не случилось при демократическом решении. Некоторые получают больше, некоторые меньше, в зависимости от работы, которые они делают и образования. Но вы не будете делать так, как мы сейчас делаем в нашей стране. Не правда ли? Вот другой пример. Новая технология, которая загрязняет воздух. Если вы богатый корпоративный директор, то вы живете очень далеко, за забором, и у вас в подвале есть аппараты для чистки воздуха. Вам все равно. Конечно, вы будете им пользоваться этой технологией, потому что больше прибыли. А рабочие, они живут там, у них там мужья, жены, дети, они не будут этого делать. Хотите победить проблему с загрязнением окружающей среды, вот вам решение. А вот теперь лучший момент. Прибыль в конце года, как мы будем решать? Я расскажу вам розничную историю. Вы все были, да, на вечеринке под Рождество, все работают на этом, в этом месте. Вот там босс такой на трясущихся руках, пьяный, наговорил плохих вещей женщинам. Мы все это и так принимаем всегда. В общем, он стоит под крылом ракеты, пластической ракеты, потому что дешевая компания, и он произносит речь. Спасибо вам всем за работу, которую вы проделали в этом году, помогли сделать этот год успешным, вы идете домой, а дальше он и совет директоров будет решать, что делать, что делать с тем, за производство чего он вас всех только что поблагодарил. при демократическом способе вы бы решали, что делать с тем, что мы все произвели. Да, компания может делать ошибки, но тогда мы отвечали за все эти ошибки и исправляли их тоже. Последняя вещь, обещаю, что последняя. В общем, дихотомию наниматель и работник мы разрешили, владелец и раб, лорд и крестьянин. Теперь мы демократизировали производство и так мы принесем равенство, братство, свободу и все остальное. Но не хочу, чтобы вы думали об этом как о чем-то недосягаемом, как о журавле в небе. Это уже существует во всем мире. И если вы не знаете об этом, то это говорит о вашем образовании. Самый успешный пример это нечто называемое Мондрагон корпорация в Испании. Мондрагон образовалась 60 лет назад в 1956 году. Католический священник в маленьком городе на севере Испании говорит своим прихожанам, если мы будем ждать пока сюда придут люди и дадут нам работу, то мы все умрем от старости. Так что единственный способ дать нам всем работу, если мы сами станем своими нанимателями. Так что католический священник по имени Ариз Менди, отец Ариз Менди организовал кооператив с шестью работниками. Перемотка на сегодняшний день. Мондрагон корпорация это корпорация, состоящая из 250 кооперативов рабочих. Они все работают. Все решается демократически. Это седьмая по размеру корпорация в Испании. У нее 100 тысяч работников. Они управляют собой как кооперативом и занимаются этим уже десятилетиями. Они настолько успешны, что у них собственный университет, Мондрагон университет, где они курсы преподают, как открыть кооператив, как управлять кооперативом. Можно пойти и получить образование по этой сфере. Ваши лица говорят о том, что вы не знаете об этом. Хотел бы я записать и показать вам ваши же лица. Вот что, например, что они сделали. Пара вещей. Раз в год происходит собрание работников, где они оценивают своих супервизоров. И затем работники голосуют. Если работникам нравится супервизор, то супервизор остается на работе. А если нет, то их больше нет. Супервизоры не нанимают работников. Все наоборот. Попробуйте представить себе это. Кто-то из вас улыбается с такой злой улыбкой от удовольствия. И так и надо делать. Вот еще одно решение, которое они принимают. Самый высокооплачиваемый работник не может получить в 8 раз больше, чем самый низкий зарабатывающий. Детей к вас-то не знает, что в США в крупных корпорациях глава корпорации получает примерно в 300 раз больше, чем самый низкозарабатывающий работник. У этих ограничено 8 раз. хотите разбираться с неравенством, они уже это сделали. Они сжали вот это неравенство, и оно теперь намного меньше. Никто не смеет связываться с корпорацией Мандрагон. Неважно, кто заседает в правительстве в Мадриде. Они слишком мощные. Людям они нравятся, и никто не смеет. Вот еще один пример. Вы знаете об Италии? Знаете кто-нибудь про Италию? Есть регион в Италии, который называется Эмилия Романия. Один из регионов Италии. В этой части Италии 40% всех бизнесов это кооперативы. Это самый кооперативный сектор. И это уже много десятилетий. Так что не думайте, что кооперативы работников это какая-то невозможная птица в небе. Это никогда не сработает. Это работает. Не путайте то, что вы не знаете об этом и невозможность существования. Это было бы большой ошибкой. Джереми Корбин, имя, которое вам стоит запомнить, глава лейбористской партии в Британии. Сейчас опросы говорят, что он будет следующим премьер-министром, если бы были выборы. Лейбористская партия это как у нас демократы примерно, но чуть-чуть левее. его партия имеет следующую программу, которую они приняли. Если изберут лейбористскую партию, то они немедленно примут следующий закон. Каждый бизнес, каждый бизнес в Англии может продолжать жить, кроме случая, когда этот бизнес решает закрыться, или если этот бизнес решает продать себя другому бизнесу, или если этот бизнес решает покинуть Британию и переехать куда-то другое место, или если этот бизнес решит стать публичной компанией и выпустить акции на биржу. Любое из этих четырех базовых бизнес-решений, закон потребует от них, чтобы дать право первого отказа собственным работникам, чтобы они могли выкупить это предприятие у владельцев и преобразовать его в кооператив рабочих. И когда скептики, которых, конечно, возглавляет бизнес-сообщество, все скривились и сказали, а где работники возьмут деньги, чтобы выкупить это предприятие, мистер Корбин улыбнулся и сказал, правительство даст им в долг. Хотите создать кооператив из работников или целый сектор, вот как это делается. Вам не нужно волноваться об этом. Они уже это делают, британцы уже делают это. Знаете почему? Потому что они хотят, чтобы их народ, какая мысль, чтобы у людей было демократическое право голоса на то, какой тип экономики они хотят. Если они хотят, чтобы осталась капиталистическая иерархическая система с небольшой верхушкой, которая делает решение для всех, хотите это или вы хотите демократическое рабочее место, но они знают, что единственный способ, каким люди могут принять такое решение, это нужно видеть, им нужно видеть, как это выглядит, на что это похоже. Что такое демократическое управление, то есть это должно быть кругом вокруг нас. Нужно иметь возможность устроиться в такое место, нужно иметь возможность поговорить с людьми, которые работают в таком месте, и они построят сектор, чтобы их люди могли иметь демократические решения о том, что делать. Мы ничего не делаем в этой стране. Они планируют на то, что будет после падения капитализма, какие проблемы это вызовет. Они уже работают над этим. мы живем в стране, которая притворяется, что не о чем думать вообще. Если вы нашли даже маленькую часть моей лекции за последний час интересной, то спасибо надо сказать не мне, я просто рассказываю вам то, что марксизм может вам дать, чему вас обучить. Всем, кто пришел, добро пожаловать. Ну что, пока народу мало, если кто-то созрел, то, в общем, берите слово. Я так понимаю, в общем, видео само себе объясняющее, и, в общем-то, мне показалось, что господин Вольф про другой марксизм говорил, не про тот марксизм, про который говорит обычно господин Питерсон. Так что, я думаю, критика была не совсем по адресу. Я думаю, что Питерсон про другой марксизм имел в виду. Он, правда, именно вот этот марксизм, вот эти вот мальчики в юбочках, которые вначале там были, про такой марксизм. Ну что, есть какие-нибудь мысли? Да, особо мысли пока нету. Извините, я там без руки выступаю, но я думаю, пока это допустимо. Ну, пока нас двое, да, я думаю, что в общем все спокойно. Да, собственно, пока здесь нас мало, я хотел это немножко офф-топ, конечно. Хотел высказаться по поводу сегодняшнего стрима, я там тоже присутствовал с ов-вэй. Ну, давайте только если в качестве разгона, это, конечно, действительно офф-топик, может, это как-нибудь касается, нет? Или никак не касается? Ну, вы знаете, Сергей, это может быть отчасти и касается, потому как мы здесь собрались, потому что мы знаем, почему мы здесь собрались, да, у нас есть ведь и красные ветки МД, и они, возможно, видят решение как раз в том, чтобы как-то реконструировать экономическую формацию, чтобы исчезала вот эта вот капитализм, и как некоторые, ну, сами понимаете, кто говорят, вагинокапитализм, вот, может, здесь есть какая-то некая связь действительно, и может быть, они что-то нащупали в этом, вот, ну, тот же самый Семислов, или вот Паша Хохловский, по-моему, они тоже там что-то красное говорят, а, ну, циничный теоретик тоже, их как бы много, их, ну, как бы, ну, не может не быть какого-то рационального зерна, учитывая, что они как бы появляются, вот. Ну, что-то, наверное, здесь определенно есть, единственное, что я могу сказать, что, ну, я сам, сейчас, да, кстати, когда я, наверное, работал в своей первой работе, когда мне было 14 лет, я зарабатывал на свой первый компьютер, который назывался радио 86 РК, я работал на заводе, таком вот типичном машиностроительном заводе, серии, который производит станки средней дальности, вот, ну, там, в цехах, где ничего особенного тогда не было уже, в общем, поэтому они без проблем взяли 14-летнего сотрудника, и я что-то не помню, чтобы там работники участвовали, что они голосовали, кроме как на каких-то партийных собраниях, там, не знаю, что они там занимались, но у меня не было, у меня, в общем, никого не было, у нас не было членов партии, в семье, да, поэтому, когда он рассказывает про корпорации, какие-то там в Италии, кооператива, где один работник, один голос, я думаю, что мои родители всю жизнь проработали, в общем-то, там, до пенсии практически дожили при Советском Союзе, и они такого права голоса не имели, ни про что, что выпускалось там, ни что с этим делать, никого нанимать, никого уволить, там, ну, что-то, что вот можно было реально сделать, да ничего, поэтому, я просто к тому, что какое значение в этом контексте имеет слово красный, красный это какой, вот то, что он сейчас описал про кооператив, который сам себя нанимает, да, там, это, что в нем, то есть, ну, короче, нужно определиться, что такое красный, просто есть и равенство между красным и социалистическим. А вот да, это, видимо, разные социализмы какие-то некие, потому что, ну, ну, я, ну, я не жил при социализме, да, там, не жил при Советском Союзе, я родился в 91-м году, я такой молодой, сопливый, вот, но, насколько я могу судить по рассказам, Сергей, то есть, можно, можно, важный момент уточню, кто-то написал, что в светлом интернете нет ссылки, а как это, сайт-то один, что, серьезно нет ссылки, что ли, народ из-за этого не может войти, вообще, надо просто обновить страницу, и так, если на всякий случай, сейчас, момент, я сам проверю, что я с ума сошел, что ли, а то, может, поэтому у народа и проблемы, как попасть, нет, вроде тут ссылка, 7700, ведет она на митинг, нет, все, нет, есть, там просто рефреш, надо сделать, и все, так что, все там вроде, фу-фу-фу, ладно, так, ну, заканчивайте мысль, а потом у нас уже тут есть поднятая рука. Да-да-да, я вижу, что руки появились, и все пришли завсегдаты, вот, я так понимаю, что я просто, ну, я не жил, как бы, при этом, да, я, повторюсь, для ясности, но я так могу судить по, как бы, по рассказам, по информации, что, на самом деле, мы не имели, собственно говоря, опыта, жизни, при всех вот этих вот идеях, которые здесь Вольф рассказывает. Марксизм, и как бы он сказал, что их много. И, возможно, каждая страна там создает себе какую-то одну, более или менее извращенную форму, и потом с ней мучается. Особенно учитывая, что большая часть капиталистические, они пытаются какие-то марксистские, социалистические идеи внедрять. Ну, как мы знаем, вот эти пенсии и все вот это на свете, это вот именно такие идеи. То есть придется для начала определяться, с какими марксизмами, собственно, мы сталкивались, и к чему приводит данное какое-то конкретное их ответвление. Может быть, действительно не все так плохо, и нужно как-то уравновешивать. Вот мы же знаем, скандинавские страны там, где развитый социальный сектор. Вот, ну, вроде еще пока живут. Сомнительно, конечно. Мне кажется, все-таки, опять же, развитый социальный сектор и социализм, это все-таки разные вещи, да? Это там не одно и то же. Короче, я к тому, что я не против, что там, допустим, человек называет себя, не знаю, красным. Но тут нужно понять, что конкретно он предлагает. То есть какое конкретное решение для наших проблем? То есть что именно? Потому что когда он не придет к конкретным вопросам, например, не знаю, восстановление советов, допустим, как они были, советы. Я не особо верю в это, потому что, ну, собственно, мы жили при них. Чего это как бы принесло с собой, не знаю. Вот отправить бы делегацию от нашей КПРФ и поучиться в университете Мандрагона, этого там Мандрагора, вот это было бы интересно. И не только их, наверное, из разных. Вот это было бы любопытно. Кто такое сделает? Так, ладно, тогда, раз ваш народ уже подошел, тогда давайте обычный порядок, в общем, с подниманием рук. Вот микрофон пока, поскольку у нас хулиганов нет, микрофон пока всем еще у всех включены, так что сами все. Сергей, наверное, тогда прошу, начинайте. Вечер добрый, друзья, рад всех слышать. Хочу поблагодарить Сергея за несколько возможностей, за несколько часов в субботу, которые он провел для того, чтобы мы слегка просветились и потратили время не зря. Сегодняшний дневной стрим, ну, честно говоря, в моем понимании, я, конечно, ждал какого-то экшена. Его не сложилось, и не повинит Сергея, потому что бойцы оказались не бойцами. Ну, да бог бы, с ним мы не для того сегодня собрались. По поводу лекций. Надо сказать, что, опять-таки, выступлю с точки зрения хейтера и пессимиста. Я, честно говоря, вот первый раз увидел этого профессора, первый раз услышал лекцию. Я прямо ожидал чего-то феерического. Объясню почему. Я, в общем, тоже не являюсь человеком, который в восторге от капитализма. Я знаю все его прелести, плюсы и минусы. Я тоже считаю, что капитализм, в общем, безусловно, направлен на эксплуатацию, на извлечение прибыли и всего остального. Тут я с Марксом согласен. Причем, при этом, я не являюсь человеком, который готов хаять социализм и Советский Союз. Я при нем пожил, и я могу сказать, что такие вещи, как рашка, говняшка и все остальное, это бред сивой кобылы для людей необразованных, которым, в принципе, тоже забивают мозги. В социализме, именно в Советском Союзе, в том социализме, какой он был, было масса прелестных вещей, таких, как и образование, и медицина, и равенство, и возможности. Из деревни можно было поступить в МГУ, можно было закончить школу, можно было получить квартиру. Во многом, проблему в нашем мужском мире мы имеем, потому что тот социализм кончился, и наши женщины обрели экономическую свободу, и возможность приватизировать результаты этой свободы. То есть, собственность приобрела такую мобильность. Если раньше получил, прописался и привет, и сулись годами, да, то теперь теоретически можно и приватизировать, и поделить на доли, и выкупить, продать, и заложить. То есть, я на самом деле не специалист, не в капитализме и не в социализме. И я прямо ожидал, честно говоря, откровения, ответа на какие-то вопросы в сегодняшней лекции. Я, безусловно, благодарен Сергею за то, что он перевел нам эту лекцию, мы имели такую возможность посмотреть, но лично для себя я не нашел ответов. Попробую объяснить, почему. Ну, во-первых, полтора часа лекции нам рассказывали по классической, абсолютно по классической схеме манипуляций, именно такой манипулятивной такой схеме, о том, что то, что вы знаете плохого о социализме, это не социализм. Это Сталин, это было давно, и, в общем, это не то. Окей. Все радостно, довольны, поняли, что то, что раньше называли социализмом, это не социализм и не марксизм. Окей, поверили, поехали дальше. Потом начинаются манипуляции на тему, а вот, знаете, у Джеффа Безоса ведь 20 миллионов день капает, а вы-то, бедлюки-то, вообще-то и ничего не имеете. А он ничего не делает, зарабатывает 20 миллионов. И внутри у нас у всех взыграло чувство справедливости. Как так? За что? Ему такие бабки, а мы такие добрые, хорошие, достойные счастья и не имеем 20 евро. Окей, тоже понятная манипуляция. Дальше начинается игра фактами. Я, честно сказать, просушил на ходу, но вот из самого яркого, это пример с Детройтом, когда нам заявляют, посмотрите, что капиталисты сделали с Детройтом от 10-миллионного города, от лидера автомобильной промышленности мира, где были самых три крупных корпорации, Chrysler, GM, и не, форт был не там, там было три корпорации, третью не помню, бог с ним. Осталось 600 тысяч, дома сожжены, и любой может забить Детройт сегодня в гугле и посмотреть, что действительно это постапокалипсис. Сожженные дома, разрушенные церкви. Да, это так, но он должен был бы упомянуть, что это сделали не капиталисты. Капиталисты построили Детройт, куда пришли социалисты, настоящие леваки, такие крайние лидеры профсоюзов, которые потребовали, простите меня, начать делиться, принимать по квоту на работу всяких разных темнокожих, необразованных. Я говорю, это не как расисты, просто любой желающий может почитать, как разваливался, как пришел к такому постапокалипсису Детройт, и во что он превратился. То есть получается прекрасная схема, вроде как звучит как хорошо. Был прекрасный город, были корпорации, зарабатывали деньги, люди сюда текли рекой, ба-бах, и капиталисты развалили. Нет-нет, друзья, это не капиталисты развалили, капиталисты его создали. Вот леваки его развалили. То есть, ну вот прям вот, как феминистки, честное слово, на белое-черное, на черное-белое, они борются за борьбу с семейным насилием, при этом, приводя нам в пример, что мужчины угнетатели, но если заглянуть в проблему, то оказывается, что угнетатели женщины. Но они именно заявляют громко и уверенно, что угнетатели именно мужчин, и поэтому вы должны с этим согласиться. Вот именно точно такой же пример. Я вообще не буду говорить про аудиторию, в которой все это произносилось. Там сидят абсолютно зомбированные, бесполые, без мозгов, молодые люди, учащиеся в университетах, сытые и довольные, которые потеряли уже, в принципе, все ориентиры. Им рассказывают о том, что мир несправедлив, и вы имеете право на счастье, на кусок от этого пирога. Ну и когда он начал рассказывать про семью, про то, что это же смешно, послушайте, раньше родители решали, а вот теперь вот каждый из вас сам. И в зале сидят примеры, каждого из вас сам решения, к чему это пришло. Мальчики с бантиками, с фиолетовыми волосами, непонятной ориентацией девочки. Ну вот, понимаете, да, это тот самый случай, когда вот прям на ваших глазах переворачивают доску, да, с шахматами, и вдруг вы, вам вроде все понятно, и ба-бах, и вдруг вы оказались проигравшим. Ну то есть, вот как бы вот классика жанра, да, вот про то, как надо разводить лохов, да, когда он абсолютно уверен, что под одним из этих трех стаканов лежит, простите, наперсков лежит шарик, да, скатанный с каучу, когда открывают, а там пусто, вот чистой воды. Кручу-верчу, наебать хочу. Вот прям вот классик, вот дед работает как нижний, прям в чистую. Значит, дальше тоже про Трампа, потрясающий пример, да, нам рассказывает о том, какой страшный Трамп, как это все ужасно, какие капиталисты плохие. Послушайте, Трамп это единственный, который за последние 20 лет пытался принудить американские корпорации работать на американской земле, чтобы там работали американцы. Пришел настоящий борец и боец за счастье простого народа Джо Байдена, и что мы видим? С Китаем сразу все сделки разрулили, да, Huawei уже опять-таки стоит на пороге того, что пустят Google, опять бизнесы пошли все в страны, где рабочая сила дешевле. Ой-ой-ой, Трамп такой плохой. А почему он пытался сделать то, что сейчас хотят сделать социалисты? Опять нам просто на глазах привернули доску, да, и мы даже этого не заметили. Понимаете? И вот таких вещей, да, а потом в конце, да, сейчас я вас научу, вот сейчас я вас научу. Я думаю, ну вот, дед, ну вот скажи вот прям вот, вот прям зацепи за живое, вот скажи вот именно вот всю соль, да, вот в чем вот именно вот именно марксизм, у нас придет светлое будущее. Мандрагон. Испания. Мама миа, может быть, в этом мандрагоне и поддельны как-то акции, и поддельны как-то голоса, да? Ну, мне кажется, пример, ну, более чем притянутый за уши. Я не специалист, я не экономист, я не могу судить, я просто как бы, так вот прикидываю, да, одна из худших и самая грабительская страховая компания в Испании, это Сигурус, да, которая принадлежит мандрагону. Уж простите меня, как она шкурит. Каха, Мурсия и Каха, там, остальные банки, это тоже мандрагон. Послушайте меня, так как они втюхивают ипотеки и все остальное, и как они веселяют людей, это тоже как здрасте, да, там, какой нафиг социализм? Там такими же кровавыми, капиталистическими зубами, ногтями вырывают из людей денежку, зарабатывают. Может быть, они там делят по-другому, может быть, там у них другая обертка, может, там называется по-другому, там как-то, я не знаю, там, кооператив, может быть, мы там все участвуем в голосовании, еще что-то, может быть. Я не специалист, я не вдавался в эти подробности, я просто вот слету вот как бы вот на своем личном житейском опыте, и я понимаю, что это не социализм, это ни одним местом вообще не про заботу о населениях. Хорошо работают, допустим, в этом Мандрагоне сто тысяч человек, это при том, что это у Мандрагона, насколько я вот сейчас прямо на вскидку открываю Google, да, и смотрю, у них в Мексике заводы, еще где-то заводы, да, они также покупают дешевую рабочую силу на периферии, все то же самое, но только вот сто тысяч каких-то вот держателей вот этих голосов, да, грубо говоря, имеют возможность участвовать. Слушайте, ну в свое время так Яндекс своим работникам раздал свои акции, да, и когда-то они стоили копейки, теперь люди, получившие 20-30 акций Яндекса, ну что, в Яндексе настал социализм, или может быть в Москве настал социализм. К чему я все это говорю? Я понимаю, что капитализм, это, наверное, не есть хорошо, это действительно жесткая система, где надо выживать. Социализм и марксизм, это, наверное, не есть плохо, потому что там есть масса вещей, которые действительно людям нужны, которые люди сплачивают. Я до сих пор, как бы это сейчас для кого-то смешно не звучало, но я до сих пор с радостью вспоминаю звездочки, пионерские отряды, сиденья у костра, пение песен. Я помню, что мы верили в дружбу, я помню о том, что у нас как-то, ну, в общем, в душе у нас было чище и светлее. Мы с 4-5 лет гуляли во дворе, можно было постучаться к соседке и попросить хлеба с маслом с первого этажа. И вот эта бабушка, соседка, которая все же заработала дворником, она открывала нам, пацана, мазала хлеб и давала банку воды трехлитровой на всех. Мы шли гонять в футбол. Она нам вообще не то, она у нас работала дворником, бабушка Маша, понимаете? И все это было именно потому, что мы были относительно равны, мы жили в относительно здоровом, доверительном обществе. Наши школы со всеми минусами и плюсами, но они давали нам возможность поступать в институты, общаться, еще что-то. То есть я к чему? Я к тому, что, кстати, все эти разговоры о социализме или о социальном капитализме в Швеции, Финляндии и во всех остальных странах, друзья, поживите там, потом делайте выводы. Поверьте мне, то, что рассказывают нам, это не есть то, что есть на самом деле там. Для того, чтобы понять, что там за кордоном не молочные реки, кисельные берега, там надо пожить и не туристам, и не две недели, даже не полгода, и даже не нелегалам, там надо поработать, имея документы, ну и хотя бы там, ну не третьим сортом, нелегалам, а вторым сортом, легалам, ну хотя бы не гражданином лет 5 или 7. Тогда, в общем, возникает понятие, что, ну, похоже, здесь тоже не социальный рай. Я, конечно, понимаю, что я говорю очень сумбурно и путанно, извиняюсь, пытался донести свои мысли. В общем, я о том, что, прекрасная лекция о том, как дуть людям в уши, рассказывать про то, как может быть офигенно, при этом не сказать ничего, несколько раз перевернуть доску, и по большому счету, я считаю, что тот капитализм, который мы сейчас видим, это больной капитализм, он, безусловно, нуждается в лечении. Тот социализм, который мы помним, то больной социализм, который нуждался в лечении. И не факт, что нельзя было тот социализм не переводить в состояние вот этого нынешнего дикого капитализма. То есть я не за то, что надо было разваливать союз, крушить социализм и все остальное. Нет, я не за то. По мне так, наверное, может быть, китайский путь лучше, да, судя по тому, куда они ушли и как они движутся потихонечку волной по всему миру. В общем, я к тому, что дедушка Вольф тоже отнюдь не выдал нам рецепта и даже близко не подсказал решение, потому что, в общем, дедок-то играл крапленными картами. Он обычный бизнесмен только от левого фронта. К сожалению, к сожалению, да, я хотел в этой лекции услышать какие-то подтверждения своей симпатии именно социалистической, какой-то справедливой системе, да, социальной, может быть, системе, может быть, не социалистической и, может быть, не марктистской, но социальной, да, где такому раю, где люди живут, ну, в относительном, скажем, равенстве возможности. Не в равенстве, нет, потому что слово равенство меня вообще травмирует, потому что это прям вот чистая вода на перстке, да. Свобода, равенство, братство, это вот прям вот разводи лоха. Это из сказки про Буратину, да. Так что, в общем, В общем, дед Вольф этих секретов не дал, а еще больше убедил меня в том, что леваки-то и из этой идеи сделают крапленую карту и будут просто надувать народ. Я думаю, что найдутся люди, помнее меня, здесь и вообще, которые понимают в этом гораздо больше и которые смогут действительно, не имея профессорских званий американских университетов, объяснить и, как бы, может быть, ну, лично для меня подсказать какой-то свет в конце тоннеля. Потому что я для себя понимаю, что капитализм болен и социализм тот, который был, тоже был нездоров. И, в общем, я для себя решения этих вопросов не вижу. С удовольствием вы слышите чужие мнения. Благодарю. Спасибо. Спасибо. Ну, справедливости ради, я про Трампа-то, он там по-другому сказал. Он сказал, что люди готовы были, типа, как в Британии он сказал про Brexit, типа, что вот не потому, что это было хорошее решение, потому что люди разозлились и хотели сделать хоть что-нибудь. И даже не было никакой логической связи, и к решению это тоже вряд ли приведет. А Трамп, типа, что проголосовали тоже на основе гнева, то есть, как это называется, протестное голосование. Типа, что они не хотели ни еще одного Буша, условно, ни еще одного Клинтона. И вот, как бы, третьим другим стал Трамп, и поэтому про него проголосовали. Он ему в минус поставил только, типа, торговые войны, эти трейдворс, которые, я, честно, даже не знаю, что до конца на этом стоит. Я слышал какие-то обрывки, но, в общем, экономическую часть не готов. Я говорю, я даже не все термины знал, которыми он пользовался. Вот то, что он назвал этот сюрплюс, по-моему, это, в общем, неприбавочный продукт, на самом деле, имеется в виду. Это какой-то свой термин. А так он сказал, типа, что именно представит из себя Трамп, типа, это, говорит, отдельная тема. То есть, что он в итоге наделал, отдельная тема. Ну, он, типа, почему люди голосуют так? Вот его была мысль. Я, в общем, совершенно не двигал этот, и сейчас не двигаю эту лекцию, как решение. Типа, вот есть решение, которым можно починить все проблемы капитализма и нашего капитализма, западного капитализма, европейского. Нет, абсолютно. Скорее, я это рассматриваю как, ну, скажем, любопытные поинты у него были. То есть, поинты, которые, ну, просто нужно иметь где-то в голове. Когда люди рассуждают там, что к чему приведет, то, в общем, есть и исторические примеры, на которые можно ссылаться, что к чему привело. Хотя не всегда, конечно, можно проследить причинно-следственную связь. Это отдельная проблема. Тут надо все-таки, как бы, строже работать. Вот, но действительно, там аудитория такая была своеобразная, что, может, она и не требовала большего. Если бы он выступал, не знаю, там, на каком-нибудь экономическом факультете где-нибудь там, в Плехановке, там, где-нибудь еще. Ну, наверное, ему бы другие вопросы задали. Ну, а так, типа, в общем, получилось то, что получилось. Так что просто, это как, ну, любопытные поинты, которые, скажем так, мы, когда вот, ну, мы сейчас как моносферу имею в виду, когда сталкиваемся с людьми, которые выдают себя за марксистов, подразумевая за этим культурных марксистов, как они говорят. Не в смысле, что они повышенной культурности, а в смысле, что они cultural марксистs. То вот мы их только так себе представляем, то есть мы сразу представляем какую-нибудь, там, одержимую феминистку. А тут человек, который, ну, по-другому говорит о марксизме, да, то есть такого, я, например, сейчас спросите, а кто второй такую лекцию говорил? Я не знаю. То есть если есть такие люди, было бы любопытно их тоже послушать. Ну, так что, а вот пообщаться бы с кем-нибудь, кто является сотрудником этой вот корпорации Мандрагор какой-нибудь там, это было бы любопытно, но у меня нет такого, в общем, способа. Михаил, прошу. Так, включил звук. Здравствуйте. Добрый вечер. Да, я слушался в 2 часа, а, ну, в 2.30 она началась, это стрим на OneWay. Сейчас послушал перевод. Собственно, лекция мне понравилась, я ее посмотрел днем с субтитрами, в принципе, я более-менее все понял. Вот, но, конечно, с переводом еще более приятно было слушать русским. Вот, в принципе, мне понравилось, как он Ричард Фульс объясняет. То есть он реально как бы выдается в историю всего вопроса, как бы объясняет, как бы, откуда что идет, какие были как бы исправления, попытки исправления данной системы, да. То есть он говорит, вот был, грубо говоря, после революции, как бы, обещали заодно свергнутое рыбоводение, ну, условно, и феодализм, да. Когда, как бы, прошло 50 лет, Маркс, как бы, в это время жил, и он, как бы, задал определенные вопросы, что, собственно говоря, обещали одно, а получили немного другое. Вот, потом он говорит, вот, пытались после кризиса 30-х, да, Великой депрессии, как бы, Рузвельт поговорил с, грубо говоря, с определенными бизнесменами в Америке, и, как бы, обложил на их налогами корпорации и богатых, и, как бы, за счет этого до, как бы, вступления во Вторую мировую войну США, как бы, каким-то образом прикрыл, как бы, самые обнищения населения, самые бедные слои. Он, правда, уточнил белые, белые, ну, как бы, белых, ну, практически работали, как бы, мужчины, да, белые. То есть, про черных он сказал, что им, видимо, эти 15 миллионов рабочих мест, которые государство наняло, не досталось. Не знаю, уж пособия по безработице платили, не платили, и пенсионное обеспечение. Тоже интересный, конечно, вопрос. Но основные, как бы, все он с темы поднял, да, то есть претензии, что равенство, ну, как бы, очень большое неравенство. Не, ну, понятно, что, как бы, Джефф Безос, это, как бы, экстремистан, но даже в тех же корпорациях, как он говорит, что СИО получает, да, там, в 300 раз больше, чем, там, самый низкооплачиваемый сотрудник, ну, как бы, намекает. Я думаю, вот в СССР, как бы, тоже максимальное неравенство, там, составляло, по-моему, что-то порядка трех буквально, да, то есть, ну, не считая, там, каких-нибудь ленинских премий и нематериальных, там, каких-то, может быть, плюшек, вот. Ну, честно говоря, в СССР-то все компенсировалось. Ну, там, да, был дефицит, доступ к березкам, там, понятно, все. Да, дело даже не в березках, а этот, вот, монолог Райкин, когда он в самолете, там, записан. Ну, это понятно, что связь. Ты меня уважаешь, я тебя уважаю, и мы с тобой, уважаемые люди. Кто сидит первый ряд, премьер, завсклад, товаровик, директор магазин, приходи, вот это все. Это же откуда было, и когда это еще чуть-чуть не на черную пленку, по-моему, записано. Да, это очень древние записи. Это понятно. Не, ну, Советский Союз – это отдельная тема, что он из себя представлял. Как бы, я имею в виду, что… Нет, я исключительно сейчас вспомянул к тому, что, если формально брать просто сам по себе оторванный признак, например, разницу в зарплатах между директором и самым низкооплачиваемым рабочим, и мы выясняем, что, например, разница вот в этой системе, максимальная разница составляет, не знаю, там, пять раз. И мы говорим, о, у них сократили неравенство. Мягко говоря, это очень узкий вопрос, на вопрос смотрят. Потому что есть другие компенсаторные механизмы, которые фактически какой-то у вас… Я не знаю, что это, какой-то капитализм какой-то псевдо-теневой или это федализм теневой, что это, как это вообще назвать, не знаю, этот строй. В общем, там могут быть другие факторы, которые такую разницу дадут, что вот эта разница в три раза в зарплатах, она вообще просто потеряется. Когда у вас, например, нет доступа просто к покупке товара. Ну, нет его. И этот доступ можно продать за большие деньги. Нет, я читал статью, что дефицит, то есть количество товаров на, грубо говоря, деньги, которые платили, постоянно в СССР все становилось меньше и меньше. К 90-м годам индекс скатился с 0,6, там чуть ли не к 0,1. То есть, грубо говоря, денег в 10 раз больше, чем товара. Вот, это отдельная тема, это надо отдельно собираться, обсуждать, что происходило с товарным дефицитом. Вот, нет, основные претензии понятно, да, то есть неравенство капитализм, как система, причем не то, что неравенство, а очень сильное неравенство, которое все больше и больше растет и углубляется, так сказать. Хотя, вроде бы, пытаются, да, там, прижучить, но это только временно. Я, честно говоря, посыл его понял следующим образом, вот про Безоса конкретно. Его посыл не в том, что давайте ограбим Безоса или давайте, там, он получает деньги ни за что, нет, вопрос совершенно, я понял, что, по крайней мере, я в этой лекции увидел другое, вот именно в этом вопросе. Я увидел, что он говорит, что если оставить как есть, то есть, что все происходит вот так, как происходит, то есть 160 миллиардов, и они прибавляются с 22 миллиона каждый день, можно было бы посчитать в час или в минуту, тоже было бы интересно. То есть у него примерно миллион час получается, да, где-то примерно, миллион долларов. Ну да. То есть, что это ведет, грубо говоря, к отравлению, скажем так, экономической окружающей среды для всех. То есть дело не в том, что давайте сделаем плохо Безосу. Нет, дело в том, что Безос, будучи просто хорошим бизнесменом и действуя по правилам капитализма, да, в рамках этой модели, но он, грубо говоря, разрушает. То есть он выступает чем-то вроде насоса, который засасывает из окружающей действительности деньги. Всасывает, да, то есть денег прибавляется во всем остальном мире, его становится меньше и меньше и меньше. У него эта вот прибавка этих там миллионов или миллиардов, она ничего не меняет для него. Его никак не поменяет свой уровень жизни. А для людей, у которых, например, там, ну, они балансируют на грани выживания, например, сейчас Сергей сказал, что там в зале сидят откормленные товарищи. У этих всех товарищей, как я понимаю, как раз они в одном из самых худших положений, потому что эти товарищи с крашенными волосами и бантиками, называющимися там двойным именем, мужским и женским, они не просто заплатили, взяли кредит на образование, они взяли кредит на одно из самых бесполезных образований, какое только можно получить сегодня в Америке. Они стали какими-нибудь вот, типа, как это называется, gender studies, да, там, скорее всего, или что-то родственное с ним. То есть то, что они там изучают, они потом никому не смогут продать. Ну, по крайней мере, только в какой-нибудь программе, там, какого-нибудь фонда, там, который вот, ну, не знаю, их не насилию нет, например, может, такого человека взять, и то он их всех не устроит все равно, ну, возьмут они в свое насилие, нет, пять, ну, десять, ну, сто, они не смогут взять курсы институтские, которые выпускают их с образованиями, диссертациями. Это бесполезные вещи, они потом просто не смогут вернуть свои деньги. Так что они одни из худших, у них одна из самых худших ситуаций, кроме тех, у кого, либо у них стипендия государственная, то есть они получили за особые успехи, получили государственное бюджетное место. Один вариант. Второй вариант – это дети богатых родителей, которые, что называется, могут себе позволить развлекаться, папа с мамой оплатили им образование, и они не берут никаких ни кредитов, ничего, им ничего не светит. А все остальные, я думаю, они будут, в конечном счете, на самых низкооплачиваемых должностях, там, побираться вот этими, там, писульками в газеты всякие, там, вот это вот, что они, блогерством, вот это вот, блогерство, да, выплатить ипотеку, будучи блогером, там, да. Ну, выплатят, наверное, человека три из каждых, там, тысячи, ну, да, они станут успешными блогерами. А остальные чем будут заниматься? Остальные будут, в итоге, там, курьерами пиццу доставлять. Так что, не знаю, в общем. Не, потом следующий посыл, да, как бы, что система капитализма порождает нестабильность, то есть, практически, постоянный кризис каждые 4-7 лет, как он, ну, в принципе, действительно, он там предсказывает, Дж.П. Морган предсказали, что в 2020-м будет кризис. Собственно говоря, я уже не знаю, как он связан, конечно, с эпидемией, с пандемией, но, в принципе, он и так, видимо, был бы, действительно, кризис определенный. Конечно, его теперь можно списать теперь. Ну, это понятно, да, да, его можно списать теперь на вирусы, все такое. Вот, ну, он бы, само, действительно, был просто циклический, в общем-то, вещь. И, как бы, еще посыл из демократии, да, то есть, ну, демократия, вещь вообще, как бы, очень странная. Как бы, вот, тот же Илон Маск, он за прямую демократию, например. Потому что у нас сейчас, в основном, это представительная демократия. В общем-то, современные технологии вполне себе позволяют прямую демократию. Большинство вопросов. Это буквально по-любому вопрос. Собственно, эксперимент по электронному голосованию уже, как бы, даже в России он проходил. Как бы, да, но, я сейчас повторю мысли, которые Постман много раз повторял, когда именно смеялся по поводу. Да, что человек, это, чтобы он, грубо говоря, чтобы он был действительно демократом, демократ, а не охлократ. Нет, как это называлось-то? Охлос, охлос, да, по-моему, был. Это противоположность демосу. Он же должен быть образованный человек. Он должен быть знающим человеком в политических делах, в экономических делах, даже в философии. То есть он должен быть высокообразованное лицо. Желательно еще какой-то собственности. То есть, грубо говоря, не просто человек, а человек, который, ну, хотя бы, не знаю, там, глава семьи. Хотя бы. То есть он не просто, как бы, себя способен воспроизводить, а он еще, как бы, вернее, не только себя обеспечивает, но еще и производит такое положение себя в будущее. То есть показывает некую континуум, да, что он способен себя воспроизводить. Так что тут сидит какой-нибудь, вот он сам говорил про эти комьюнити колледжи, что ему резают зарплату. И даже комьюнити колледжи у них заканчиваются далеко не все. И вот сидит такой человек, который, там, ни хрена, в общем, толком не знает, даже читать не умеет. И вот его спрашивает, вот как раз пост, например, приводит. Давайте у нас, там, 250 миллионов человек будут решать на голосовании каждый выходной. Типа, вести ли нам войска, не знаю, там, в Боснию. Ну, вот серьезно, серьезно, ну, как бы. Да нет, ну, это ладно. Нет, я уже в кооперативу, да, ну, тоже вроде как, как бы работники. Ну, извините, как учитывать голос? Все-таки один, там, может быть, высококвалифицированный, условно говоря, руководитель, да, практически, которого выбирают работники. Хорошо, там. Были же такие эксперименты даже, как бы, когда СССР распадался уже, ближе к концу, уже были попытки кооперативов и демократии, выбирали реально руководителей. Там просто начальника цеха выбирали. Я слышал от работников, вот. Не знаю, насколько это все было, конечно, адекватно. А, ну, и следующий, потом у него претензия, неравномерность развития регионов, получается, да. Ну, в данном случае это надо, как бы, уже всю планету брать, да, то есть, ну, в идеале, да, то есть, ну, как бы. Да хотя бы даже в стране тут фиксирует. Ну, даже в стране. Ну, вот пример, да, то есть, ну, вот возьмем Россию, да, понятно, да, вот у нас есть буквально несколько богатых мегаполисов, условно, да. Может быть, я не знаю, там еще Краснодарский край сейчас, куда реально, ну, видно, что прям народ идет, как бы, из других регионов. И, соответственно, у нас, получается, незаселенные и брошенные города, в основном, там, в Сибири и Восток, там, в Дальний Восток. Соответственно, это большая проблема, как бы, в том числе. Как бы, капитализм, ну, невыгодно, как бы, там нет инфраструктуры, как бы, надо сначала вложиться очень сильно, да, там, построить, например, я не знаю, там, дорогу, он, были проекты даже, еще не на Камчатку железную дорогу довезти, там, там, вообще через Берингов пролив построить в США железную дорогу. Лет 25 еще назад читал проекты, там, или какие-нибудь сверхскоростные магистрали, чтобы народ, допустим, мог каждый день, допустим, ну, как вот в Китае, да, сейчас они сделали же фактически офигенную сеть, больше 10 тысяч километров сейчас сверхскоростные железные дороги, то есть, у них очень быстро можно, то есть, жить, допустим, и как вот, ну, МЦД, да, допустим, сейчас построили в Москве, да, там, уже хотя бы, там, в радиусе 30 километров, хотя бы, достаточно, можно, как считай, метро, то есть, живет народ в Подмосковье, но работает в Москве, например, да, то есть, ну, чтобы, а так равномерно, как бы, все-таки, развивать все регионы, как в СССР, в принципе, и было в основном, то есть, производство, какие-то закладывались, там, по экономическим соображениям, да, там, рядом с месторождением сразу комплекс, да, там, вот эти энергетические комплексы делали, да, добывающие, там, где ГЭС, там, алюминиевый завод, там, где-нибудь бокситы, там, добываются, там, не знаю, ну, вот у Жак Фреско, да, там, проект Венера, там, и так далее, в принципе, он фактически Марк Сирже, правильно, насколько я понимаю, был, ну, у него были, как бы, футуристические, в самом деле, что уже искусственный интеллект сейчас достигнет таких величин, что можно все уравнения просчитать и оптимизировать, ну, это, хотя, на самом деле, мне кажется, достаточно далеко от реальности, слишком много переменных. Ну, в принципе, как бы, должна, в идеале, как бы, быть управление, ну, как бы, ресурсно-ориентированная экономика, не хитническая, вот, и, соответственно, даже если посмотреть, да, индекс счастья, да, там, есть такой планет, то есть, там, как бы, натуральные показатели должны быть, да, там, как бы, удовлетворенность с жизнью, там, продолжительность жизни, там, и экологический след, да, если взять, то есть, все должно быть как-то... В этом смысле капитализм, вот, допустим, тот же Китай, да, вот, вроде Китай-Китай, но он настолько, по-моему, сейчас экологию, в общем-то, не следит, что будут проблемы из-за этого, сейчас уже все вопят, уже, не знаю, 50 лет, как бы, что вот, мы уже превысили давно нагрузку, сейчас глобальное потепление, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я не знаю, очень сложно будет таким подходом, когда ресурсы, как бы, быстро добываем, ну, как бы, удобно добываемые заканчиваются, становятся еще хуже и хуже, потому что технологии не успевают все-таки за потребление ресурсов, явно невозобновляемых. Пока что-то, вот, не говорю, термоядерный синтез не освоили. Потому что, посыл такой у меня. Даже не знаю, что еще, ну, говорю, лекция хорошая. Что еще добавить, не знаю. Сергей? Ну, подумайте, можете еще раз рог потом поднять. Ну, все тогда, на этом пока все. Ладно, так, тогда, Илья, прошу. Раз-два, нет помех? Нет. Ага, я просто сегодня с телефона, поэтому, ну, вы мне сразу скажите, если вдруг что-то будет не так. Окей. Вот, я включу комп, перелогинюсь, и будет счастье. Вот, ну, у меня несколько, как бы, заметок по поводу того, что я услышал уже от выступающих, и несколько своих мыслей есть. В общем, очень порадовало уточнение человека, пожившего в Испании, об самой этой Испании, и об этом примере, приведенном, как бы, Вольфом, да. Это, мне кажется, прям такое шикарное, шикарный контр-аргумент. Да. Вот, ну, как вот уже говорил предыдущий спикер Михаил, меня напрягла вот эта вот странная, немножко непонятная мне идея, как вот поровну распределить фирму между неравными людьми, потому что, ну, как мы сами понимаем, люди там по способностям все разные, да. Вот, и, ну, блин, да вот для меня, например, было бы сложно думать, куда девать там мои памятники с ангелами, да, с какими-нибудь тоннами цветов, такие суперкрутые, дорогие. Я просто не знаю, как толкать людям. Вот. Даже более того я вам скажу, ну, так узко, да, специализировано. Я работаю с такими, как бы, заказами, которые, ну, не потянет, в принципе, обычный человек. Я себе сам бы не смог заказать такой память, какие я делаю. Вот. Понятно, что мой, как бы, труд, это вообще, как бы, фикция, да, там, ставить надгробие, ну, вообще не пойми, что, зачем. Вот. Ну, как бы, для меня это реализация, хоть какая-то работа с камнем. Вот. Хоть где-то. Но, тем не менее, если бы, вот, я, например, мог бы определять, какую продукцию нам производить, я бы голосовал бы, например, за свой тип продукции. И куда бы мы это все девали, если людям нужно проще и дешевле. Ну, вот это вот для меня непонятно. То есть, тут, как бы, ну, интересы разбегутся. Вот. Хотя, ну, таких людей там, как я, нам производства немного, и получалось бы, в принципе, то, что получается. Вот. Ну, опыт Китая, что нам говорит? А Китай, в принципе, довольно капитализированная страна, несмотря на то, что она заявляет, что там у них социализм. Там очень много капиталистических механизмов, и, ну, вот так это работает. Вот. И какие действовали механизмы, может быть, что было, чего не было. Ну, вот почему вот происходило вот то, о чем Сергей Стейн вот рассказывал. Может быть, это просто вот отголоски предыдущих, там, эпох, да, там, вот этого патриархата. Или это при социализме как-то, вот, я не знаю, была такая конструкция сознания у людей. Вот. Просто насчет демографии, вот, как вот недавно, ну, относительно недавно было в красных, да, там, у Сергея Махрова интересная тема, что, возможно, вот эти вот всплески, там, демографические, это отголоски, вот, старые эпохи. Вот. Не было ли вот этого вот поведения людей? Между прочим, можно вставлю, а то потом просто забуду. Одна из немногих вещей, вот я почти прослушал всю эту конференцию, которая была, Всероссийский съезд отцов. И нового для себя я там практически ничего не услышал, потому что, ну, там, в общем-то, повторяется одно и то же. Но о каком-то докладе, сейчас я слету не вспомню в чьем, но точно это прозвучало, некто говорил за демографию и сказал, что, сослался на исследование, называл там имена, я даже настолько мне это заёкнуло, что я думаю, надо искать, кто это, надо гуглить. Может быть, это исследование есть где-то в доступе. Назвал там двух учёных, которые якобы каким-то образом разделили. В общем, они высчитали коэффициент фертильности раздельно для разных поколений в начале СССР. И оказалось, что да, такие, то есть это было просто пальцем вверх. Я ударил, типа, может быть, как-то поколения различались. Я подумал, что царское, не царское. И там действительно явно были, что да, если посмотреть по поколениям, то поколения, которые вступили в фертильный возраст в районе 40-х, 50-х годов, они действительно отличались по коэффициенту фертильности, серьёзно отличались. То есть у них коэффициент фертильности, если выделить для этого поколения, то он уже был ниже воспроизводства. Ещё до войны, ещё до войны. То есть, возможно, вот эта вот неспособность к самовоспроизводству, это было просто, ну, свойство вот режима, который установился, и всё. А прирост населения, это просто, ну, там, из-за других причин была, некоторая была, в общем, инерция такая, которая просто была видна, и всё. Вот. Спасибо, Сергей. Потом забуду. Не-не-не, это верное замечание, но это, как бы, и, в принципе, очевидно. Однако, с другой стороны, как мы сейчас видим, как бы, есть такие тенденции. И вот сегодня на стриме, да, днём слышали такую, как бы, новость от вот радикального вот этого Миктау, что столько людей не нужно, и поэтому, как бы, нас крупные корпорации пытаются изжить. Непонятно при этом, куда они, как бы, собственно, собираются сбывать то, что будут производить. Ну, ладно. Как бы тут, ладно, не в этом суть. Вот. Что ещё хотелось бы отметить? Ну, вот по поводу монолога, там, вот с Райкина, Аркадия, ну, в смысле, с ним, это его монолог. Вот царьки, вот эти вот, они неким образом всё равно появлялись, и они появляются. Может быть, это вот как природа людей. Вот Джордан Питерсон о чём-то подобном говорит, что вот есть это неравенство, это природа людей. Ну, вот, они вот такие вот. Вот. Ну, я не знаю, насколько я сильно исковеркал, как бы, идею Питерсона, но вот как-то вот так вот. Поэтому уж извините, если что. А вот ещё, что я хотел отметить, это будет, пожалуй, ну, да, последнее. Интересно, вот, что после мер Рузвельта, Рузвельта, я не ошибаюсь? Да, 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 он про Рузвельта говорил. Рузвельта, да, вот, ну, просто я не спец в американских президентах, по понятным причинам. Вот, белое население, да, вот сейчас, вот после всех этих мер, да, ему, получается, был дан определенный буст такой, да. Вот, оно находится в одном положении, а чёрное население сейчас находится в другом положении. Вот. Сейчас, то есть, какие были, ну, как бы, далеко играющие последствия у этого всего. Вот. И, собственно, это неким образом может быть связано вот с явлением, которое вы любите смотреть. Сергей, I.B. Moore, почему оно вообще появилось? Каким образом вот одно проистекает из другого? Почему сейчас чемнокожее население США вот в такой вот жопе находится? Из-за вот этого вот буста или из-за того, что там в промежутке между этим происходило? Да, вот. И где мы находимся, это, собственно говоря, почему у нас вот такой вот, какой буст у нас был, не было? Вот. То есть, ну, я вот резюмирую. У меня, собственно, остались два вопроса без ответа. Вот. И мне, честно говоря, интересно было бы услышать, вот, что именно делало СССРовское общество лучше, чем оно есть сейчас. Да. И вот каким образом вот эти все внедрения социалистических элементов, идей точечное получается, да? Ну, не точечное, а как бы вот такое, поделенное, как оно повлияло на вот США с их расовым вопросом. Вот. Вот на этом у меня, пожалуй, все. Если у кого-то есть идеи по поводу вот моих этих вопросов, то я с радостью послушаю. Вот. Потому что, как я в начале стрима нашей беседы говорил, я тут, наверное, самый молодой. Вот. Мне еще тридцатника нету. И я просто по большей части хочу посидеть и послушать поживших мужей. Ну, про СССР я, наверное, посоветую найти несколько, там, наверное, если уж тема интересна, то, наверное, несколько книжек Сергея Карамурза. Не путаясь с Владимиром Карамурзой. Это сильно разные люди по своим убеждениям. Сергей Карамурза, может стать, он до сих пор еще даже живой, наверное. У него форум был свой, там, какой-то, который он вел. У него есть несколько книжек. Вот такая, как бы, одна из собирательных книг, такая, как бы, ну, как сказать, такой, альманах, типа, называется «Советская цивилизация». По-моему, в двух частях. Наверняка все это в интернете лежит сейчас, скорее всего, в электронном виде. Он большой, как бы, сторонник. Он, как бы, защитник СССР, сторонник его. И он умеет поговорить про плюсы. Очень хорошо умеет поговорить про плюсы СССР. С конкретными примерами историческими, там, сравнивая, там, в цифрах. Его же тоже, это «Белая книга экономических реформ России», самые 2000-х, 90-х, 2000-х годов. Ну, и у него целый ряд там книг, которые, в общем, где вот эту тему СССР раскрывается про разрушение, это вот манипуляция сознанием его, наверное, одна из самых известных, наверное, книг. Там много цифр, много всего там про производство. В общем, наверное, стоит его почитать. Вот, правда, ну, как бы, он откровенно уступает защитникам. Как бы, он так с минусами не особенно, в общем, по мне так показалось. Я уже давно, честно говоря, последний раз книжку Кармурзы держал в руках. Я их, собственно, у меня их было, наверное, почти полное собрание сочинений. Потом в какой-то момент я понял, что я их вряд ли буду читать снова. В общем, и наверняка они в интернете есть. Я их в библиотеку отдал таром. Вот, а так у меня была полная коллекция. Про Абимор, это, наверное, большая отдельная тема. Ну, как бы, у черных в Америке-то, в общем, проблемы как бы и есть, и практически были. То есть у них ограничения, когда сняли, не так, в общем, чтобы очень давно. В этом вот, в Форест и Гампе, там есть этот монтаж, там, где якобы он помогает первому негритянскому ребенку, который пошел там в общий белый то ли колледж, то ли школу. Это же реально было, то есть это, ну, в общем-то, очень поздняя история. У них там такие остались, как бы, следы, шрамы на их субобществе, на этом негритянском, что они, в общем, им долго их разгребать. И там тут же находятся свои люди, которые на этом наживаются. Те Абиморщик, которых я смотрю, а я смотрю нескольких Абиморщиков регулярно, ну, и слушаю, о чем они говорят. Они, например, вот сейчас они там узнали, что товарищи, которые стартовали этот БЛМ-движение, в общем, они там заработали на этом хорошего бабла и поселились там в домах, там, за миллионы долларов в каком-то там белом районе. То есть, типо, фактически просто нажились на своих других чернокожих братьях, просто, в общем, срубили бабла и, как этот Вовчих малой сказал у Пелевина, типа, просто денег украли и железную дверь поставили. Вот именно так и сделали. А проблема у них системного характера и, вероятно, реально корнями из рабства. Ну, в общем, там как бы и их тоже часть Вины есть, этого они тоже не снимают. То есть, что там все-таки сообщества определенными... В общем, там есть некоторый личный выбор, скажем, но есть и система, которая к этому выбору подталкивает. Так, Алекс, прошу. Добрый вечер всем. Добрый. Хорошо слышно, да? Да. Вот, ну, спасибо за фильм, за перевод. Интересно было послушать. Вот вначале говорили про культурный марксизм. У меня вот такая идея возникла, может быть, какой-то фильм документальный или как-то послушать и таким же образом, как мы сейчас обсуждаем, одна из тем, выставить его, ну, вот на такое обсуждение. Думаю, всем это полезно будет и, как бы, некую сумятицу, что ли, в голове и определенную структуризацию и просвещение для народа принесет это. Ну, в данном случае мы видим самый простой марксизм, такой, сказать, классический марксизм, который у нас очень много лет руководил страной, скажем так, одна из его вариаций, как вот он, как лектор высказал. И, в принципе, как бы, ну, сейчас идет определенное возрождение этих идей марксистских, что, в принципе, и следовало ожидать, потому что, когда в 90-е годы марксизм громили со всех сторон, у меня тогда вот идея такая была, что пройдет некоторое время, несколько лет, и когда эти все деды, так сказать, марксисты, отойдут, типа Зюганова и прочих, появится новое, как бы, поколение, которое будет, скажем так, эти же идеи продвигать уже с новой точки зрения и уже без такой ярой оглядки на советское прошлое. Либо советское прошлое будет идеализировано, как-то показано, но будет некое движение вперед. Ну, что, в принципе, сейчас мы стали наблюдать достаточно много, развелось и блогеров, и движений, и роликов всевозможных, популярно рассказывающих, ну, и коммунисты, и молодые появились. Ну, в принципе, имеет место быть, как бы, демократия должна все-таки поддерживать разные голоса, разные точки зрения, вот, и на какие-то проблемы такой более свежий взгляд иметь. Не тот, как бы, советский, который, скажем так, нынешняя коммунистическая партия достаточно здорово продвигает, с одной стороны, а с другой стороны, скажем так, является, как бы, при той же самой власти прикормленным, в общем-то, существом таким, который просто заявляет, но реально, по факту, ничего не делает. И свои идеи совершенно никак не продвигает, их вообще что-то слышно даже перестало быть. Вот, насчет лектора. Я этого лектора, когда вот Сергей первый раз его упомянул, несколько роликов его послушал на ютубе, ну, да, действительно, такой более-менее классический марксизм продвигает он. Вот, и, в принципе, какие-то идеи вот в этой лекции были, там, в других роликах он их более широко раскрывает, в каких-то менее широко, там, ну, в принципе, ему лет много, и он всю жизнь марксистом был, это, в общем-то, в Америке он, так сказать, как динозавр, как белая ворона, и, ну, надо отдать ему должное, его уважение, его позиции, то есть он, как бы, ну, не знаю, делает он на этом деньги, не делает, но все равно работает, как профессор тут. Ничего в этом такого нету, если он честно отрабатывает и хорошо лекции читает. Это только, в принципе, за, так и должно быть. А, как мы видели, лектор, он достаточно такой энергичный и рассказывает популярно, и хорошо, понятно всем. В отличие, допустим, от тех же преподавателей марксизма, которые у нас вот в УЗИ были, которых слушать просто неохота было. Просто засыпали, просто они там по бумажке выходили, читали что-то и там ничего толком не рассказывали. Если бы, я думаю, такой профессор у нас был бы, то, я думаю, мы бы с открытым ртами его слушали и там соглашались, не соглашались с его мнением, но все равно позицию было бы интересно послушать и в голове бы что-то осталось. Вот. Вот такой момент. Насчет его студентов, ну да, видимо, для его студентов такой персонаж, он достаточно интересный будет, потому что то, что вот, ну, мы видим, у них в Америке он, наверное, один такой, но их очень мало таких коммунистов. Поэтому послушать совершенно другую точку зрения для его студентов это интересно. Ну, для нас, вот кто Советский Союз как бы застал, для нас это, в принципе, ничего особо нового не было, мы это все слушали, проходили, как бы в курсе всех этих идей достаточно хорошо. Ну, да, вот, послушали, вспомнили, скажем так. Кто-то, может быть, ну, согласился, кто-то нет. Ну, так вот, в общем-то. Так, насчет, также вот, ну, насчет тоже такое замечание, насчет вот то, что там я заметил, когда он лекцию читал, там всякие эти лозунги висели, скажем так, культурно-марксистские на стенах, там я тоже заметил. Я буквально вот недавно смотрел какой-то ролик там, какой-то португальский университет показывали внутри, заходили. И там тоже самая такая же ситуация, там всякие феминистические, ЛГБТшные, в общем-то, лозунги. На стенах развешаны плакаты, там занятия по гендеру, там и так далее. То есть прошлись по этому факультету социологии, и вот там примерно все вот так же аудитории раскрашены и так далее. Причем страна достаточно, ну, скажем так, консервативная. Ну, университет, он не центральный был какой-то, ну, такой вот более провинциальный. Ну, то есть надо отсюда выводы сделать, что подобные идеи культурного марксизма на Западе, видимо, в студенческой среде достаточно сильно сейчас распространены. Раз такие вот, как бы, аудитории оформляют, и все, я просто представил, чтобы в мое время в ВУЗе что-то такое вывесили там, или даже сейчас это, в принципе, невозможно представить. Но пришли студенты, позанимались там, что-то разошлись, и все. То есть такой вот активности, чтобы какие-то, тем более, такие политические и прочие идеи продвигали. Ну, такого у нас, по-моему, давно уже не было. Если был, то только до революции, когда там Ленин на демонстрации ходил, там Бердяев ходил в студенческое время на демонстрации марксистские, ну и так далее. Там какая-то движуха была такая. Ну, у нас, по-моему, сейчас достаточно все спокойно. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но вот так вот. То есть такое вот воздействительное замечание. Насчет Безоса. Ну, я не знаю, что он на Безоса-то, как бы, так вот бочку стал гнать. Во-первых, Безос, как бы, он, это деньги у него достаточно специфические, у него же акции, то есть он как инвестор выступает. Ну, да, он как пылесос собирает с людей деньги, но они же ему дают, знаете, у него проекты, в принципе, получается. То есть он начинал же вообще с книжного магазина, книги по почте рассылал. И потом вот это со временем получилась эта корпорация Амазон у него. Но, значит, она же, чтобы расти, чтобы развиваться, ему где-то деньги нужно было брать. Он брал, выпускал акции, соответственно, запускал, как бы, собирал деньги на проекты, инвестировал их, и удачно, в принципе, у него это, ну, корпорация развивалась. Понятно, что в основном его весь капитал, это как раз вот именно эти акции. То есть пока его компания стоит, он богатый и не будет стоить. Ну, скорее всего, он не будет бедным человеком, но уже не то, короче говоря, будет. То есть это не его деньги, он фактически выступает, как пылесос такой, как инвестор. В Советском Союзе таким вот инвестором выступало и министерство, там, правительство и прочее. По планам все распределялось. А в капиталистической экономике, ну, вот, работают вот такие вот люди, инвесторы фактически. Что он, что тот же самый Маск и так далее. То есть что Билл Гейтс? Это люди, у которых капитал, он не фактически аккумулирует капитал и вкладывает что-то, и думает, что он там куда-то эти деньги там... Ну, понятно, что он не бедно живет. Но, тем не менее, он вот развивает те же самые ракеты, строит. То есть такой в рискованной инвестиции, там, огромную ракету они сейчас проектируют, возвращаемую. Ну, того же Маска взять тоже с его этими проектами, потому что поначалу уже смеялись, а что это вдруг, он стал ракетами-то заниматься. И он сам рассказывал, что он там, у него там первые ракеты, когда делал, у него там четыре пуска было, три пуска неудачных, и четвертый там... Он уже говорил, что я свои деньги уже вложил в эту ракету, последние практически. И если бы, говорят, она не полетела у меня, то я бы просто разорился, и бесполезно было заниматься. И мне бы никто ни инвестиций, ни чего на дальнейшее развитие, на дальнейшие проекты не дал. Ну, вот все удачно у него получилось. То есть надо думать, что эти люди, они, в принципе, и рискуют, и как бы риски просчитывают определенные, и огромными организаторскими способностями обладают. И тут я как бы, ну, с уважением, в любом случае, к ним отношусь, и считаю как бы, ну, двигателями их прогресса и человечества, в общем-то. Ну, вот. Ну, и то, что там вот он посчитал, сколько он миллионов в месяц, там, в день получает и так далее, но это опять-таки деньги, которые его усилиями сделаны, а не так просто, что вот как некоторые, скажем так, персонажи нашей истории, ну, наши современники, скажем так, зарплату по 40 миллионов получают, как бы, на корпоративных этих в месяц. Известные, как бы, факты достаточно. Совершенно по другим причинам. Вот. Вот про Рузвельта тоже замечание такое. Вот это, ну, он вот эту историю рассказал, что Рузвельт там, во-первых, деньги раздал, так, а во-вторых, так, сейчас секунду посмотрю, замечание. Во-вторых, с богатыми договорился. Вот у меня, как бы, вопрос такой, не знаю, может кто-то в курсе, не в курсе, как, вот раз он деньги раздал людям, как ему получилось избежать инфляции, потому что, когда деньги раздаешь, то начинает расти инфляция, по крайней мере, нам так говорят, что если вот раздать деньги там людям, то будет инфляция, и ничего хорошего не произойдет. В принципе, тут вот пример был, ипотеку сделали, льготную. Ну, а моментально цены на квартиры на тот же самый процент практически подросли. То есть, что фактически дали, тоже и забрали тут же. Как вот Рузвельт эту проблему смог решить? Это вот первый момент. И второй момент, когда вот он на богатых такие ограничения стал вводить на капиталистов, то почему они не потеряли интерес к получению прибыли, или почему, как бы, ну, не стали выводить куда-то капиталы в другие страны. Ну, то есть, стали работать, как и раньше работали, или даже еще больше, лучше стали работать. Ну, понятно, что там, как бы, война началась, определенное огромное количество военных заказов, потом после войны, фактически, США получило безграничный доступ ко всем рынкам Британской империи. То есть, это вот этот, ну, не знаю, может, кто-то просто эти экономические моменты более точно знает. Ну, мне вот этот момент, как бы, интересен был в его лекции. Может быть, как бы, профессор Вулс тут немножко и, скажем так, подманул нас чем-то. То есть, что то, что мы не знаем и не понимаем. Ну, вот он про эти профсоюзы, допустим, говорил, что вот в Америке появились там профсоюзы туда-сюда. Но мы-то знаем, что, в принципе, почти все профсоюзы американские, они контролировались мафией. Это и, как бы, там симбиоз был. С одной стороны, они, как бы, этих владельцев рикетировали через те же профсоюзы, а с другой стороны шли предприниматели на уступки действиям профсоюзов и прочее. И потом как-то вот эта вся компания с профсоюзами у них свернулась. Сейчас практически, сколько я знаю, нет в Америке профсоюзов как таковых. Так, теперь насчет кооперативов. Это вот эту идею кооператива, вот товарищ Вульф, он ее достаточно продвигает часто. Я потому что его ролики слушал, он и кино даже целое снимал там про эти кооперативы, тоже на ютубе ролики есть. То есть, видимо, это вот фишка как бы такая, что вот считаешь, надо всем сделать кооперативное производство, и тогда все вот замечательно будет, и мы все проблемы решим. Но это, во-первых, он этими кооперативами отклоняется от классического марксизма. Может быть, он просто боится говорить, потому что мы прекрасно все можем прочитать в манифесте коммунистической партии, что в классическом марксизме изменение строя возможно только одним образом, через революцию, пролетарскую революцию, которая сначала должна произойти в отдельных, скажем так, развитых странах, и потом постепенно на весь мир распространиться. Ну, ясно, что революционной идеей, он, скорее всего, побаивается, как и многие современные марксисты проповедовать, но это уже, соответственно, получается как бы не классический марксизм. Вот. Ну, насчет кооперативов, это тоже как-то вот, во-первых, ну, тоже при Испании, ну, в принципе, услышал я ответ. Ну, в принципе, если такое создать, ну, это хорошо как бы, если тем более в рыночной экономике такие, как бы, такое хозяйство будет функционировать эффективно, прибыль проносить, ну, и как бы люди там будут жить, что менеджеры, которые там все равно что-то руководить же должен, которые там будут работать, они не будут убегать на более высокие зарплаты, которые капиталисты, как специалистам, им захотят заплатить. И, оказывается, живучая схема. Ну, в принципе, вот я не знаю, я других случаев, вот то, что вот кроме в этой лекции услышал, чтобы подобные где-то образования достаточно эффективно существовали, я не знаю о таких вот случаях. Потому что то, что у нас какие кооперативы были в советское время, они были, были и в советское время, там, эти кооперативные магазины и так далее, но это фактически был просто как бы рыночный механизм в социалистическом государстве, где те же самые продукты можно было просто за завышенную цену купить, которые так, или вот такие продукты, которые просто нельзя было купить. А когда пытались кооперативы те же самые, я тоже помню это время, перестройку вот, это где-то год 88-й, 87-й, вот так вот в это время пошло это выборы руководителей предприятия, там, какие-то такие движения, вот, то это все, ну, приводило, как бы, тот же самый съезд этих депутатов, как бы, советских, все это приводило к тому, что был большой, как бы, говор, долго-долго все обсуждали, либо, в конце концов, того же самого начальника выбирали, кто был, либо там какой-то другой появлялся, начиналась борьба между собой, в итоге все переругивались в коллективе, и в итоге человек тот, кто-то, один становился начальником, второй вынужден был уйти, часть людей уходила, ну, то есть, вот такое вот брожение получалось. Но это, на самом деле, не самый плохой вариант, потому что, в принципе, люди-то, как бы, кто обсуждал, заинтересованы были, понимали, как-то, ну, как-то такое вот. Ну, а чаще всего, как бывает, что, чтобы какие-то обсуждения проводить, это же по тому же самым домам. Вот взять, допустим, мой дом, тут пытались, ну, как нет оператив, это когда сам дом решает какие-то вопросы, это ЖКХ товарища, что ли, не помню, ТСЖ. Да, ТСЖ организовать. Тут это вообще бесполезно было. А вот коллега у меня в новом доме, там публика другая, как бы, живет. Они это, ТСЖ организовали, оно отлично функционирует, и люди там, в принципе, сознательные в доме. А если, как бы, масса народа несознательная, то это бесполезно просто. И, соответственно, этой массой народа можно достаточно хитро манипулировать, там, применять техники определенные, либо просто им наплевать на все тоже. То есть, чтобы такие вещи делать, должны быть сознательные люди. Ну, это достаточно редко, как бы, бывает. Вот так вот. Ну, немножко он, как бы, тему семьи затронул в марксизме, но это, не знаю, отдельная тема. Сегодня будем обсуждать, не будем, но можно было отдельно вот обсудить эту марксистскую позицию относительно семьи. Там в том же самом манифесте коммунистической партии есть там целый раздел про семью. И, ну, у Энгельса, в принципе, известная работа есть, тоже достаточно, с точки зрения ихнего подхода на семью посмотреть. Вот. Ну, это вот такое, как бы, замечание. Не знаю, сегодня успеем, не успеем, будем упоминать это, не будем. Но там целая у него теория и соответствующие, ну, достаточно, я думаю, интересные и полезные. Знать эту позицию как бы всем надо. Вот. Ну, это вот, как бы, кратко, потому что, ну, марксизма тема такая достаточно большая, можно очень долго про нее говорить. Вот. Поэтому пока все у меня. Благодарю. Ну, я кратко хотел высказаться. Во-первых, там промелькнуло про заслугу, просто это тоже фраза, почти дословно так именно звучит, когда Бостман говорит про предпринимателей крутых, там, перечисляя, там, Морс, Белл, Билл Гейтс и так далее. Типа, что это люди, которые, в общем, ну, сдвигают все общество, когда они двигают что-то, какую-то там, идею, технологию, ну, как правило, это технология. которые потом приводят к смене, фактически приводят к смене формации всего общества. На самом деле, однозначно считать, что вот это то, что называется прогрессом, что это действительно представляет положительную ценность, вопрос спорный. Весьма. То есть, это потянет на длинную отдельную дискуссию. Может, про Постмана сделать когда-нибудь стрим отдельный. То есть, они как бы сколько дали, столько отняли, а то и побольше даже. Я просто вспомнил простой пример по поводу вот этого идеи насоса. То есть, что человек, скажем так, с предпринимательской жилкой выступает насосом, который сам-то, он, конечно, всасывает деньги, но вокруг их становится меньше. Наверняка все помните Республика Шкит фильм, да, там вот эта серия сцен, не сцена, а целый эпизод, где этот новопришедший там этот толстый паренек, как он ставит всех, по сути, что он делает? Он ставит всех на судный процент. То есть, он им без денег даже, заметьте, то есть, это можно сделать без участия денег вообще. Мой простой ответ, почему не было инфляции при Рузвельте, потому что инфляция при печати денег происходит, а не при раздаче. Это не одно и то же. Потому что степень обеспечения одной деньги, она как бы остается... В тот момент же было золотое обеспечение еще у доллара. Золотой стандарт был, я так понимаю. Так что, соответственно, раздать их, это не удешевляет доллар. И даже на цену не должно, по идее, повлиять. А вот печать, да, еще как. Он раздает хлеб. Помните, да, он раздает всем кусочек хлеба и говорит, типа, ну, кто же желает, хотите, типа, кто голодный, хотите хлебушка, но вечером мне дадите, я не помню, что он там сказал, полтора, что ли, с прибавкой с некой. Он вводит судный процент. И чем это кончается буквально в несколько итераций, за короткое время? Кончается тем, что люди не имеют хлеба вообще, у него остаются целые вот эти хлеба, и их продают левым образом уже настоящие деньги там куда-то за забор, собственно. И кончается все это революцией, когда приходят эти вот, хватило ума там у этих, у постарших, когда он привел охрану с должниками разбираться, говорит, должок, отдай, говорит, должок. Они в итоге им сказали, говорят, а ну-ка ешьте немедленно, типа, все, съедайте. И просто его прогнали. По сути, совершили революцию, в общем, пролетарскую. То есть, он как бы, с одной стороны, можно сказать, что он крутой предприниматель, он хорошо управляет собой, и он умеет планировать, и управлять, и так далее. Но, по сути, он, в общем, проносит, отравляет не только свою жизнь, но еще и жизнь окружающих людей, такой вот человек. То есть, тут вопрос по поводу организаторской способности, и сколько они стоят. И всегда ли они вообще плюс приносят населению, или иногда могут ли минус приносить. Большой вопрос. Там промелькнуло в это самое, в чате был, ну, это вопрос был риторический, откуда у людей потребность нагибать кого-то другого. Ну, я так переведу на цензурный язык, то есть, становиться во главе некого сообщества. Я так понимаю, что ответ на этот биология, скорее всего. То есть, грубо говоря, мы, видимо, исторически, именно как животные, выросли так, что нам было выгодно объединяться в стаи. А в стаях не бывает, видимо, демократии, скажем так, да, там есть иерархия. Но, важно, стая – это небольшая группа, и она управлялась устными каналами. А устными каналами можно управлять, в общем, столько, сколько ты вот можешь докричаться, кого ты можешь лично знать. То есть, до письменности максимальная стая была вот там, для кого можно докричаться словами. Так что, мне кажется, простой ответ, откуда потребность, это естественный механизм. Несколько особей, у них есть проявлены эти качества. Также, грубо говоря, шаман появляется из ниоткуда. Вот на какое-то количество людей есть один шаман. Про шамана рекламируя всем лекцию Сапольские, биологические происхождения религии. Ну, некое вот, как бы, природное вроде бы влияние, но оно имеет культурную утилизацию, где оно полезно обществу в целом. То есть, они некую роль выполняют, которая нужна сообществу. Они не просто так пляшут, они делают определенную работу с этим самым обществом. Они как бы работают фактически над установлением порядка и разрешением конфликтов. И психотерапии тоже, в разном роде. Лидер, он тоже как бы фактически именно этим занимается тоже. То есть, он как бы концентрирует усилия всех на одной задаче. Потому что, если бы все усилия были рассеяны, то невозможно ничего целостного сделать. Например, охота, допустим, должна быть групповой. Если она групповая, то у нее есть руководитель, который решает, чего мы атакуем, как мы атакуем, что мы делаем, если и так далее, и так далее. Я так понимаю, это чистая биология, на самом деле. Просто, ну, у кого эти качества проявлены от природы, те несколько человек начинают конкурировать. Потому что лидер один, только, в сообществе небольшом. Та самая Альфа, собственно, он должен стать этой Альфой, должен занять это место. Но вот они конкурируют, в отборе остается одна Альфа. А все остальные попадают на обед. Но тут дальше отсылаю к Францу Дуале, он это лучше рассказал. Так, размер у нас давно в руку поднял, прошу. Размер с нами. Что-то пока тишина, микрофон не двигается. Что-то мелькнуло и пропало. А еще? Слышно? Да, слышно. Добрый вечер. Добрый. Так, я по поводу марксизма, всего остального приветствую всех слушающих. Спасибо за перевод, Сергей, лично от меня. А еще по поводу марксизма, что я хотел сказать. Ну, отличие марксизма, я как понимаю, есть на бумаге и на практике, то, что мы наблюдаем. То, что на бумаге, само собой, каждый интерпретирует по-разному и на практике все выходит абсолютно по-другому. СССР, Китай, ну, то, что сейчас на данный момент с Китаем это происходит, само собой, это уже капитализм под посадом коммунизма, поскольку уже рынок есть, а Марксу уже имение рынка это не то. Либо, опять-таки, отсылаю одному товарищу, который имел уже определенную практику с пониманием определенного социализма, определенным видом, конечно же, не одобряю этого товарища. это вдобавок. По поводу Вольфа, честно говоря, несколько лекций я помимо Сергея просматривал, что и следовало ожидать, поскольку, когда обычно классические, классическую интерпретацию практически выдавать, показывать, так скажем, мы будем видеть разные, у нас будет возникать множество вопросов, как и мы сейчас, по сути, мы видим, у многих возникли вопросы и недопонимания, но это следовало уже, по сути, ожидать. Ответ Илье, что СССР делало лучше, ну, я так понимаю, идеология была лучше, здесь надо признать, я сам не застал СССР, заранее говорю, конечно же, это я признаю, это может быть даже как раз-таки минусом моих подачи информации, да, в общем, примерно вот такое мое понимание. По поводу, так скажем, жизнеспособности марксизма, я, конечно, категорически против, она жизнеспособна, вообще, почему, потому что донально капитализм, я не говорю, что капитализм лучше, само собой плохое есть и хорошее есть, так же, как и в социализме, вот, по поводу капитализма, она более биологична, так скажем, она, законы биологии хорошо работают, а в социализме, само собой, это отвергается, вот сейчас как раз-таки просили лекцию культурного марксизма, там как раз-таки, кстати, отсылка, хорошенько посмотреть, было бы хорошо, если бы мы посмотрели Жижика с Питерсоном, наверное, уже обсуждение было, я уже первый раз, так скажем, в зуме. Я видел Жижика с Питерсоном, честно говоря, мне какая-то у них бесформенная, по-моему, показалась какая-то беззубая беседа. Да, беззубая. Такое ощущение, что каждый говорил о своем и не особо интересно, честно говоря. Ну, эти как раз-таки профессоры, именно вот так они общаются между собой, кстати. Что странно, вот я сколько в академических кругах, по сути, бывал, я такое наблюдал, то есть, каждый на себя тянет и вообще толком не получает сообщения нормального. И что и следовало доказать, что в дальнейшее уже, так скажем, с Питерсоном обсуждение с другими, так скажем, профессорами левого толка, так скажем, не получается никак. Интерес Сергея не в том, что они между собой общаются, а как публика на это реагирует. В основном мне вот интересно было, я просматривал после их обсуждения левого толка, как они интерпретировали, просматривали и как они воспринимали. То есть, они как в культурном аксиме абсолютно убирают то, чего биологическое он просто напрочь убирает, это как бы это вот социальный конструкт намного лучше вот таким образом и все и любое то, что сказано Питерсоном как бы сходится на нет. А то, что Жижик рассказывает допустим вполне внятно и невнятно это как истинно последняя инстанция и все пошло поехало таким образом. То, что сейчас к чему поднимается ну само собой да минус в том, что у нас в России посткапитализм не капитализм а посткапитализм тому особо это надо признать плохо да плохо но социализм не замена я так считаю это мое личное мнение конечно же что связь так скажем с МД и социализм ну тоже не совсем понимаю так скажем что общего можно как-то найти в моем понимании МД это непосредственно выше чем капитализм и социализм то есть в первую очередь само понимание сама философия немного выше чем вот эти так скажем строи которые есть вот а потом уже непосредственно сам лично сам человек мужчина сам определяет в какой из этих строя выбирать и какой из них намного лучше для него поэтому примерно мое понимание так а по поводу СССР ну есть пинусы есть плюсы само собой в этих строях ну что для меня странно какие плюсы допустим взрослых людей я спрашиваю какие плюсы в основном только носталгическое опирающиеся на то что вот это было хорошо а как хорошо то есть факты определенных я что-то не сталкиваюсь это то же самое что я вот мое детство 90-е то же самое что у меня пройдут сколько 20 лет пройдет и будет спрашивать молодец то есть какое время было лучше я сам скажу 90-е хотя сами хорошо понимаем какие 90-е это прям атас так скажем вот поэтому примерно такое же для меня я начинаю спрашивать всегда ответ только ностальгия а по фактам никак по поводу демографии ну Сергей вы правильно все сказали как проводилась политика так скажем пересчет людей там в славянское время само собой Квиткина погуглите как жизнь сложилась что произошло элементарно все наглядно показано что как и получалось слава богу есть история можем отсылаться на историю посмотреть на этом у меня все и еще раз спасибо огромное Сергей за вечер пожалуйста будут еще реплики снова снова поднимайте руку сейчас что-то я хотел сказать что-то мне екнуло ну там Попил социализм я уже сказал да это лучше укромурзы посмотрите он действительно там есть действительно есть вещи причем вещи некоторые фундаментальные но вещи которые скажем так трудно было почувствовать отдельному человеку такому простому это скорее были вещи которые только там на уровне управления страны можно было оценить что да какой-то параметр там очень высокий но в общем в конечном счете да такие были минусы что они в общем плюс-то многие и перевешивали и сейчас перевешивают то есть спросите вот людей кто кто хочет назад не такая уж большая масса людей в общем-то хочет назад даже из тех кто реально помнит как это было на что это было похоже вот сейчас к этим завтра типа вы хотите вот прямо в точности чтобы как все было не знаю не знаю ну я правда я говорю недолго отработал при СССР поэтому не могу сказать точно за рабочее место так там Иван был Иван не смог поднять руку почему-то не нашел ну тогда Иван прошу рассказываться слышно хорошо да слышно хорошо отлично здравствуйте я здесь первый раз Сергею большая благодарность за его перевод я хотя эту лекцию уже послушал раньше в оригинале но тем не менее лично хочу так как у меня выпала возможность поблагодарить вас за вашу работу у вас однозначно один из самых интересных и самобытных каналов на Ютубе поэтому я практически не пропускаю каждый ваш эфир но вот подключиться решил только сейчас по причине того что в прошлых обсуждениях будь то фильмов либо каких-то лекций и так далее и так далее я считал себя не очень компетентным потому что как бы я довольно молодой человек 94-го года рождения детей у меня нет жены у меня нет и большинство вопросов меня обсуждаемых касается только теоретически пока что и на практике с ними не связывался но тем не менее сейчас вот всплыла как раз та тема в которой я себя чувствую куда более компетентным и хочется честно говоря сказать настолько много что вот я последние где-то час сижу с листиками и тезисно пытаюсь некоторые мысли выписать так что скажем так мой монолог будет достаточно сумбурным но я постараюсь более-менее как-то его сгруппировать хотя бы по некоторым пунктам с чего хотелось бы начать во-первых нужно понимать что Вулф в своей лекции как это не может странно прозвучать на первый взгляд он американец и он говорит про марксизм с сугубо американской точки зрения это очень-очень большая специфика почему а потому что мы все понимаем что мы люди из пространства СНГ под словом социализм марксизм и так далее подразумеваем нечто одно американцы же совершенно другое невзирая на то что они просто закончили школу либо же ели Гарвард и Стэнфорд кажется что он говорил к чему я веду что у американцев в большинстве своем марксизм выступает идеологическим пугалом то есть если ты выступаешь за любое скажем так социалистическое начинание то ты просто это пожалуй будет самым прямым сравнением что в американской культуре марксист и социалист является чуть ли не аналогом фашист у нас то есть это просто очень эмоциональная ярлык который собственно маркируется человека с которым ты не согласен это нужно учитывать это во первых и во вторых чем я подкреплю свои слова тем что например на последних выборах Берни Сандерс вместе с Агасией Кортес которые вместе с нынешним Байденом участвовали в выборах они предлагали достаточно умеренные левые предложения в плане например здравоохранения и так дальше и так дальше почему я использую слово умеренное потому что если посмотреть на левые партии в других странах например Франция и Германия особенно в Германии например та же самая Делинке то мы видим что собственно даже революционера Сандерса нельзя назвать особенным радикалом он довольно умеренным в своих следах в сравнении тем не менее его забраковали как невероятного коммуниста в общем марксиста социалиста и так дальше и так дальше его дальше не пустили и заменили более скажем так умеренным Байденом то есть это первый момент то есть к чему я суммирую эту мысль я хочу сказать что когда Вулф говорит о марксизме он подразумевает на культурологическом уровне учитывая где он вырос совершенно другой концепт чем то что мы априори не определяя точную единицу сейчас пытаемся пытаемся высказать это во-первых во-вторых была сказана следующая фраза что в советском союзе скажем так распределение доходов было куда более справедливым я не помню кто это точно говорил но я слышал фразу мол начальники получали в несколько раз больше но в принципе не больше я с этим категорически не согласен и хочу привести в качестве цитаты письмо которое пришло в редакцию газету правда от 1954 года секунду тут один краткий абзац в настоящее время существует большая разница в оплате работников умственного труда высших квалификаций и работников физического малоквалифицированного труда уборщицы технички и няни в детских яслях получают 210 рублей трамвайные кондукторы перроны контролеры прачки и так далее 310 рублей тогда как административно-управленческие кадры профессура писатели крупные актеры конструкторы военных высоких званий получают до 15 тысяч рублей и значительно выше разница выражается с отношением 1 к 72 и 1 к 48 дальше еще довольно длинная часть письма но на этом я думаю в принципе этот момент можем закрыть так что даже в советском союзе с справедливым распределением было не все так гладко следующий момент что хотел сказать была высказана фраза о том что много кто говорил и про Китай и про Швецию про Китай ну собственно тут очень все просто для них то есть я даже не знаю что тут особо можно добавить каким образом китайское государство можно назвать коммунистическим либо социалистическим это ну в общем для меня предельно очевидно что это просто ярлычок и за ярлычком КПК собственно сейчас и китайское руководство действует но никакое отношение к социализму практически не имеет а вот насчет Швеции тоже хотелось бы очень интересное замечание сделать потому что совершенно недавно где-то неделю назад или около того я точно не скажу если нужно я собственно могу привести точную ссылку было проведено очень интересное исследование это собственно из Financial Times которое утверждает следующее что состояние российских миллиардеров составляет 35% от ВВП страны то есть Российская Федерация занимает первое место в мире по концентрации богатства относительно размера ВВП в принципе новости очевидно неприятные но ничего шокирующего но что меня предельно удивило это то что на втором месте в мире по этому соотношению находится Швеция которую собственно многие люди считают социалистической справедливой и так дальше и так дальше то есть к чему я веду зачем я сейчас сказал про эту Швецию во-первых что в первую очередь я думаю очевидно все понимают что нужно смотреть в первую очередь на цифры а не на образ которые пытаются создать будь то человек будь то страна будь то кто-то еще и основной вывод из этого можно сделать следующий что не настолько принципиально важно сколько денег у богатых людей значительно более важно что общество позволяет этим же богатым людям делать с этими деньгами также следующий момент был вопрос опять же я пока что по именам путаю извините пожалуйста был вопрос что почитать по поводу Советского Союза марксизма какие его плюсы и так дальше и так дальше Сергей указал двухтомник Каримурзе еще несколько его книг по большому счету я с этим согласен но там есть мягко говоря идеологические заскоки но тем не менее в принципе книжка явно стоящего стоящее прочтение но если человек который задавал этот вопрос захочется значительно больше значительно особо подчеркиваю это слово больше углубиться в эту тему я бы рекомендовал четырех авторов это Валенштайн Амин Томас Харви и Эрик Хобсбаум эти четверо людей это академики мирового уровня марксисты-мамонты которые собственно работают в этом направлении в западных странах и не имеют никакого отношения к культурологическому марксизму собственно о котором и говорил и Питерсон и многие другие люди и так дальше и так дальше более того еще вот этот момент я хотел подчеркнуть что в этой дискуссии Питерсона с Жижиком она совершенно не сложилась как также верно заметил Сергей потому что Питерсон очень слабо понимает вообще что из себя представляет марксизм в классическом его понимании этого слова с экономической точки зрения он все-таки психолог и он делает нападки не совсем точно в цель обвиняя собственно этот самый культологический марксизм который в первую очередь вырос из партнерамистских философов во Франции и он просто очень сильно бьет мимо эти же четверо авторов опять же если кому-то будет нужно я с удовольствием предоставлю ссылки и еще раз могу в чате написать их имена они работают исключительно в экономическом философском и политологическом поле и очень слабо вообще взаимодействуют с вот этим собственно фантомом на который нападает Питерсон но при этом наличие и существование этого фантома я никоим образом не отрицаю он действительно есть но меня очень сильно смущает что именно вот этот концепт на который собственно и нападает Питерсон он называется марксизмом я не считаю это конкретное название корректным но опять же это плохо он существует с этим в общем нужно что-то делать и так дальше и так дальше то есть тут скорее вопрос дефиниции и последний момент который я хотел бы обзначить это первый собственно оратор который выступал он сказал что есть проблемы и в социализме и в капитализме он ожидал от товарища Вулфа каких-то ответов либо каких-то хотя бы намеков на ответ на ответ но увидел только какие-то фокусы с наперстками и так далее и так далее хочу ему объяснить попытаться скорее объяснить свое видение этой ситуации я понимаю что это очень самонадеянно звучит мол очередная монолога на тему как спасти Россию и так далее и так далее но в принципе максимально вкратце что я на эту тему хочу сказать это то что главный момент который сдерживает развитие сейчас да не только собственно России а всех постсоветских стран заключается в перераспределении денег то есть есть в макроэкономике следующая теория она так и называется теория Сеймура Липсета которая цитирую она связывает политическую активность граждан с уровнем их благосостояния если максимально упростить то как только по душевой ВВП каждого человека перемахивает за 11 тысяч долларов в год так люди перестают прямо бояться начальства и резко начинают интересоваться происходящим вокруг кому интересно опять же есть огромное количество научных исследований на эту тему но в настолько жуткой нищете в которой находится большинство жителей постсоветского пространства говорить о каких-либо причем несущественно это МДшные изменения социальные изменения феминистические изменения несущественно то есть пока не будет перешагнуть вот этот барьер или хотя бы мы не начнем к нему приближаться люди в первую очередь будут думать только про свой кошелек про свой желудок их более абстрактные вещи просто не будут интересовать потому что ну в общем я надеюсь эта мысль понятна и последний момент который я собственно хотел сказать про инфляцию какой-то предыдущий оратор также задавал вопрос откуда вообще собственно берутся деньги Сергей на это ответил что это не совсем сложно Сергей ответил что это было собственно не печатание денег а собственно раздача некоторых ресурсов и это не повышает инфляцию но это было в 30-х годах сейчас же ситуация очень-очень усложнилась и стала невероятно интересной по той причине что я пытаюсь это максимально упростить сейчас есть в макроэкономической науке сейчас теория которая называется ММТ она довольно-таки сложна для понимания для людей не близких к экономике но опять же если кого-то это интересует я могу дополнительно об этом рассказать но если максимально упростить и на пальцах это объяснить то я вам просто приведу следующую цитату до того как Байден собственно стал президентом у него был разговор с Беном Бернанке Бен Бернанке это собственно глава ФРС собственно человек который отвечает за все потоки и собственно все деньги Америки и что с этим связано я думаю большинство если не все из вас знают что такое ФРС так вот в их диалоге есть запись есть цитаты и так далее я все это могу подкрепить и был очень-очень интересный момент который заключается в следующем Байден как классический американский политик задает вопрос Бену мол вот эти денежные вливания которые мы хотим совершать ну знаете про транш первый и второй сейчас заливают больше по-моему трех триллионов долларов в Америку и так далее и так далее он задает вопросу Бену насчет этих будущих в то время еще вливаний откуда собственно берутся эти деньги это деньги налогоплательщиков а Бен отвечает абсолютно как-то антиутопично потому что прямая цитата глава ФРС нет это не деньги налогоплательщиков мы просто откроем табличку в Excel и добавим несколько нулей и как мы видим сейчас после наличия всех этих траншей инфляция долларовая особо не появляется фондовые рынки растут невзирая на то что деньги пошли не в инвестиции а просто были разданы людям то есть я не владею максимально полными компетенциями в этом плане я только пока что работаю собственно в направлении экономики я не могу себя назвать экономистом ни в коем случае но то что что являют собой деньги вообще как субъект объект взаимоотношений между людьми перетерпела очень сильные изменения за последние 20-30 лет и теория ММТ как раз и пытается разобраться с этим вопросом и пожалуй это все опять же извиняюсь за сумбур я понимаю что это очень слабо можно назвать какой-то последовательностью речью но тем не менее основные моменты я высказал надеюсь это было полезно если кто-то что-то хочет спросить пожалуйста я собственно закончил спасибо большое благодарю я так понимаю среди нас это наверное пока первый экономист так что мне тут особо добавить нечего я как в этом в эволюции изучал экономику ну ладно у меня был там пару курсов у меня экономика шла но в общем ничего особенного так что я думаю если вопрос появится народ озвучит так это самое когда пока разговор шел вспомнил думать какой-то фильм хотел назвать Майкл Мур капитализм история любви конечно Майкл Мур не экономист он все-таки журналист еще такого оригинального в общем жанра но у него получается показывать некоторые вещи кто не видел рекомендую посмотреть по-моему в двух сериях по-моему фильм капитализм история любви так по-моему или я был дальше или я правильно я помню Михаил-то остался рука с прошлого раза или нет если вы спите то это самое лучшее опускайте дайте Михаилу сказать мы как-то вот по порядку как шли так наверное пускай и будем идти спасибо а да а Михаил был выше ну окей давайте Михаил я просто думал что с прошлого раза осталось нет я поднял руку тут уже как бы да Иван как бы не смог почему-то поднять сюда все правильно я в чате видел что он просился в общем-то небольшие хотел просто примечания дать ну как бы в лекции собственно сказали что после войны собственно вот эти все была же реально социалистическая коммунистическая партия то есть их заткнули грубо говоря всю критику как бы капитализма заткнули он сказал kill буквально да то есть убили фактически критику то есть реально стала холодная война все коммунисты прям супер идеологические враги никакой критики как бы то есть марксизм запретить грубо говоря все ничего не говорить то есть критика к системе неприемлемо да случилось в Америке из-за этого как бы ну система все-таки должна воспринимать критику потому что она реально как бы по идее должна помогать улучшать систему каким-то образом если она конструктивная критика а не просто так нам не нравится вот я даже не знаю в режиме монолога честно или диалога в ней я не знаю вот еще какие-то примечания ну по поводу каких еще примечаний то что Детройт умер ну это во многом да результат известного кризиса да oil crisis 73 года да когда цены на нефть в разы выросли американская автопромышленность нифига не перестроилась и не выдержала конкуренции с японской собственно говоря это в принципе вполне нормальная вещь мне кажется то что там Детройт да там Генри Форд там и так далее основал заводы и это все тоже понятно собственно тут я не знаю что добавить убавить как бы образование различных гетто тоже механизм в принципе специфический он известен в общем-то даже не знаю насчет Советского Союза ну я как бы 12 лет пожил в Советском Союзе как бы сейчас у молодежи я вот просто чувствую да там и разговариваю тоже как бы сотрудниками да есть такое как бы что да вот они как бы считают что в СССР было все хорошо да там что вот квартиру давали там в молодой семье там ну конечно непонятно сколько она должна была в очереди правда отстоять даже от предприятия допустим на эту квартиру я знаю сколько лично я 14 лет ну вот я 14 лет провел мы жили в комнате сейчас по памяти ну что-то в районе 12 квадратных метров 4 человек ну да это мои первые 14 лет мне кажется сейчас у молодежи во многом представления что как бы все было легко и просто но это далеко не совсем верно я думаю в общем-то да как бы не было как бы такое что работающий человек сейчас мне кажется в России совсем прям я не знаю как может работать ну как бы на Западе практически ну на США как бы невозможная ситуация когда работающий человек как бы фактически находится на грани там нищеты ну то есть у них минимальная зарплата вот да вот в Макдональдсе там там сколько там 1700 да получается вместе если перевести там сколько в час на самые там низкооплачиваемые должности ну это понятно то есть они же еще раз подняли по-моему сейчас минимальную размер оплаты да часовой сколько у них там почти не 8 долларов сейчас да минимальная размер оплаты труда в США честно не знаю но у них же и вилфер есть ну и постоянно там Клинтон там был 4 с чем-то потом 5 с чем-то так постоянно постоянно рост сейчас ну это конечно инфляция по большому степени потому что все-таки деньги печатают чудес не бывает когда деньги печатают инфляция идет это видно по росту как бы ценные ресурсы и так далее реальные как бы у них есть талон на еду между прочим частью элфера там талоны это понятно не ну как бы понятно что когда вы брали как бы систему привязки золота доллара как он там всеми сферам это понятно что можно печатать и печатать вот насчет говорю неравенства в части территорий я еще раз говорю ну как вот можно понять что допустим есть зарубежные компании да они заработали прибыль и к себе ее как бы вывезли да то есть с точки зрения как бы планеты вроде да то есть из России допустим огромный же вывоз да капитала там за эти там не знаю 30 лет там я не знаю там триллион долларов куда-то в офшоры там не знаю в другие страны все это дело куда-то вывезено то есть если бы это все оставалось в стране хотя бы инвестировалось как-то это все-таки была бы совсем другая ситуация мне кажется а вот у нас есть фонд что-то там благосостояние ну это он сейчас очень большой вот они в стране и что нет в Норвегии фонд гораздо я думал успешнее на том смысле конечно инвестируют не знаю у нас немного насчет как бы кстати вот сотрудников многие компании последнее время как бы когда эпоха даткомов да пошла вот особенно информационная они конечно не всех работников но многих топ-менеджеров и таких специалистов как бы делают им опционы на акции то есть они фактически как бы обещают что вот вы отработаете 3-4-5 лет да если то мы вам как бы или бесплатно дадим либо дадим право выкупа определенной части акций которые в принципе при размещении на фондовом рынке как бы неплохие денежки можно когда IPO пройдет допустим если еще компания не вышла на публичные фондовые рынки вот то есть многие такие компании вот ну что там IT-сектор да вот у маска например да там в тесле вот у него собственно зарплата даже фактически нулевая была но зато есть право на покупку акций собственно тесла вот допустим тот же SpaceX да он сейчас не публичная компания да вот они допустим возможно выделят Starlink в отдельную как бы компанию чтобы ее как раз акционировать разместить акции на публичных рынках возможно как бы он там постоянно за последние там сколько-то лет сотрудникам пишет что типа пока смысла нет зато я думаю там очень многие владеют именно акциями сотрудники вот допустим была информация что там в Тесле там многие там менеджеры они там с учетом того что там акции Теслы выросли там в 7 раз на последний год стали там вообще там мультимиллионерами долларов как бы если пересчитать это все стоимость акции что очень как бы как бы стимулирует их наверное задержаться как бы и попытаться повысить стоимость собственно компании на рынках то есть в этом смысле как бы не с точки зрения кооператива во многом как бы это можно реализовать через какие-то механизмы таких как бы именно предоставление права на покупку акций или как бы после определенного какого-то стажа работы как бы акции компании как бы самым хотя бы там не знаю топ 20% сотрудников как-то обещать с учетом того что все-таки как бы перспектива что стоимость акций растет по идее если компания успешна то это как бы двигает сотрудников и чтобы успешность компании продвигать и оставаться они и так далее вот что хотел сказать не знаю что еще Сергей то как-то монолог мне немного напрягает честно говоря нормальный микрофон он и есть микрофон да нет ремонт ремонт скажем так я бы сказал что мне кажется владение акциями тем более каким-то там ничтожным количеством это все-таки не тянет ни на демократическое участие управления компанией потому что никакого голоса это общем-то не дает почему обычная акция дает голос привилегированный не дает ну в смысле то есть какое право то есть что это дает то есть что другая что у него могут спросить не ну не это дивиденд мнение мнение нет дивиденды я понимаю да пропорции можно просто продать я имею какое решение у него спросят то есть по какому вопросу с ним должны советоваться не все равно допустим если условно говорил сотрудников есть практически там большой пакет или чуть ли не контрольный пакет акций компании они могут как бы как бы извините заблокировать наложить вет условно говоря может быть там какой-то блокирующий пакет возможно я не знаю сколько там процентов должно быть допустим заблокировать реальные решения компании например закрыть какой-то я не знаю завод например такое не слышал у меня застряло в зубах выражение миноритарные акционеры то есть я перевожу на кого всем начихать кроме известной песни слепакова про один процент то есть какой-то механизм как бы как бы это фактически ты владеешь частью собственности то есть ты в том числе сам капиталист получается в какой-то степени раз ты владеешь и получаешь доход собственно с компанией не просто в ней работаешь ну теоретически если бы у каждого у каждого человека было в равной степени когда раздали ваучеры да в принципе многие же как бы вложили в акции собственного предприятия в России правильно потому что не знали что делать да ну как бы решили вложить собственное предприятие ну правда конечно эффект был не очень хороший кто-то может быть кто в газпроме работал удачно надо знать что приватизировать а так фактически приватизация произошла фактически все стали как бы кусочек как бы дали как бы право покупки какого-то куска собственности за этот чек да то есть теоретически не знаю у меня лично такое ощущение что то что было в СССР это про приватизацию это было такое ну это же Россия это не СССР ну неважно я имею ввиду сама то есть позвать это всерьез приватизации честного язык не поворачивается в общем да это сомнительная вещь конечно была вот залоговые аукционы вот как раз то что в конце вольф говорил где-то где они возьмут деньги а мы это проходили мы знаем где они возьмут деньги да государство продавало только не кооперативы эти деньги взяли а некоторые ограниченные число людей правильных вот оно именно так и делало не ну там там была задача просто создать класс каких-то собственников просто задача была честно говоря не сделать всех всех как бы не раздать собственность народу а сделать просто честно говоря вот задним числом смотря и начитавшись того же карамурзы у меня ощущение что вся вот эта эпопея по поводу приватизации создания то есть задача не создания класса была например например могла быть задача реального развала допустим промышленности которая способна хоть что-то произвести такое вот ну опасное то есть ВПК сделайте так что у вас ВПК будет разворован так или иначе и вывезен там на офшоры с которых мы потом когда надо будет все равно и на офшоры достанем и заберем то есть фактически руками руками нескольких ограниченных там ограниченных числа людей просто разобрали на запчасти экономику целой страны то есть они сами ее разрушили это можно сравнить с чем-то типа как допустим вы хотите не знаю вывезти муравейник некий муравейник лежит там в саду вы хотите его вывезти вы берете вместо того чтобы там травить и там или воевать с ним там еще что-нибудь делать вы берете вместо этого и у вас часть муравьев получает право приватизировать льготно то что там находится и они сами его разломают грубо говоря и остальные муравьи вынуждены будут либо умереть либо уйти оттуда все очень просто то есть это даже не для того чтобы класс собственников сделать я думаю это был механизм демонтажа и все не более того и сейчас собственно это механизм вывода средств то есть им никакой не нужен там естественно ни Березовский ни Абрамович это как это назвать правильно это нечто вроде курьера который ездит допустим и в задний проход все засовывают какой-нибудь там презерватив с героином вот это такие же точно курьеры и у них тоже в заднице презерватив с героином и кончится с тем что он однажды порвется у Березовского уже порвался а у кого-то еще впереди только порвется в общем но это не более это как как это называется на жаргоне лошадь это называется да лошади вот надо поработать забыл приключение Вася Куролесова он говорит поработать лошади вот надо поработать ну вот это лошадь ну а мы отвлеклись немного да марксизм ну окей давайте может нам Илья что-нибудь по марксизму скажет Илья прошу снова здравствуйте здравствуйте ну что тут по поводу марксизма скажешь я я не экономист не не супер интеллектуал ну и как бы те кто здесь часто бывает те прекрасно знают чем я занимаюсь то есть я в другой сфере вообще мозги свои прикладываю вот то хотелось бы как бы ну я сижу так слушаю людей и пишу вот на блокнотике карандаш по олдскулу я ничего не печатаю даже вот хотелось бы во-первых отметить Иван Михаил блин замечательно что вы пришли замечательно что вы высказываетесь я надеюсь что вы еще здесь вот и Радмир высказывался вот много молодых людей пришло моих в принципе ровесников насколько я чувствую да и понимаю это здорово это круто хорошо что мы здесь появляемся вот и перенимаем опыт у старшего поколения вот хотя бы по опыту публичных выступлений это тоже важно вот у меня есть несколько таких вещей которые ну вот которые я видел которые я ощущал и некоторые вещи которые мне рассказывали вот ну мой шеф там да который собственно говоря начинал вот свой скажем так вот бизнес да он еще там много черти пойми чем там занимался еще и при советском союзе там пытался то там здесь приторговывать там и фотографом работал в общем однажды ехали мы с ним с одного объекта вот он меня собственно на крузаке возит на кладбище когда нужно что-то это самое раскрутить и в общем я и со мной как с персоной ведет беседу и одна вещь которую он мне рассказал по поводу советских времен она меня шокировала так что вот ну сейчас вот прям всплыла что вот разница в доходах тыры-пыры была не была вот что он мне сказал то есть я за что купил за то и продаю вам всякие начальники строили себе дома дачи там тыры-пыры это всегда в принципе было и при советском союзе тоже было интересный момент понимаете строиться ввысь для них было опасно вот то есть все равно ну партия смотрела наблюдала кого бы натянуть однако они знаете как это ликвидировали они копались вглубь делали себе там цокольные подцокольные этажи и там у них все было все было вот то есть это вся разница в доходах она внешне была не видна но она была хорошо вкопана в землю и те кто знали что она там есть они знали что она там есть вот поэтому та самая вот это вот маленькая вроде как разница в доходах она по факту как бы не была таковой не была такой маленькой вот сразу скажу что тут куча людей дала мне кучу ссылок и кучу ресурсов и с почти полной уверенностью скажу что я их как минимум в ближайшее время не изучу а как максимум не изучу вообще ну да но у меня там другие интересы и я плавно перейду после этого к следующей своей проблеме ну и к следующему тезису который нам Иван если не ошибаюсь это он говорил который меня за дело зацепил меня не совсем интересовали книги ресурсы меня интересовал личный взгляд людей как они вспомнили и попытались проанализировать что же им конкретно понятно что там есть огромные макроэкономические показатели есть куча там статистической литературы ну мне интересно было бы послушать людей которые прочувствовали на себе что это такое как это функционировало и попытались подумать а как это реализовывалось система и схема как она на них воздействовала переворачиваю страницу вот что я хотел бы отметить по поводу людей да вот социалистического вот скажем так склада мышления которые в общем-то окружают меня например в мои трудовые будни потому что у нас коллектив достаточно возрастной и я самый молодой в принципе из сотрудников хотя может не самый есть там еще кто-то там помоложе но большая часть коллектива она старше меня не помнит еще совок они при нем работали жили вот я надеюсь не оскорбил никого словом совок это у меня так для ускорения речи вырвалось я не хотел никого оскорбить надеюсь у меня не сильно вышло так жестко вот я заметил что эти люди часто делают туфту вот реально часто делают туфту они кучкуются вокруг какого-то там своего одного неформального лидера вот и они гонят туфту эта туфта ну скажем так продается чуть-чуть похуже чем делают то что я делаю да и там человек или пара людей которые там кучкуются вокруг меня и это приводит нас вот как раз к следующей мысли о чем сказал собственно и блин сбился что-то я ушел в эти самые в гебри своих воспоминаний в общем что я в общем прочувствовал да что вот эти вот как бы формальные да неформальные лидеры они формируют такую немного странную экосистему и я думаю Сергей вам понравится фраза вот эта вот темная материя вот этих вот социалистических взаимодействий вот этих вот царьков когда вроде как экономических нету никаких привилегий но откуда-то излишек ресурсов у этих вот царьков берется это 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 какие-то тоже там подковерные взаимодействия такие которые никто не видит но они вот есть перелистовую страницу а собственно вот к чему что меня очень зацепило что вот после определенного только дохода люди начинают интересоваться политикой и вот этими всеми взаимодействиями происходящими как бы на мировой арене мы живем сейчас вот правда как пролы в 1984 по Орвелу вот они живут там в нищете и не могут поднять голову нет такого ощущения да я думаю есть я думаю оно есть и что теперь с этим делать нам ведь и эту голову и не дают поднять и может быть в этом суть всей вот этой вот схемы системы власть ради власти как опять же было в 1984 все ради стабильности ну это же стабильность она не факт что будет такой милой ласковой и радужной для кого-то стабильность это стабильная черная икра а для кого-то стабильность это стабильная вот такая вот жизнь прола собственно говоря я понимаю что вот вот мои выступления вот они сумбурны но если у кого-то есть что сказать по поводу дальше там марксизма или того что я сказал я с удовольствием послушаю вот может быть еще добавлю скажет наверное может быть еще добавлю по поводу вот этого вот менталитета вот этих вот людей которые вот лет им по 50 да вот они там делают шеф-потребную продукцию она откровенно там прискорбного качества и люди они получают за нее там эти деньги в принципе так неплохо получают делая эту ту-ту но я прекрасно понимаю что она как бы она с трудом продается продается со скрипом и с трудом когда они пытаются сделать там что-то такое большое и хорошее оно там стоит у нас очень долго оно очень долго реализуется вот и вот это вот я не знаю как рассказать так корректно вот эти вот жертвы советской уравниловки которые привыкли что можно сделать как бы как и это все равно уйдет и все равно им заплатят не намного там больше не намного меньше чем тем те кто делает вещи нормально вот сейчас так получается что вот эти вот жертвы советской уравниловки они реально вот тянут вниз а тот кто хочет чего-то там выскрести вырвать у этой жизни он получается вот я я от них практически завишу у нас с ними там взаимодействие не налаживает они как это конфликт постоянный я уже перестал с ними здороваться просто прохожу мимо и они само точно так же и вот выхода из этого из этой вот я не знаю как чем это можно объяснить вот не является ли это последствием вот пропускания их через вот идеологически экономическую такую мясорубку вот их сознание и что вот марксизм он предлагает распределять поровну между вот ими и нами я думаю что это тоже было бы не совсем корректно и правильно да опять какая-то херня получилось ну уж извините спасибо за за то что выслушали этот трех ладно я думаю народ среагирует нет по поводу там что определенная была своеобразная культура и не знаю было ли навсегда или это вот какое-то вырождение которое случилось там не знаю восьмидесятые застойные года трудно сказать я не работал восьмидесятые годы так что не знаю но как бы наслышан там от людей которые работали да что как бы сказать зависимость качества работы от оплаты вернее наоборот оплаты от качества работы в общем была мягкая невысокая на таких вот на обычных производствах были какие-то там сдельные вещи там кто вот что-то обычно про кого рассказывали я помню первый начальник рассказывал он по распределению поехал он уже такой был человек уже то есть я даже не знаю сейчас живой он или нет в общем мой первый начальник на моей первой работе уже в 90 каком-то году он был таким уже в общем приличном возрасте там ему было в районе 50 он по распределению студентам попал куда-то на севера какое-то время там прожил севера где-то вот реально где оленеводы и олени и он кроме шуток рассказывал я не знаю как мне анекдот говорит что вот эти как назвать это в общем ну короче чукчи и не знает надеюсь сейчас необзывательное слово слово чукча в общем те кто занимается живут почти традиционным укладом и производят разводят оленей потом сдают их в заготовку там разные части сдают там шкуры рога что-то там мясо что-то там молоко дофига всего разного короче они на этих своих заготовках им такие деньги платили этим вот чукчем который реально читать не умеет то есть он никогда в жизни не может прочитать ничего и они практиковали он просто видел сам лично что человек достает ну то есть работает приемник ну типа транзисторный длинноволновый они начнут слушать какую-то там волну которая достает до этого поселка где-то где еще немного и собственно тундра начинается радиоприемник стоятся батарейки что такое батарейки чукчи не знает этот радиоприемник просто выкидывается так вот и он на свалку и рядом стоит коробка где типа в коробке они пачками упакованы то есть там по 20-30 штук эти приемники транзисторные он просто достает что тут следующий и включает вот так жили люди вот у них была сдельная работа они получали за за произведенные то есть сколько сколько рогов сдал там навес сколько шкур сдал и так далее и денег там были в общем по меркам обычного сотрудника что завода в Москве что какого-нибудь научного сотрудника из них в общем это были астрономические деньги которые буквально некуда было девать буквально они даже и не понимали до конца что это вообще любил такое пересказывать так сейчас алекс по-моему да дальше да так у меня тут несколько ремарок тоже на выступление вот тут Радмир по-моему да высказался насчет того что в Советском Союзе бумага как бы с тем что Маркс писал и практика разошлись с действительностью но я в принципе с этим не согласен потому что если возьмем прочитаем манифест коммунистической партии там Маркс конкретные задачи ставит в принципе первая задача это через революцию победить буржуазию и все остальные классы оставить фактически один класс пролетариев и руководящую коммунистическую партию над этим классом это первый момент второй момент разрушить государство буржуазное разрушить семью разрушить религию эти цели в принципе советское государство самого своего создания первыми же декретами первыми же годами начало и частную собственность ликвидировать они в принципе это все провели ну и семью тоже хотели разрушить в конце концов просто одумались и решили так сказать новую советскую семью там создать переходную форму скажем так вот то есть в принципе вот эти все задачи которые были поставлены эти коммунистические большевики они в принципе это проделали другое дело что Маркс говорил о том что надо революцию сделать во-первых он это имел конечно развитые страны Россия немножко другой страной оказалась где пролетариата пшик был просто на тот момент по сравнению с крестьянским населением но это ладно этот вопрос большевики решили с помощью коллективизации там и прочих моментов колхозов и так далее вот но самое главное Маркс во-первых не сказал как надо действовать дальше при социализме у него там какие-то абстрактные достаточно вещи которые больше подходили к обществу в котором он жил а возможно но никто не пробовал их проводить поэтому нашим товарищам пришлось экспериментировать и так сказать имея светлую цель коммунизма пытаться приспосабливаться это один момент второй это было единственное государство на территории мира земного шара ну а как известно потому что Марксу коммунизм должен был быть мировым ну поэтому как бы на гербе Советского Союза был изображен земной шар как мы все помним и видимо подразумевалось что по мере так сказать создания коммунистических государств к этому СССР будет он расширяться какими способами это уже другой разговор и как эту политику проводили там Троцкий, Ленин Сталин там и потом когда Хрущев перестал это все делать это другой разговор ну это вот один момент второй момент того же Маркса в принципе за что его очень сильно все критикуют он много пишет про коммунизм про социализм пишет что-то но как произойдет переход от самого социализма к коммунизму каким это чудом вдруг допустим построим мы социализм то есть цельсическое государство но как вот этот переход вдруг скачком произойдет про это у него там и ничего нет в принципе никто не знал Ну вот, у нас вот он не произошел, у нас по-другому все пошло. Не получилось. Может быть, кто-нибудь захочет еще раз этот эксперимент социальный провести подобный. Может быть, у них получится. Ну, в общем, вопрос открытый, и классики об этом тоже ничего не говорят. Это вот такое замечание. По лекции тоже забыл сказать. Вот товарищ Вулф, он рассказывает насчет проблем, какие у капитализма были. То есть первая проблема – это кризисы, потом то, что отсутствие свободы, отсутствие демократии на рабочем месте. В принципе, если мы посмотрим наше советское государство, у нас те же самые проблемы были. Были те же самые кризисы в экономике, их несколько даже было. Первое – это большевики, их пытались там тоже так же решать по разными способами в разное время. Первый кризис был – это НЭП после Гражданской войны, потом следующий кризис был – после Великой Отечественной войны. Следующий кризис был – это после правления Сталина, там Хрущев тоже к народу, так сказать, политику страны развернул. Следующий кризис был – это после Хрущева, когда Брежнев пришел к власти. Это вот и Косыгинские реформы, так называемые, изменения экономики. Ну и последний кризис, который добил Советский Союз фактически – это Горбачевская перестройка. То есть те же самые проблемы все были. То же самое – взять ту же самую демократию на рабочем месте. Когда она была? Ну, может быть, была в самом начале образования Советского государства, в самом конце образования Советского государства. Вот, потом дальше отсутствие, ну, про состояние… Что-то со звуком случилось. Так, Алекс у нас пропал. Алекс, здесь? Видимо, что-то техническое. Либо что-то оборвалось в интернете, либо наушники, беспроводные гранитуры, еще что-нибудь. Ладно, тогда пусть Алекс пока восстанавливается. Кто у нас дальше? Ой, пропал совсем. Да, что-то, видимо, произошло со мной. Так, тогда, 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 Сергей, прошу. Еще раз добрый вечер всем. Тема, конечно, интересная. Надо сказать, что наши одноклубники сегодня очень интересно рассказывают нам, несмотря на свою юность. Я надеюсь, никого не обижу. Я надеюсь, никого не обижу. В 1904-е годы в жизни действительно был прекрасный юный возраст еще и рассказывают нам интересные вещи. И, в общем, наверное, быстрее хочется согласиться, потому что действительно старик Вольф, наверное, как-то по-своему, по-американски видит марксизм. И, может быть, немецкий марксизм от американского действительно отличается. Я не специалист, я не буду судить. Для меня, например, какие-то мысли, высказанные сегодня нашим одноклубникам, были гораздо интереснее проникновений, чем обычная левацкая желчка, которую говорил Вольф. Ну, в общем, по теме, лично мое такое ощущение, что, по большому счету, даже несмотря на то, что, наверное, у марксизма есть какой-то национальный оттенок, по большому счету, ведь нету нечистого капитализма на данный момент нигде, с которым можно было бы бороться марксистам. Нет нечистых марксистов, которые бы действительно боролись за счастье, за какую-то справедливость, не за равенство, а за справедливость. И, по большому счету, из всех присутствующих здесь, и даже у самых старших, нету, в общем, опыта жизни и при социализме, когда идея марксизма была такой основополагающей. Потому что 70-е, 80-е годы, трудно назвать, наверное, чисто марксизмом. Я думаю, что на данный момент идеи марксизма, в общем, интересны, но на данный момент они разрушительны. Разрушительны именно тем, что для неокрепших мозгов, да, и то, что мы сегодня видели в этой американской аудитории, и, в общем, то, что мы видим вокруг. И даже не в России, а вот больше там, там, где вроде как бы капитализм состоялся, есть какие-то даже плоды, есть какая-то устроенность. Мы видим, что там марксизм, на самом деле, приносит и принесет больше зла. Это идея, доведенная до абсурда, да, то есть, грубо говоря, все время идя направо, придешь налево. Вот, в общем, наверное, с их марксизмом так и случилось. Я думаю, что это, при том, что я еще раз скажу, я не считаю, что был Совок, что там Рашка, я так не считаю. Я вижу массу положительных вещей именно в той идее, которая была в Советском Союзе. Я вижу массу положительных вещей даже в отношениях в семьях, да, в том, по сравнению с нынешним количеством разводов, в том, в общем, здоровом состоянии детей и психическом, и физическом здоровье, я имею в виду. То есть, если бы мне сказали, как тогда или вот как сейчас на Западе, да, я бы, наверное, все-таки сказал, давайте лучше, как тогда. Потому что люди были, ну, они были наполнены какой-то идеей. Да, потом в конце 80-х и даже в начале 80-х, я просто не могу судить, да, я тогда был в глубоком детстве, но, в общем, я помню все это так относительно. Люди были проще, чище, здоровее. Работали хуже, ну, как и везде. Для того, чтобы понять, работают лучше ли сейчас, надо поработать, по большому счету, на капиталистическом производстве. Ну, вот то, что касается нашей тематики, тематики, как бы, мужской жизни, да, в современности и способности выжить в этой современности. Взять ли это в капиталистическом разрезе. Вообще, очень трудно говорить на эту тему, потому что это настолько многоплановая, с массами оттенков, оговорок, идея, что нет ни белого, ни черного, ни плохого, ни хорошего, ни тогда, ни сейчас, ни здесь, ни там. То есть, вот, здесь нету того рецепта, который бы можно было сказать, вот, марксизмом мы эту тему пробьем. Вот, в марксизме есть масса таких вещей, которые будут основополаганием, основоположены, вот, в основу, да, чего-то в построении будущего. В моем понимании, марксизм, да, и все эти идеи нам сейчас принесут гораздо более страшные последствия, если мы будем их поддерживать. Чистый капитализм, это что, это вот в прериях идет пять телег, да, отец, жена, семеро детей, собака, корова, вот они остановились, вырубили участок леса, зачистили, посадили, вот он капитализм, вот он чистый капитализм. Чистый социализм, это, грубо говоря, коммуна, да, там, даже республика Шкид, там, я не знаю, там, или коммуна, как вот, если открыть Макаренко и начать читать, вот он, чистый социализм. Дело в том, что, когда читаешь вот эту педагогическую поэму или педагогическую, как у Макаренко основная книга, я давно ее, давно ее читал, читаешь и понимаешь, мама, мя, они же действительно жили, ну, коллективом, идеи, ощущали, при том, что там собрались сначала-то полнейшие отморозки, да, но потом силой воли коллективом, и действительно силой коллектива, они смогли создать коммуну, и когда, допустим, тот же Макаренко описывает столкновение вот жителей своей коммуны с жителями окрестных деревень, вот читаешь, и я, причем, это читал еще, будучи абсолютно таким товарищем, убежденным в том, что на Западе все сделано правильно, таким товарищем, который там готов подставить плечо и встать в эту белолентничную тусню, я не ходил, но готов был, я понимал, что у нас, у власти не те, и я думал, что вот прям вот, с Запада нам дует свежий ветер, и я тогда читал, и я в себе ощущал, что, ну, похожих кулаков не зря стреляли, и коллектив это не пустые слова, и идеи, как бы, вот такого братства, да, пацанов и движения какой-то цели, да, такого совместного воспитания друг друга, то есть, во мне все это находило отклик, абсолютно. При том, что я говорю, я был абсолютно западно-ориентированным человеком, вот как бы в мыслеполагании своем. Да, но, не знаю, очень сложная тема, и по большому счету, вот если сейчас взять на тот совершенно не капиталистический капитализм, который мы можем наблюдать в забугорье, то, что считается у нас благополучным, там, там действительно, там, там, там такой, вот если прям открытый марк сочетать, да, действительно, там такой капитализм с волчьими зубами. Взял ипотеку, все, раб. Я не знаю, там, захотел какой-то бизнес сделать, тебя задушат налогами везде. То есть, там, на самом деле, выживать, ой-ой-ой, как трудно. Да, тебе могут создать минимум, минимум, но, опять-таки, не надо забывать, там, когда говорят, там, там, какой-нибудь, там, шведский или норвежский социализм. Друзья, они, может быть, и получают денег, но там и цены другие. И я вот тут бабушке рассказываю, что, там, минимальная пенсия, там, от 450 до 600 евро, да, в месяц. Она говорит, ой, почти 60 тысяч рублей, вот я бы жила. Я ей говорю, слушай, ну, вот смотри, коммуналочка по 200 выпадает, никаких тебе бесплатных врачей, никаких тебе бесплатных автобусов. Да, ты можешь пойти в Красный Крест, тебе это будут два раза в месяц давать, там, 10 пакетов молока, 10 пачек фасоли, там, я не знаю, там, 3 пачки риса и пару пачек печенья. И, по большому счету, да, и при всем при этом ты можешь пойти посидеть у моря, выпить за евро чашечку кофе. Вроде как бы оно все офигенно, да, но нифига, такого вот прям вот офигенного в этом ничего нет, это тоже выживание. И, в общем, по большому счету, чтобы там выживать, там надо родиться, и с этим надо смириться. То есть, а молодежи еще труднее. Но потом не надо забывать, что в капитализме, вот опять-таки, да, вот я то начинаю, плохой социализм, то плохой капитализм, потому что, ну, очень трудно действительно опереться и сказать, что вот есть такой рецепт, и вот это вот выход, который поможет всем. Ну, посмотрите, а что творится с семьями, да, что творится с молодежью в тех же благополучных странах. Норвежские, финские, шведские детишки, а вы посмотрите на них. Это же ведь уже бесполые такие шарики в очках, абсолютно без признаков фигуры, да, то есть, там дети 8, 9, 10 лет, они уже штанишки носят 48-го размера, понимаете? То есть, та сытость, которая, относительная сытость у них получена, да, она им счастья не принесла. Все эти движения, да, они же, в общем, как бы выросли на капиталистической почве, да, но подпитаны идеями марксизма. То есть, на самом деле, ни марксизм, ни капитализм в том виде, что пытаются нам сейчас предложить, продать или, ну, или, как бы, пропагандировать, ни там, ни там не является абсолютно чистой фактурой. Поэтому мы можем гипотетически обсуждать, да, что это и как оно. Но, как любая идея, да, ну, вот, например, из моих вкус будет звучать отстран, но я скажу так, допустим, в самом законе о семейно-бытовом насилии, вот, в самом лозунге, да, давайте искореним насилие в семье. Я вижу только прекрасные буквы в прекрасном сочетании и прекрасную идею. Но ведь так же, может быть, и не может быть, а ведь так же происходит с любой идеей. Даже французская революция закончилась тоже дилекцинированием абсолютно всех, да, и потом пришел, и Наполеон назначил себя императором и привет. Вот. И, в общем, все идеи, в основе которых полежит вот, как бы, вот эта распределяемая справедливость, и, не знаю, мне кажется, все эти идеи – это абсолютно полнейшая утопия. Это неосуществимо. Ну, мне, кстати, очень понравилось то, что, к сожалению, я не открывал телефоны, не смотрел, кто говорит по имени, но вот наш молодой комрад, в нем с четвертого года рождения, который приводил достаточно трезвый, интересный довод и оперировал, я так понимаю, со знанием, фамилиями и прочитанными книгами. Было интересно слушать, и он очень логичен, и мне бы хотелось бы с ним согласиться. Ну, просто не упрыгиваем ли мы от этих красивых лозунгов, даже просто обсуждая марксизм, потому что где-то равенство закончится, простите меня, вот как заканчивается сейчас вся идея о равенстве мужчины и женщины в семье, о равенстве детей с родителями, да, то есть, ну, и равенство, это же всегда подрезание верхних, кого буду тем, кто снизу, да, это изъятие у богатых и передача вниз, при том, что мне тоже совершенно не нравится то, что вот эти пылесосы, да, для которых деньги уже, в принципе, перестали быть, суммами, да, они уже просто конвертируют их во власть, и скоро даем волю, они начнут континенты передвигать, это не население, а прям континенты будут передвигать, все эти Безосы, Брины, белые гейцы, при том, что я не верю, что это, вот как Алекс говорил, это люди, которые сделали сами себя, да, ну, честно говоря, вот я по жизни на свете, я прихожу к поводу, что self-made, да, там, сам себя сделал, но это же ведь просто, нам рассказывать историю, сидел в гараже, на вкусе у яблоков, придумал Apple, бах-бах, и вот он, айфон через 30 лет, ну, не так все это ведь, там, это просто красивая картинка, да, так же, как Мазам и вот из вот этой, в России раз за сети Wildberries, да, вот эта Кирьянка 10 лет рассказывает о том, что она сама создала сети, ну, вот это вот, магазины онлайн, да, вот рассылка, все, в каждом номере вот этого Wildberries, как я посмотрел на свете, когда прижал, но это же, просто, как, такое впечатление, как будто она гений какой-то, но при ближайшем рассмотрении, ты начинаешь копать, слава богу, сейчас есть масса информации, вдруг оказывается, что она недальний родственник Цоев, тех, которые при Лужкове рулили всеми торговыми площадями, да, и понятное дело, что те Цои, одна из них была певицей, помните, второй был Лужковым помощником, вот, и, в общем, как бы все эти истории имеют за собой, как бы, вполне логичное понимание, движущие силы, поэтому я не верю в то, что все эти пылесосы стали пылесосами, потому что они такие мозговитые, такие великие, нет, ну, вот опять-таки, да, сумбурно, как бы, все понятно, я просто к тому, что невозможно вывести какую-то фону, прийти к консенсусу и, в общем, как бы выстроить какое-то понимание, потому что на данный момент нет ни социализма, ни капитализма, ни марксизма, ни нацизма, ничего такого уже нет, к сожалению, все достигло такой стадии совершенства в разрухе, да, или разрухе в совершенстве, что мы можем просто гипотетически, ну, так, болтать на эту тему, да, кому какая идея нравится, но по-большому, что-то прикладного в этом нету ничего. Спасибо, спасибо, с удовольствием слушаю, спасибо. Там не помню, не знаю, на каком месте прервалось, а, ну, ладно, тут два замечания сделаю, точнее, три замечания, вот насчет Джобса я бы добавил такой момент, не уменьшен, слышно меня сейчас, да? Вот, про Джобса такой момент важный на самом деле, не умаляя его как бы достоинств, как организаторы и всего такого, он умудрился в 80-е годы фактически быть монополистом по поставке компьютеров в бюджетные учреждения США, и его за это очень пинали и все такое, но вот фактически все 80-е и начало 90-х годов Apple доминировала фактически, все компьютеры были в бюджетных организациях, и даже к нам попали они тоже в налоговую, они пытались монополию сделать в свое время, это вот один из как бы плюсов его успеха, скажем так, так что там тоже коррупция, видимо, существует, это вот такое замечание. Ну, а теперь как бы по коммунизму два момента, первый такой вот момент, это марксистская антропология, то есть марксистское учение человека, оно, в принципе, на самом деле достаточно интересное, потому что что Маркс говорит? Он говорит, что чем человек от животного отличается, в принципе, животное, что одинаковое, что человек как животное пьет, кушает и, соответственно, размножается, а что отличное? Отличное – это то, что он трудится, ну, причем не просто трудится, а трудится в социализе, ну, в обществе, это первый момент, а второй момент – то, что мало того, что он трудится, сам труд еще развивается и меняет свои формы, так сказать, более совершенно подвигается, соответственно, экономическая формация меняется отсюда. Вот этот вот аргумент, как бы, он на самом деле достаточно серьезный с точки зрения критики всевозможных биологических теорий человека. Это вот типа Савельевской теории, типа теории Сапольских и так далее, то есть вот это как вот потому, что эти теории достаточно ранговые, то же самое теории, они достаточно широко распространены в среде МД, и, в принципе, вот этот марксистский аргумент, он достаточно сильен при оспаривании соответствующих позиций. Я как бы не разделяю полностью марксистскую антропологию человека, как бы, да, но в данном случае, в принципе, я считаю, что Маркс полезен, и ни в коем случае людям не надо упрощать человека, по крайней мере, этот аргумент надо учитывать, потому что там про другие не говорю. Это вот один момент. Второй момент, спрашивали, ну, зачем нам вроде марксизм нужен при обсуждении МД? Ну, во-первых, как бы, я считаю, что не надо там на одной теме там отношалок, РСП там и прочего зацикливаться. Я думаю, что большинству, наверное, слушающих уже это не так интересно, наверное, даже. Все, надо куда-то дальше развиваться, и вот подобные, как бы, мероприятия, они с точки зрения преодоления МД, то есть развития куда-то дальше, там, и так далее, они, в принципе, полезны. Вот, это один момент. А второй момент, вот если взять тот же самый манифест коммунистической партии, его немного подредактировать, убрать, вместо слова, допустим, капитализм поставить слово патриархат, вместо слова буржуй поставить слово мужчина, вместо слова пролетария поставить слово женщина, немножко подредактировать, и получим целый манифест аналогичный феминизма современного. Практически вся та же самая риторика, все почти те же самые аргументы получаются, и так далее. Это о чем говорит, что, в принципе, у феминизма корни оттуда все растут, и методы, и борьба, и все это, все это уже было, и ничего тут удивительного нету, и то, что Маркс говорит о разрушении семьи, то, в принципе, то, что фактически сейчас и происходит, это все оттуда корни имеет. И как бы они там не отвергали, не отбрыкивались, тем не менее, источник там находится. Про это забывать тоже не нужно. Вот, в принципе, все у меня. Благодарю. Так, пардон, без имени, так что тот, кто назвался Realme, прошу. Добрый вечер, меня слышно? Да, слышно, добрый вечер. Очень любопытное собрание, мне Сергей зовут. Хотел вот такие вещи поговорить по поводу демократии, поднимался вопрос неоднократный на этом канале. И вот прокинуть тему того, как влияет капитализм на современную рождаемость и, скажем, какая рождаемость была в советское время. Не с научной точки зрения, а просто статовой. Я сам прожил в советском союзе 11 лет. И некоторые бытовые наблюдения у меня есть. Ну, скажем так, вот сейчас у меня есть дети, и я понимаю, что это влечет за собой. Это влечет за собой определенную финансовую нагрузку, определенную временную нагрузку. То есть нужно уделять время к выпускам, к каким-то секциям, школе и подобным вещам. Если все это сложить, посчитать, то получается, ну, в общем-то, комбитая сумма. Вот. Сравниваю себя в детстве. Тогда я ходил на кучу кружков в этом самом СССР. Все кружки были, ну, как-то бесплатны. Сейчас, чтобы ребенок полноценно посещал одну секцию, допустим, фигурное катание. И то там не какое-то профессиональное, но тем не менее, это становится, ну, в общем-то, большой суммой. Если уже у вас есть еще один ребенок, который готовится к выпускаться из школы, то это еще очень большая, круглая сумма, которую нужно заплатить за репетиторов для того, чтобы ребенок был подготовлен на сдачу выпускных экзаменов и для того, чтобы он поступил в какой-то вуз. Вот. Если я все это накладываю на свой бюджет, то получаю, как бы, существенный, существенный минус. Вот. Когда я встречаюсь со своими знакомыми, там, сверстниками, некоторые из них имеют семьи, кто-то не имеет семьи. Ну, вот. Очень существенная разница между людьми. Тот человек, который не имеет детей, он может себе позволить гораздо больше каких-то материальных благ, не знаю, каких-то покупок, там, еще чего-то, путешествий. Вот. И, ну, по сути дела, дальше выступает дело арифметика. И мы считаем, что, считаем сумму стоимости владения, или не владения детьми, а обязанности, да, оплачивать существование детей, и получается, что это, в общем-то, совершенно невыгодно в современном обществе. Вот. В сегодняшней дискуссии, там, ну, звучали сравнение между капитализмом и марксизмом, социализмом. Вот. Я как раз думаю, а вот у меня у самого двое детей, у моих родителей трое детей. Вот. Я думаю, если они жили в социализме, на каждого из них не давил то время, о котором я сейчас говорю. То есть, ну, не знаю, репетиторы, на Урале стоит 25 тысяч в месяц, кружки стоят на одного ребенка 15 тысяч в месяц. Если мы все это убираем, считаем сумму на год, получается, ну, кругленькая сумма, на которую можно, ну, что-то очень даже, ну, существенное сделать. Вот. Возникает вопрос, а почему те люди, которые жили при Советском Союзе, да, вот, не имея подобной нагрузки, тем не менее, они не рожали много детей. То есть у меня такой вопрос возникает ровно потому, что я на себе это время ощущаю именно сейчас. Вот. И мне непонятно, а почему, если бы этого времени не было, я вот, ну, то бы рад, если бы у меня было детей больше. Вот. Собственно, если бы мне кто-то вот в этом вопросе помог, да, там, я сам бы, да, оставил, это было бы гораздо лучше, то я бы не отказался от того, чтобы могут, там, пять детей, даже больше, не знаю, все, как сказать, даже не могу. Вот. И тут вот этот вопрос мне как раз непонятен, то есть соотношение между нынешним поколением и предыдущим. Ну, и плюс я немножко смотрю на, там, своих, там, сиблингов, да, как это называется, английских, то есть братья-сестр, в том числе двоюродные, ну, очень даже немногие из них обзавелись семьями. Ну, ну, тоже очень любопытно. Ну, почему так? Ну, и опять же, там, сравнение современного, нам, капитализма с СССР, вот, если, там, сейчас есть возможность сходить в какую-то районную политику и что-то решить, да, там, это понятно. Ну, если ты хочешь вопрос решить качественно и надежно, то, извините, мне, это нужно заплатить, да, а, там, науральдеразовый прием у врача, у терапевта, кто-то знает ту историю, еще там, стоит, там, 1200, это вот, ну, первый прием. Ну, опять же, да, вот, определенная нагрузка на детей. Я уж там не говорю, там, про анализы, там, во все остальные вещи. Вот, плюс, вот, по поводу сравнения, сейчас, не знаю, там, можно посмеяться, вот, я скажу, чем мне лично, мы пойдем там, там, субъективным восприятием, чем различает социализм и капитализм, это я, к сожалению, не имею возможности сравнить, как было при социализме, когда ты работаешь и как ты там взаимодействуешь с окружающим тебя миром, когда ты во взрослом состоянии, но у меня есть возможность сравнить, как это происходит в детском состоянии. Вот, я помню себя, что я самостоятельно, самостоятельно гулял во дворе, начиная примерно с четырех лет, вот, сейчас такой возможности отправить ребенка, как-то, ну, гулять в отбор или еще что-то, да, на улицу, такой возможности нет, это просто очень опасно, и я себе такого позволить не могу. Вот, это, ну, просто, ну, кардинальный вот такой щелчок, что вот тогда было безопасно, то есть я мог возвращаться из школы, три остановки пешком пройти, и никто обо мне не беспокоился, не было никаких сотовых телефонов, теперь я ребенка отпустить куда-то далеко от тебя, без какой-то, ну, связи и подконтрольности, ну, просто это невозможно. Ну, и по поводу вопроса о получении квартиры, да, наверное, есть какие-то свои нюансы, свои особенности, но вот мои родители каким-то образом получили квартиру от завода, который находился в городе Миллионники, не в Москве, на окраине, прям, ну, на черте города, ну, во всяком случае, они смогли получить сразу год моего рождения, и вот мне думается, что такая возможность все-таки имелась, ну, по крайней мере, в нашей семье. Вот, и еще момент, собственно, качество образования. Сейчас, мне кажется, что разница существенна между тем, какое образование давали в советское время и в то образование, которое дают сейчас. Ну, то есть, когда вы наблюдаете, когда у вас ребенок сидит дома по нескольку дней, когда там вздает экзамены, ОГИ, ЕГИ, там, прочее, прочее, и там, всякие ковиды существуют, и когда ребенок не в состоянии просто озвучить какие-то ключевые даты по истории страны или еще что-то такое, ну, или когда ребенок не понимает, ну, в чем состоится там процесс кипения, допустим, ну, это говорить о том, что при капитализме гораздо лучше, ну, наверное, нет. Вот, что-то мне подсказывает, что нет. Вот, немножко сумбурно, большое спасибо. Благодарю. Ну, собственно, я про количество детей только могу лишний раз сказать, что, ну, может быть, это нетипично, и я так, ну, одну только ветку так хорошо знаю достаточно. То есть, у моей прабабушки, которая родилась в декабре 1899 года, у нее было двое детей. Бабушка и, соответственно, ее брат родная. У бабушки родилось двое детей, две дочери. Одна из них моя мама. У брата ее одна дочь, вообще один ребенок. У моих родителей двое. Там у дочери тоже родилось двое в соседней ветке. То есть, один или два. Да, это вот стандартная схема, насколько я вижу, по крайней мере, половину семи, которые я хорошо знаю, да, я вижу, там, кого, чего, сколько было. То есть, тема такая. Сейчас там могу навскидку, допустим, там, прадеда с другой стороны, я вряд ли сейчас воспроизведу, что там было. Но начиная с поколения, которое родилось послевоенное, там у всех есть даже ноль, у кого вообще детей нет. Есть такие причины, я не знаю. Есть, по-моему, два максимума. Сейчас подумают, у кого у нас больше, чем два. Единственный человек, которому приходит голый, это моя родная сестра, у которой четверо. То есть, ни у кого такого не было. Это была нормальная, типичная ситуация. То есть, два человека, я думаю, что жилье. То есть, как бы, проблема кружков платных, это, к сожалению, далеко не единственное, скажем так, что нужно для ребенка. А все остальное это ему тоже нужно. Безопасность на улице. Хорошо, конечно, безусловно, что он дойдет до школы, сам обратно дойдет. Но это, опять же, не все. А площадь жилая, а еда, одежда. То есть, тут, извините, куча вещей. То есть, даже уверенность в завтрашнем дне, как бы, это такой вопрос, типа, ну, уверенность в чем? То есть, ну, допустим, можно быть уверенным, потому что, допустим, с голоду не умрешь. Ну, ладно. Но это еще не повод размножаться там выше одного-двух человек. Так что, не знаю, я тут как-то... Я думаю, что просто другие ограничительные факторы отступили. Так, там Иван просил снова слово, потому что он снова не нажал это самое на... Сейчас, Иван. Да. Да, спасибо. Собственно, меня зацепил момент, который озвучил товарищ Скульпчер Стоун, который он сформулировал по поводу того, что большинство его коллег возрастом постарше в основном придерживаются, скажем так, левых идей. И они организуются в какие-то сомнительные группы, и его очень сильно смущает тот момент, что они в основном, как он сам высказался, гонят халтуру. И он связывает этот факт с их, собственно, даже не прошлым, а советским строем. Я хотел бы подметить этот момент, что здесь я не вижу... То есть связи определенно, конечно, некоторые есть, но никакой прямой связи между политическим строем страны, где они выросли, с их трудоспособностью я вообще не могу провести. Возможно, кто-то скажет, что тут есть корреляция, но прямого следствия тут, в принципе, нет. Почему так происходит? Эти люди в силу особенностей не только советской системы, но и вообще российской экономики, я имею в виду, и Российскую империю, и современную РФ вообще, как устроено, собственно, государство российское в самом широком смысле, они росли и прожили большую свою часть жизни с психологической точки зрения, как, я не знаю, какие-то рабы на плантациях, либо крепостные, либо что-то еще. К чему я веду? Возможно, это слишком драматично. Я высказываюсь, но суть в чем? Эти люди, как бы они ни работали, они не ощутят очень сильной отдачи финансовой, либо, скажем так, в плане роста по социальной иерархии, если они очень сильно улучшат качество своей продукции. И это у них, собственно, уже наблюдалось практически всю их жизнь, сколько они жили. Также будут гнать халтуру, в принципе, я не знаю, любой человек, который жил в таких же условиях. Причем же, причем хочу привести контрпример. Кто сейчас является в основном самым большим задротом, продуктивным человеком и так дальше, и так дальше, о ком уже легенды складают, и так дальше, и так дальше, это, собственно, китайцы. Но сейчас китайцы в возрасте, они тоже, в принципе, выросли при Мао Цзэдуне и не хнули этой же самой системой. Но при этом это им не мешает работать по 16-18 часов в день некоторым, ну, в общем, куда больше, чем всем остальным. И учить своих детей работать в таком же темпе, чтобы они побеждали и, собственно, учились в Стэнфорде. Потому что Китай, в отличие, собственно, от советской системы, дал очень явный экономический рост. И этот экономический рост был абсолютно предельно очевиден каждому гражданину Китая, который, собственно, жил в это последнее время. Более того, вспоминаю очень забавную статистику, в которой очень большое количество людей с разных стран спрашивали, «Стала ли жизнь лучше на протяжении вашей жизни?» Преобладающее большинство людей ответили, что нет, в основных европейских странах процентов 90 людей сказали, что нет, жизнь стала хуже. Только одна единственная страна в мире, в которой больше, чем половина людей сказали, что да, это был как раз Китай. То есть к чему я веду? Тут причина даже не в каком-то советском прошлом, не в ливизне, провизне их идей, не в чем-то таком, а в том, что они никогда не видели на практике, в своей реальной жизни, без какой-либо теории, как обычные простые рабочие, что их труд, качество и вложение своих, скажем так, физических, нервных и прочих-прочих-прочих инвестиций в труд, что-то им принесут взамен. Ничего это им не принесет, от этого и не гонят халтуру. Это абсолютно логичная, последовательная и понятная позиция. Да, она мне тоже не нравится, но она абсолютно понятна. Это первое, что я хотел сказать. Второй момент. В качестве контраргумента того, что сказал тот же самый человек, что его удивляет, что большинство людей, возможно, не точно, цитирую, извините, пожалуйста, в общем, смущают моменты с старыми левыми людьми. На это что хочу, собственно, сказать. Меня очень сильно смущает совершенно другой момент. Наоборот, правая идеология в среде, особенно, постсоветского пространства. Чтобы не распыляться мыслью по тексту, приведу очень простой пример. Я несколько лет назад видел один из самых поразительнейших диалогов в ЖЖ-шечке, который выглядело следующим образом. Один человек пишет, вот вы тут все задираете про тяжелую долю рабочего класса, а между тем многие пролетарии получают гораздо больше, чем я, правый интеллектуал. Человек парирует. Извините, пожалуйста, а почему вы правы, если вы бедный? Это логичному, это богатому логично быть правым, а бедному, наоборот, логично быть левым. Правый интеллектуал парирует. Понимаете, у меня с детства психология очень богатого и счастливого человека. Этот ответ меня абсолютно поразил, потому что он отражает политическую позицию огромной части российской молодежи интеллигенции. Нищие интеллектуэли на полном серьезе болеют за правых и брыжут слюной по поводу проклятых леваков. Почему? Потому что они неадекватно воспринимают свое положение в социальной иерархии и мысли-цебеграфии. В то же время чаще всего располагаются, прошу прощения, под шконкой. Вот и выходит, что они считают необходимым поддерживать социальный порядок, в то же время как в их собственных интересах шатать его всеми доступными средствами. В продолжение этой темы. Почему нужно шатать, что делать? Я потихоньку перейду буквально к одному-двум абзацам по поводу демографии, что я не высказался, но я могу все это сжать до двух очень емких абзацев на прошлой тему. Извините за автоп, но я считаю, что это будет, если не полезным, то как минимум интересным. Так вот, насчет провизны-левизны. Также совсем недавно прочитал статью в Sunday Times, английская газета. И, собственно, это статья про Алишера Усманова. Я думаю, что вы знаете, российский миллиардер, который является гражданином, по-моему, Великобритании и еще Швейцарии, но это не точно. В общем, суть в чем? Вся заметка сводится к одной простой мысли. Алишер Усманов стал самым щедрым благотворителем из топ-10 богатейших бизнесменов Великобритании за последние 20 лет, пишет Sunday Times. В общем сложности Усманов пожертвовал более 4,2 миллиардов фунтов стерлинга. В пересчете на рубли это полтриллиона рублей. Как лично, так и через связанные с ним бизнес-структуры в Великобритании. Это больше, чем кто-либо еще из обладателей британского паспорта за последние 30 лет. Собственно, о чем и нужно спрашивать и задавать вопросы. Почему эти деньги у него и почему он тратит их так? В этом должна заключаться левизна адекватного человека, который хочет улучшить свою жизнь. То есть вся левизна сейчас может выражаться даже без марксизма для того, чтобы она привела к каким-то качественным изменениям жизни. Это, в принципе, касается всех людей, которые здесь говорили. И этот вопрос сводится к очень простой фразе «Где деньги?». И, собственно, если задавать и дальше этот вопрос, мы потихоньку, ну как потихоньку, возможно, даже с увеличенной скоростью начнем двигаться в сторону адекватного общества по типу какого-то шведского, финского и так дальше, и так дальше. Опять же, возвращаясь к своим словам, что шведские миллиардеры имеют очень много денег. Но, тем не менее, люди регулярно задают им этот вопрос «Где деньги?». Покажи, как они распределяются. Да, они абсолютно без зазрения совести смотрят за чужими деньгами и заглядывают в карман другим людям, потому что в этом я тоже не вижу абсолютно ничего постыдного. И, собственно, последний момент по поводу демографии, насчет чего я говорил. Хотел бы процитировать одного очень интересного человека, чтобы, секунду сформулирую, эти два абзаца очень емко и четко показывают реальную позицию российского государства на тему демографии и почему и как это все происходит. Собственно, я пытаюсь это сейчас вам и процитировать. Цитата Лева Любимова – это один из основателей ВШЭМ наряду с Ярославом Кузьминовым Евгением Ясиным. Он недавно умер, как я уже сказал, и несколько лет назад он предложил такую реформу не черноземную. То есть, по сути, это большая часть европейской части Российской Федерации. Вологда, Псков, господи, Орел – очень-очень большая часть земель. Собственно, его предложение, цитирую дословно, еще раз, это сооснователь ВШЭМ и заместитель научного руководителя этого же организации. Цитирую. Эти местности, а их число несметно в Центральной России, дают в российской БВП ноль, но потребляют из него немало. А главное, они отправляют жизнь десятков миллионов добропорядочных россиян. Вдобавок, эти местности – один из сильнейших источников социального загрязнения нашего общества. Создавать в таких местностях рабочие места нагладно и бесполезно. Эти самобезработные работать не будут принципиально, а принудительный труд осужден на уровне международного и национального права. Что же нам делать? Или мы вновь в культурной ловушке, из которой нет выхода? Одно делать нужно немедленно – изымать детей из семей этих безработных и растить их в интернатах, чтобы сформировать у них навыки цивилизованной жизни, дать общее образование и втолкнуть в какой-то профессиональный уровень образования. То есть их надо из этой среды извлекать, а в саму среду всеми силами заманивать, внедрять нормальные семьи – отставников и иммигрантов, создавая очаги культурной, социальной структуры. Собственно, тут без комментариев, потому что если я захочу это комментировать, я перейду на трехэтажный мат, а я этого делать не хочу, поэтому на этом закончу свой монолог. Спасибо. Благодарю. Так, пока я сейчас буду говорить, я, пардон, промахнулся. Участник с именем iPhone. Я случайно руку опустил. Поднимите слово. Или я так, наверное. И Андрей тоже. Рука висела, повесила это случайность или передумали просто? Я хотел две копейки добавить. Мое просто частное мнение ни на чем не основанное. Я хорошо наслышан про упертость китайцев во всех делах, про них ходит масса видео, как они там детей тренируют всему, начиная от скрипки, заканчивая гимнастикой, математикой, юриспруденцией и так далее. Они, конечно, да, это люди, которые рубят лес. Видели, наверное, где Питерсон говорит про людей, которые… Он начал от женщин в… Женщин в высоких должностях, а потом перешел просто к что-то такое. Работа настоящего, высокооплачиваемого там профессионала, типа адвокат какой-то, лояра. И он там такую аналогию приводит, типа, что есть такие люди, которые вот, типа, им дают топор. И они начнут рубить просто лес все вокруг. Типа у них бзик на этом. У меня такое подозрение некое, можно проверить, может, мы на нашем веку еще увидим результат. У меня такое ощущение, что вот эта вот гонка китайская, где они, так сказать, насилуют детей, потом дети насилуют сами себя, потом начинают насиловать своих детей, мне кажется, она кончится чем-то, потому что при достижении определенного уровня экономического развития, ну, это не может вечно продолжаться. Мне кажется, что Китай ожидает какой-то провал такой вот, именно в этом смысле. Причем провал будет такой же сильный, как у них сейчас вот есть вот эти вот все, как это называется по-научному, овер-ачиверы, да, сверхдостигатели, да, есть такое выражение. Овер-ачиверы. Вот много овер-ачиверов, ну, и понятно, их количество большое, их миллиард там, да, с лишним, поэтому и овер-ачиверы среди них тоже дохрена. И эти овер-ачиверы могут просто занять все места в университетах западных, например, так что однажды, может, квот еще понадобится. Но дело не в этом. Я думаю, что однажды, и, возможно, довольно быстро, так же, как Китай, видимо, промахнулся, большую ошибку сделал со своей демографией, которая неизвестно, чем сейчас качнется там, что у них будет с населением, потому что они там, конечно, лихие решения приняли, за которыми придется долго расплачиваться, чем кончится, неизвестно. Но я почти уверен, что у них будет обратная, маятник качнется в обратную сторону к людям, которые вообще... Будет большая масса людей, которые вообще не способны ничему учиться, никакой направленной деятельностью заниматься. Они будут... То есть там появится что-то вроде вот этих вот, как в Японии. Они же тоже японцы, у них тоже с этой трудовой деятельностью такая, и они повернутые на этой... Какая не появилась, я пытаюсь японское слово вспомнить. Сошоку Донсы, которые называются, травоядные мужчины. Их ведь там говорят, что гигантский процент, что-то там среди молодежи, чуть ли не треть, что ли, там, или половина всех, то есть которые в гробу видали всю эту вашу папину там, там, 60-часовой рабочий день, типа, засуньте его сами себе, куда хотите, я буду там, не знаю, сколько могу, буду жить с папой, с мамой, а потом буду работать, не напрягаясь, на неполный рабочий день. То есть, в принципе, в общем-то, они фактически, если так русским языком перевести, что они сделали, эти мужчины? Они приняли на себя женские ценности, обычные женские ценности. Единственное, что в обычные женские ценности входят дети. А у одиноких мужчин, понятное дело, дети туда не могут входить. Понятно. Поэтому у них всякие вот эти вот там... Женить бы на тамагочи, там, куклы, всякие там... Женить бы на героях из покемона мультфильмов, ну и прочее, прочее, прочее. То есть, в общем, все это канализация вот этой вот хрена тени. У меня глубокое ощущение, что какое-то такое уже направление, типа вот этих вот травоядных мужчин, появится в Китае. Это будет движение, которое будет по своим... Даже если их будет полпроцента, это будет гигантское число, которое будет влиять на всю остальную страну, там, и через интернет, и без интернета, и так далее. Я думаю, у них такой будет обратный маятник по этой части, что мало не покажется. Я думаю, возможно, вообще это будет конец страны просто. Если он достаточно сильно качнется в обратную сторону, то, в общем... Такое ощущение, что, в общем, психологически вот это вот... То есть, насилование вот это вот самих себя, оно, в общем, однажды даст вопрос, типа, а зачем я это делаю? И когда на этот вопрос человек не сможет себе ответить, зачем он это делает? А когда еще этих масса людей наберется, которые не сможет ответить себе на вопрос, зачем я это делаю, то все там, пиши, пиши пропало там все. Все будет печально. Сейчас какая-то была вторая мысль. Про Китай. Ну ладно, пока, в принципе, хватит. Так, участник с именем iPhone, прошу. Давно ждали. Там микрофончик включить надо. Меня слышно? Да, теперь слышно. Хорошо. Я просто сегодня вышел не под своим именем, а со своего iPhone. Поэтому я уже раз, не один раз выступал. Вот. И сейчас меня эта тема очень интересна. Если вы заметили, мы начали с темы марксизм. А в результате сейчас вот уже последний час или больше обсуждаем современное состояние капитализма, ну и отношение к социализму. Так и Вольф-то, он именно про это же и говорил, он именно про это и рассказывал. Он как бы говорил про марксизм, но рассказывал-то он про современный и не очень современный капитализм. Да-да, вот получается. Но я сейчас немножко хотел вернуться к Марксу, потому что все-таки Маркс, он описал капитализм, как работает капитализм, в общем-то. И практически у него нет никаких теорий, что такое социализм. В общем-то, он нигде... Он говорил, что это нужно сделать, но как какие-то практические, какие-то наработок у него никаких нет, ни теоретических, ни практических. И если вы помните, Ленин, он с этого начал, что он начал как бы какие-то делать описания социализма. И там много у него всяких работ, там про кооперацию, еще чего-то. Я сейчас все просто не вспомню. И, по сути дела, Ленин пытался как бы создать теорию социализма, можно сказать. И вот все его эти попытки, они сводились к тому, что у него есть работа, как нам реорганизовать Раб-Крин, и еще многие, как нам устроить кооперацию, как нам наша основная задача, это распределять. Вот тут сегодня кто-то говорил о распределении. Ленин тоже говорил о распределении. То есть люди, которые тогда строили наше социалистическое государство, которого уже нет, они как раз и пытались построить что-то, которое назвали социализм. А у Маркса они практически ничего от этого не знали. Они знали, как устроен капитализм. И при капитализме говорилось о том, что идет концентрация производства или капитала в каких-то одних руках. Ну и наши деятели далеко не ушли. Они тоже сконцентрировали, аккумулировали производство и капитал, но в государстве. И построили, на мой взгляд, они построили так называемый госкапитализм, государственную корпорацию сделали, в которой есть верхушка и которая тоже управляет, концентрирует, управляет и направляет все средства производства в те цели, которые они сами ставят. Единственное отличие от капитализма, вот этого госсоциализма или госкапитализма, который мы построили, на мой взгляд, в одном. Не было возможности передавать по наследству вот эти вот аккумулированные средства. То есть средства производства не могли передаваться по наследству. Да, дачу вы могли наследникам оставить какие-то золотые изделия, еще чего-то, но формально никто не мог, ну, разве что кооператив мог там, и то там это была выбранная должность, в общем-то, потому что там общество решало, там голосование решалось, многие вопросы. Вот, это вот, что я хочу сказать, что на самом деле социализма так такового мы и не видели. Вот, и основной вопрос, вот этот, который задается сейчас всеми, распределение. Как распределить? Кому выгодно, кому невыгодно? Значит, какая работа должна оплачиваться больше, какая меньше? Вот основная проблема, действительно, из-за того, что нету понимания, что такое социализм, в общем-то, эта проблема осталась. Я помню прекрасно, как после войны, ну, и во время войны Второй мировой, значит, вдруг инженерам стали платить большие деньги. До этого тоже старались экономить, считалось, что рабочий класс самое главное, и получал как бы рабочих больше, чем инженер. А потом понятно было, что нельзя ничего построить, приходилось в Америке закупать оборудование, и стали платить больше инженерам. И если вы помните, вот у нас такой был скачок послевоенный, ну, я бы сказал, в инженерном развитии. В инженерном развитии. Вот. И произошло довольно здорово, что произошло, значит, инженерам стали платить боль много, научным работникам стали платить много, и создалась в каком-то смысле даже элита такая, ИТР, как-то забыл, как это расшифровывается, у которых была действительно зарплата больше, чем у рабочего. И тогда вот создали 21-ю Волгу, машину, которыми мы можем гордиться. Они были даже премию здесь на Западе получали, вот, в частности, 21-ю Волгу. Вот. А потом, если вы помните, произошло, вот это уже во времена Хрущева вдруг сказали, что нет, надо нам поддерживать рабочий класс, и как бы стала вот эта зарплата инженера, она стала как-то все время уменьшаться и свелась к тому, вот, когда я был инженером, моя зарплата была там, допустим, ну, порядка 170 рублей, а любой рабочий станочник получал, ну, там, за 200 и больше, короче говоря. То есть, и еще, вот, я работал в сварочном производстве, и в этом сварочном производстве рабочего, который, сварщика, нужно было уговаривать, чтобы он мастеру, который получал в меньшей негой, нужно было уговаривать, чтобы он остался там, где-то что-то заварил, там, какую-то конструкцию, и побольше поработал, и все на инженера, там, или на мастера смотрели, как на идиота, который получает мало, а ответственности много у него, и, в общем, только обкладывали матом, если нужно было. Вот, что я хотел по этому поводу сказать. И, в общем, самая основная проблема, это на сегодняшний день, это действительно, может быть, в капитализме ничего не надо менять, но распределение должно быть именно таким, чтобы людям можно было, которые бы они считали, я бы так сказал, более-менее справедливыми. И еще хотел сказать, вот я работаю на Западе, я работаю конструктором, вот, и я вижу, как здесь конструкторы тоже работают. Вот, в капиталистической системе можно посидеть и подумать, и как-то сделать какую-то конструкцию, которая была бы, ну, там, металлоконструкцию какую-то, которая была бы более технологичной, более, там, ну, поменьше емкости, в смысле, металлоемкости, экономичной, там, какие-то можно применить другие профили, чтобы сварить их, там, в таком духе, но никто вам не даст, для того, чтобы подумать, как это лучше оптимизировать, нужно время, никто вам этого времени здесь не даст, чтобы вы сидели, вам скажут, так, приваривай десятку, значит, десятку этого, там, плата, ой, как плата, плотину, по-русски-то забыл, вот, ну, короче говоря, приваривай такой толщины что-то, вот, потому что это точно выдержит, это нам, мы знаем точно, а уж там, если это будет дороже стоить и толще, там, будет, это на, это не такие деньги, чем я буду там тебе платить, что ты тут долго будешь сидеть над этим чертежом, потом у нас сроки, нам нужны сроки, нам надо быстро все сделать, если мы медленно сделаем, то другой нас обгонит, и у другого закажут, и вот я без конца здесь слышу одно и то же, думай о времени, нам это, нам через две недели уже надо это сдать, то есть тебе ставят время, какое-то определенно ограниченное, и ты ничего даже обдумать не успеваешь, ты просто как, получается, как робот так немножко делаешь, вот он у нас уже так сделан, вот поэтому по этой модели делаем то же самое, ну там какие-то изменения, чуть-чуть, вот, то есть иногда заказывают, да, иногда заказывают, если какая-то происходит проблема, иногда заказывают расчеты там уже в институтах каких-то или у кого-то еще, но столько я вижу вещей делается не рационально, вот, можно было бы сделать рационально, а сейчас качество ухудшилось, и вот здесь работник тоже приходит, посмотрите на любого здесь сантехника, который придет, он же вам тоже сделает от сих до сих, никакого, о каком качестве он здесь будет думать, это, может быть, раньше кто-то думал о каком-то качестве, но сейчас нет, сейчас за счет качества никто здесь не выживает, проще выкидывать, главное, чтобы у тебя проработало, вот у них сейчас есть норматив на электрооборудование, там, что у тебя год проработало, и все, вот я купил недавно стиральную машину, уже купленная машина была с дефектом кнопки, там, кнопка западала, вот, все, у меня ее забрали, и все, никто ее доремонтировать не стал, какая там оптимизация, еще чего-то, все, забрали, деньги вернули и достаточно, понимаете, то есть весь ремонт стоит здесь дороже, чем, ну, если вы попытаетесь что-то отремонтировать, это будет значительно дороже, поэтому сама вот эта система сделать новое что-то проще, чем изменить конструкцию, сделать как-то там ее оптимизировать и так далее, вот, я хочу сказать, что и в этом я вижу тоже проблему капитализма огромную, потому что работа не нацелена на вот этот вот, нет порыва качества, и вот тут человек выступал, что вот он там делает качество, как только его прижмут по времени, ему скажут, пардон, ты что-то медленно делаешь, качественно, но медленно, давай-ка ты, нам нужно быстрее это делать, и все, и никто не будет интересоваться, что ты хорошо там делаешь, когда-то там сделал какую-то интересную конструкцию и так далее, вот, нет, это неинтересно, просто, проще, вот посмотри, как у других сделано, сделай так же и все, вот, но побыстрее, главное, чтобы ты сделал побыстрее, потому что и на вот эти конструкторские всякие работы очень мало времени отводят, стараются отводить, потому что это не производство, в конечном итоге заказчик платит всегда за изделие, если оно уже в металле сделано, вот, пожалуйста, все, за него заплатили, а за твои думки как-то там хорошо может что-то сделать, заказчик не платит, и он на это не подписывался, вот так мне часто говорят, он подписался, вот, чтобы у него стояла эта стойка и все, и вот, сделай ему эту стойку, и, вот, что я хочу сказать, и, ну, и последнее, то есть, я уже это говорил, но я все-таки хочу сказать, что самое главное это распределение, научиться понять, как действительно надо распределять, и, может быть, даже ничего и менять в системе не надо, вот, а кто это будет делать, вот это вот проблема, и мне кажется, что при социализме, ведь помните, у нас были целые институты, вот, там, служебный роман, например, где сидел целый институт, который занимался, искал, то есть, как же там, плановый, плановый отдел, который устанавливал планы, что нужно сделать, что приобрести, там, в какую отрасль с чего направить, то есть, были отраслевые плановые институты и так далее, вот, которые пытались как раз вот это вот распределение каким-то образом, ну, с научной, может быть, точки зрения, как-то научиться делать, но так и не научились, поэтому все система и разрушилась, на мой взгляд, вот, но разрушилась еще одна, потому что, действительно, люди хотели как-то с производства тоже передавать его по наследству, вот, работает какой-нибудь директор завода, вот, и думает, да, у него зарплата там побольше, но вот свою же должность он своему сыну там не передаст, не может, вот, капиталы, которые, ему кажется, он, если бы не он, так они бы и возникли, которые бы на этом производстве, он тоже передать никак не может, вот, и поэтому, я думаю, они, это все было заранее спланировано, ну, не спланировано, может быть, нет, но это было желание элиты, чтобы социализма больше не было, чтобы был капитализм с передачей собственности по наследству на производство. Вот мои мысли, мои мысли, и поэтому я благодарю всех за внимание, если они кому-то показались интересными, буду рад. Благодарю. Так, у меня на всякий случай, а то мы уже одиннадцать, то я и на поздний самолет могу опоздать, давайте, вот кто сейчас руки поднял, давайте вы выскажетесь, и на этом попытаемся остановиться, если будет нужно, то мы тогда продолжим вот это самое в отдельный. Так, Сергей, по-моему, дальше надо? Или это с прошлого? Да, да, я коротко выскажусь, я абсолютно согласен с предыдущим докладчиком на тему, о том, что действительно не стоит наверное так прям сконцентрироваться на том, что вот люди вышли при социализме они работают хуже, пожив здесь, понимаешь, что здесь тоже ой-ой-ой, как далеко до качества вообще во многих областях, и здесь действительно люди забивают на работу и выполняют ее не более, чем стандартно, и это в принципе при таком развитом социализме, как здесь, очень процветает. я коротко, я просто можно, если я не по теме, буквально на одну минуту, я тут подписан на разные паблики, феминистические в том числе тоже, и читаю я у Довтян о том, что значит статья про Испанию, ссылка на испаноговорящие источники туда идут, и она пишет о том, что испанские мужчины, которые получили совместную опеку над детьми, очень много случаев по поводу того, что совершают сексуальное насилие над собственными детьми и уродут, и в Испании сейчас такая волна, якобы волна исков от женщин в суд, которые пытаются защитить своих детей от насилия бывших мужей от сексуального насилия. И я спросил на днях я в понедельник разговариваю с другим долгатом, я говорю, а есть такая вообще тема в Испании? И он подтвердил, что на самом деле сейчас действительно это вот как бы следующая статья закона о домашнем насилии. То есть в Испании он уже победил и любого мужчину можно посадить, но того, кого не посадили при разводе теперь оказывается можно при том, что можно добиться по закону совместной опеки в Испании, но можно и с этой бедой тоже феминистическими методами бороться. И на самом деле есть такая волна, когда обвиняют мужей, добившихся совместной опеки в насилии над детьми. Так что в общем это такая ремарка. Но я думаю, что это конечно не имеет отношения к марксизму. Для меня, например, это актуально, и вообще для всех вы актуально, чтобы понимали, что даже у закона о семейном насилии принятом и действующем есть еще более глубокая стадия, когда вы, если вы под него не попали, то просто, когда вы будете просить совместной опеки над детьми или просто режимы посещения, у вас может быть вторая серия в виде обвинения в сексуальном насилии над ребенком. И это у феминисток этот метод работает. Есть даже целая организация, которая специализируется теперь над этим, над таким методом решения вопроса, как есть организация, которая помогает жертвам насилия женщинам посадить мужей. Вот теперь есть еще следующая стадия такая, более с высоким скиллом, которая помогает тем, кого не посадили по насилию над женщиной, можно, значит, лишить опеки и всего остального. И я все посадил. Благодарю. Я эту статью видел, там, по-моему, то ли в статье, то ли под статьей и Довтян прокомментировал, там, среди прочего, сказал. А также они теперь часто применяют ненаучные, полностью раздолбанные наукой, значит, понятия про синдром отчуждения родителей. То, о чем Ричард Гарнер еще говорил, еще, не знаю, в 90-е каком-то махровом году, там, не знаю, в общем, пипец. Короче, все прямо по-то самому, по-методичке. Илья, по-моему, да? Илья. Кратенько отвечу на предыдущую, на реплику предыдущего человека. Надеюсь, меня там не фонит, нет? Ну, так, периодически, но, в общем, немножко ездаю. Блин. Жалко, я себя не могу слышать. Странно. действительно, я могу сказать, что да, периодически торопят. Я там в чате, в принципе, уже написал, что пытаются подторапливать. Но, вы знаете, эти попытки, они как бы, они прекращаются постепенно, со временем. Это происходит за счет разделения как раз таки на тех, кто делает ширпотребы, тех, кто делает то, что я делал бы. Ну, и да, действительно, вот такой вот вариант механизма имеется. Кто-то на передовой, кто-то на рядовой, но тоже нормальный в принципе механизм. Другой вопрос, когда нужно взаимодействовать вот этим вот частям. в целом, да, возможно, вот этот выступающий был прав, и нужно как бы, нет смысла кидаться с какой-то там крайний марксизм, может, просто стоит как следует посмотреть, что у нас не так, и подкрутить в нужных местах существующую систему. А там, глядишь, мы, ну, я понимаю, что это сейчас так топично звучит, на мной сейчас посмеются все старые волки, но там, глядишь, мы, может, и выйдем на такой уровень дохода, когда сможем поднять свои проволокские головы и посмотреть на политику, и дальше уже как-то побороться за свои права уже хотя бы как мужчина. Вот это было красное выступление. Всем спасибо. Благодарю. Напомнили анекдот этот еврейский правил. Бога создал мир за семь дней, а вы шили эти брюки что-то там, я забыл, сколько там, типа два месяца. Он говорит, посмотрите-таки на этот мир и посмотрите на эти брюки. Так, Алекс. Две реплики. Первая реплика, вот Сергей, вы про Китай говорили, за них вообще переживать не надо, у них все нормально, у них коммунистическая партия, мудро все планируют и все хорошо у них сделано, потому что у них очень большое количество населения, по-прежнему живет в колхозах, работает, выращивает сельхозпродукцию и так далее, и покинуть свой колхоз они могут только по решению партии. Более того, они даже в соседний регион не могут переехать, потому что их просто не выпустят из их области. А то, что мы знаем про богатых китайцев, про успешные заводы и прочее, это достаточно небольшая часть населения, которая в основном живет вдоль побережья. И переселены они туда были согласно программе коммунистической партии, их ней по расширению производства и так далее. У них четыре года назад была программа пятилетняя, или скакилетняя, я не помню, они собирались 150 миллионов людей переселить из деревни в города, чтобы они там работали на фабриках и так далее. Так что в Китае как бы все планируется, что все хорошо будет. Главное, чтобы коммунистическая партия не накосячила. Это один момент. Второй момент, вот тут как бы предыдущий оратор говорил про проблему правильного распределения ресурсов, справедливого, скажем так, и так далее. На самом деле эта задача достаточно сложная. Я вот просто такую как бы пример что ли приведу. У Дмитрия Мережковского есть книга такая «Иисус неизвестный» про Христа. Вот он там в этой книге толкует известный эпизод, когда к Иисусу Христу там он проповедь читал, потом там народ голодным стал, и он там хлеба разделил, и он этот эпизод трактует в таком плане, что вот именно у Христа получилось таким образом распределить имеющиеся ресурсы, что все и сытые оказались и довольны оказались. И Мережковский эту как бы историю именно в таком плане толкует и говорит, что это куда более сложнее, чем сгенерировать хлеба и всем раздать. Распределить среди людей ресурсы это куда более сложная задача, чтобы все сыты были и все довольны были. Все у меня. Спасибо. Благодарю. Так, Рил Ми, прошу. У меня очень короткая ремарка по поводу предыдущего выступления, по поводу того, что в случае с токторизмом есть какие-то нормативы, их нужно выполнить в случае с металлоконструкциями и так далее. Ну, несколько иную картину я наблюдаю, может быть, это какая-то моя специфика, сейчас работаю в IT, напротив, на контрактах от господприятий наблюдается очень острый спрос на людей, которые прошли там очень серьезный предыдущий опыт и имеют возможность реализовать серьезные работы, и в плане того, что мы тут выполняли какие-то работы по нормативу такому-то и не уложились и что теперь с этим делать? Скорее всего, я наблюдаю иную картинку, что и заказчики, и подрядчики заинтересованы в том, чтобы улучшать эту ситуацию и никого не гнобить, напротив, выходить на какие-то конструктивные вещи и реализовывать работы наилучшим образом. То есть капитализм по всей видимости несколько разный. То есть нормативы нормативами, но если мы хотим чего-то добиться лучшего, ну как бы тут действовать несколько на ракурсе. Ну вот такой вот комментарий и все. Спасибо большое. Благодарю. Так, и Андрей снова руку поднял. Давайте завершающая реплика будет ваша. Ну, я хочу сказать, что прекрасно рассуждать о каких-то глобальных системах, неважно правых, левых политических, экономических, идеологических, но я думаю, что век наш индивидуальный краток, поэтому лучше, наверное, разобраться в той системе, которая уже существует, а не думать о том, как ее изменить. Ну, потому что изменить невозможно, и пока не разберешься в ней, как в том, как она работает. И лучше, наверное, общаться на тему того, как в этой системе наиболее эффективно функционировать. Вот это интересный вопрос. А просто лить воду, мне кажется, тем более мужчинам, ну, это не характерно, потому что, ну, как-то это все, не знаю. А как же философия? Это же чисто мужская вообще специфика философствовать. Ну, тогда нам нужно создавать школы, я думаю, для того, чтобы какая-то наследственность была, да, какая-то была передача опыта, потому что иначе просто вот так внутри себя в своем пузыре, ну, вот так вот мы сбились вместе, что-то поговорить, и, ну, грубо говоря, мы же забываем даже то, что обсуждалось через неделю. У нас новые темы поднимаются, на следующем обсуждении нету последовательности какой-то, не говоря о том, что передача следующему поколению. Вот, это, наверное, я думаю, подойдет для завершающей этой аудитории. Сергей, может, так бы сказать, наверное, мы можем пойти уже, вернее, отпустить Сергея. Да, уже скоро на самолет опять. Ну, тут я не знаю, что сказать, мне кажется, что, как бы сказать, мне кажется, что поиск смыслов, да, там, и анализ того, что происходит, и фантазии тоже, между прочим, потому что, вообще-то, если чуть-чуть вбок шагнуть, да, вот мы сейчас, допустим, мы начали от Ричарда Вольфа, чуть-чуть в сторону, и мы начнем там буквально сейчас, если в правильную сторону шаг, один шаг сделать, и мы начнем говорить, что такое хорошо, что такое плохо, да, там, и сразу пойдет оттуда, там, а дети это хорошо или плохо, а размножение, а вот экономическая система, а там равенство или неравенство, а нужно ли вознаграждать там за труд, за качественный, некачественный, еще чуть-чуть шаг сделать, и мы вообще можем пойти там, не знаю, точнее не так, шаг в другую сторону, один шаг, и мы в какие-то научно-фантастику, в общем, упремся, что такое фантастика, по сути, фантастика это способ мысленного, попытки игры, да, имеющимися понятиями, чтобы создать некое виртуальное, то есть, по сути, тоже проработка альтернативных каких-то решений, там, как могла бы быть устроена жизнь, там, не знаю, взять того же, Беляева какой-нибудь, звезда Кэтс, ну, вот там упражнение, как могла бы быть жизнь, если бы она там строилась, вот, типа, или перенос, иногда вот таким переносом видятся хорошие, так сказать, недостатки в нашей собственной модели, например, там, трудно быть богом, наша модель переносится в фантастическое, там, другое, какое-то, ну, в виртуальную вселенную, и, как бы, получается, как бы она проходит тест, мысленный тест, то есть, это никакого практической пользы, например, у книги, допустим, в общем-то, нету, тем не менее, все-таки все это, включая настоящую такую философию, хардкорную философию, все это является некими упражнениями, собственно, это же, можно сказать, свойство человека, наверное, с момента его вообще зарождения, как человека, попытка понять, а зачем оно, а почему оно, а как может быть иначе, и может ли быть иначе, так что тут, я, честно говоря, собственно, наверное, это вообще-то логичный способ, то есть, мы все, ну, собрались-то в эту кучку по причинам, не имеющим отношения к философии, да, но так странно получается, что когда ты начинаешь тянуть за маленькую ниточку, типа, почему я, ну, условно сейчас говорю, там, такой шаблонный пример, почему я был несчастлив в браке, и оказывается, если эту ниточку потянуть, то буквально там за пять лет эта ниточка вытягивается, там, не знаю, в смысл жизни, или в социальный строй, или там, как можно было бы исправить демографию, то есть, в общем-то, это вообще-то двенья одной цепи, частного какого-то, буквально отдельного человека с его семьей, а мы собрались, там, собрали некоторое количество историй, мы уже знаем статистику некую, то есть, мы уже паттерны знаем, вот, а если мы знаем исторический аспект этого паттерна, то мы знаем уже и как паттерн менялся под действием факторов некоторых, там, или предполагать можем, скажем так, мысленно, так что я бы так сказал, что тут, в общем, мне видится так, то, чем мы занимаемся, в общем-то, да, это, у этого есть, в общем-то, три направления основных, то есть, первое, это, собственно, осмысление, то есть, в принципе, это философия понимания, почему мы там, где мы есть, это осмысление, оно, в общем-то, имеет, на самом деле, скорее психотерапевтическую природу, то есть, мы, по сути, прорабатываем то, что, ну, если бы мы ходили там к очистому терапевту, наверное, мы могли бы там раз в неделю прорабатывать это с терапевтом, и это было бы очень лично про конкретного человека, и было бы ему, конечно, полезно, да, но это было бы другое, все-таки, да, мы как бы такое общественное, некое, пусть виртуальное, но субобщество производим. Второе, все-таки, у этого есть явно какой-то политический потенциал, потому что, ну, не может это все, это расти снежным комом, и никогда не вырасти ни во что такое, вот, что может однажды топнуть ногой, там сообщить о себе и так далее, потому что все равно кто-то станет острием, там, ножа, да, там, условно говоря, среди всех нас, которые, в общем, там, кто айтишник, там, кто еще кто-нибудь, найдется, не знаю, там, который будет иметь два высших образования, одно юридическое, одно психологическое, да, и станет устроителем конференции по отчуждению родителей, которая может реально привести к каким-то изменениям, я в это верю, в общем, вполне себе, по поводу приспособления к нынешней среде, ну, мы же, как бы, собственно, все, кто собирается из разных веток моносферы, мы те, кто так или иначе, ну, выживаем в этом, да, там, чем-то, кто-то лучше, кто-то хуже приспособился, цели у всех разные, да, там, у одних есть, там, там, не знаю, в женщинах, имею в виду, про половой интерес, у других, как бы, этот интерес отпал, интерес к детям, у одних есть, у других нет, сами дети тоже, у одних есть, у других нет, то есть, очень много ситуаций, и, тем не менее, все они нас привели сюда, в общем-то, я сейчас, может, муторно говорю, уже просто давно на стриме, я-то вообще с двух часов практически в эфире, я хотел сказать, что все-таки, при всем том, что вроде бы это, как бы, семистичный взгляд, что это миление ступы, воды в ступе, но при этом, все-таки, оптимистичный взгляд, нет, мы еще, что-то из этого, все равно в этой ступе, что-то, как вот в сказке про лягушку, там, молоко, что-то мы этими лапками все-таки сбиваем, мы, может, сами не до конца понимаем, чего мы такое сбиваем, но что-то явно взбивается, и лучше всего, вот это, чего мы, собственно, взбиваем, мне кажется, это будут выражать художники, разного рода, в каких-то новых произведениях, которые будут появляться, там, иногда с другой стороны, когда они, как бы от противного действия, как вот рассказ служанки, между прочим, вышел четвертый сезон, я его вот посмотрел уже, шесть серий, как закончится, так обязательно сделаю по нему тоже ревью, вот, так что все-таки, я думаю, что-то мы такое мелем, практически советы, это хорошо, когда там есть люди, которые готовы посоветовать что-то по медицине, по юридической части, по, что там еще посоветовать, не знаю, там, по фитнесу, по психологии, там, по финансовому, там, как финанс поправить, все это хорошо, полезно, да, но это как бы, ну, мелкие аспекты, они все-таки картину в целом не отражают. Приспособление – это человеческое свойство, как вот, я тут постман опять же вспомнил лишний раз, вот, хорошо говорит, что человек такая, именно такое существо удивительное, что он практически ко всему способен, может приспособиться. Вообще ко всему. Вот, и он же сам говорит, да, что приспособленность не есть нормальность, это совершенно разные вещи, нельзя их путать, как бы, ну, это хорошо, как бы уметь приспособиться и выживать, а нормальность – это все-таки другое. Так что, я, когда то, то есть, есть ли место, должно быть, или место быть таким конкретным, практическим советом в этой тусовке, ну, должно, а как же, и они появляются там, прям конкретные, делай раз, делай два, делай три. Между прочим, вот, не знаю, как будут материалы распространяться, попасть в конференции, я уверен, там будешь от такой, типа, делай раз, делай два, делай три. Но когда нужно пофилософствовать, а почему, как, а зачем, а с чего это появилось, а что можно предпринять в обществе, чтобы этого не было, это все работа воображения, ну, собственно, для этого, это, по-моему, чисто мужская тема-то, именно, что, вот, как бы, подумать, а как бы оно могло быть, да, то есть, вот, одна из важных мыслей была Константина Крылова, он всегда говорил, что, как бы, ну, есть взгляд, типа, что история не терпится слагательного наклонения, он поддерживал альтернативную, взгляд, что история это сплошь, одни сплошные, только если, типа, если бы, если, потому что могло быть так, могло быть сяк, то есть, как бы, любая альтернатива, она была выбрана из многих-многих вариантов, и сложилась под многими факторами, и кто эти будет, если бы прорабатывать их, только вот такими мысленными упражнениями можно проработать, так что, не знаю. Я уже две руки вижу, у вас реально что-то, давайте только очень коротко, а то я на самолет не успею. Я просто быстро в продолжение того, что мы сейчас обсуждаем, хочу сказать, речь идет о том, что наши философские размышления, обсуждения, они прекрасны, но должно быть продолжение в виде какой-то систематизации, и чтобы это как-то превращалось в практически совет индивидууму, то есть рассуждать о том, как мы можем менять общество, это прекрасно, и я думаю, что из этого много может идей рождаться, но при этом должны появляться и практические советы конкретно мужчине, что он может делать для того, чтобы в своей ситуации какому-то решению прийти в позитивном, об этом речь. Таких вроде каналов достаточно много, ну и у меня тоже есть свои отдельные разделы, если, например, психолог рассказывает про паст, то обычно он снабжает, что нужно делать, не нужно делать. Я, к примеру, про паст сказал, есть юрист, который расскажет, чего нужно делать, чего не нужно делать, по юридической части. Такого тоже, в общем, хватает контента. Так, Realme за руку поднял. Нет, или это с прошлого раза висит. Ладно, будем считать, что висит с прошлого раза. Ладно, спасибо всем. Если тема понравится, как бы вы там напишите в обратной связи. Кстати, я не спросил, не против никто, если мы это выложим на YouTube. Или не на YouTube, честно говоря, я не знаю, как отнесутся эти товарищи, с розовыми волосами, к тому, что может там у них копирайт страшный, на это видео стоит. Как они, копирайт они, эти марксисты, я смотрю, похоже, уважают очень сильно. Короче, не знаю, я может попробую эту попытку сделать на YouTube, это положительно. Если будут проблемы, в общем, тогда приложу на первый темный. всем спасибо, кто пришел, я надеюсь, что у меня запись осталась, я писал на диктофон, так что там качество будет даже получше, я не знаю, буду ли я редактировать, наверное, не буду, оставлю вот прям с паузами, перемотками, потому что, ну, там текст был сложный, местами думаю, что переозвучивать не буду. Следующих тем у меня пока, наверное, так вот на вскидку нет, так что, наверное, будем что-то придумывать. Можно без видео обсуждения только, ну, когда у нас свободная тема, мы так и делаем, собственно, если темы не придумаем через две недели, то будет свободная тема. Ладно. На этом все, счастливо, до связи, услышимся, увидимся. В следующую субботу киноклуб. Голосуйте. Пока.